Проект «Свит. Сказки для взрослых и детей» представляет Александр Тихонов. «Синдром героя». Читает Олег Шубин. Часть первая. Время героев. Глава первая. Годом ранее, 31 декабря, 22.15. Территория пустыря. Прожектор, размещенный на крыше основного корпуса блокпоста, слегка качнулся, вырвал из тьмы заснеженный пейзаж ночи и снова замер в прежнем положении. Взвыл, словно раненый зверь ветер, и зона встрепенулась. Они двигались со стороны свалки. Две химеры. Грациозно ступая по заснеженной тропе, мутанты выбирали лучший маршрут. Обогнули одну аномалию, вторую. У небольшого озерца одна из химер, та, что была старше, замерла, аккуратно ступила на тонкий лед и недовольно заурчала. Второй мутант, ее детеныш, крутился рядом. Он то и дело касался блестящим черным носом, выглядывающих из-под снега травинок. С вырчанием отступал назад, дожидаясь, пока мать разрешит продолжить путь. Химера-мать медлила. Сначала она наступила одной лапой, потом перенесла вперед весь вес тела и, только удостоверившись, что лед достаточно крепок, прошлась по нему. Озерцо было небольшим, от силы сто на сто метров. Слева развалины заводского комплекса, справа аномальные поля. Как рассудил мудрый зверь, соваться в здание было рискованно, поскольку двуногие существа, называемые людьми, устраивали свои лежки именно там, а встретить стаю людей ей совсем не хотелось. Идти через аномальные поля по глубокому снегу тоже было опасно. Не тратить же время на обходной путь. Лед хрустнул. Недовольно заурчав, Химера остановилась и прижала голову к холодной поверхности, останавливая этим жестом своего отпрыска. Молодой Химерыш послушно остановился на берегу. Химера-мать аккуратно сместилась в сторону и тут же замерла, глядя, как из небольшой трещины на лед начинает сочиться вода. Осторожно, стараясь удержать равновесие, двинулась дальше. Боковым зрением она все еще наблюдала за трещиной во льду, готовясь в любой момент отпрыгнуть в сторону. Шаг. Другой. Справа от мутанта, из-подо льда торчали металлические конструкции, вокруг которых все еще оставались лужицы незамерзшей воды. При каждом новом шаге зверя из этих лужиц на лед выплескивалась холодная жидкость. Химера шагнула вновь, не удержалась. Ее левая лапа скользнула в сторону и грустное тело опрокинулось. Хрустнул, казавшийся до этого момента прочным панцирь, сковывающий озеро, и через мгновение мутант уже барахтался в холодной воде, меж осколков льда. С визгом Химера цеплялась когтями за льдины, но те лишь переворачивались, не давая возможности спастись. Еще один рывок. Только теперь зверь осознал, насколько болезненным было падение. Мощные задние лапы отказывались двигаться, и массивное тело все быстрее и быстрее тянуло ко дну. Черная, как смоль шерсть, намокла. Безумным взглядом Химера обвела озеро и замерзшую на берегу фигурку своего детеныша. Вскинула правую лапу, предпринимая отчаянную попытку зацепиться за лед, и скрылась под водой. Молодой мутант наблюдал за происходящим с берега. Как и мать, плавать он не умел, и к тому же, подобно всем Химерам, боялся холода. Он помнил, как мать учила его и братьев греть друг друга своими телами и тушами убитых животных, чтобы не замерзнуть зимними ночами. Зверь подался вперед, подставляя морду свирепому ветру, вгляделся в зияющий посреди озера провал, еще раз взвыл, зовя мать, но ответа не последовало. На миг ему показалось, что это он провалился в черную холодную бездну и не может выбраться, оставшись в одиночестве. Запрокинув голову, Химера жалобно заскулил, по привычке ожидая ответа от сородичей, но смог расслышать лишь далекие голоса существ, называвших себя людьми. Как же холодно и страшно! Он ринулся на лед, пренебрегая всем, чему его учила мать, и провалился у самого берега. Весь мокрый выбрался на обледенелый склон, обрамленный сухим ковылем, и замер, стараясь не двигаться. Он ждал. В глубине звериной души надеялся, что мать жива, что вот сейчас она позовет его с другого берега озера, поведает, что нашла тропу, что знает, как прокормить его этой холодной зимой. Хозяйка Зона забрала ее, как забрала отца, сестру и братьев. Это она, Зона, оставила их умирать голодной смертью у энергопоста. Она... Снова вой, похожий скорее не на призыв мутанта, а на всхлипы человеческого детеныша. Но что он мог сделать? Почему-то именно сейчас молодому зверю вспомнился отец. Огромный мутант, сильный, как тысячи двуногих существ, промелькнула перед глазами картина боя. Люди... Люди пришли за отцом, чтобы убить его. Люди устроили охоту. Люди пришли по снегу, против ветра. Молодой химерыш помнил, как люди подобрались к логову, как закинули в лежку три гранаты и как расстреливали его братьев и сестер, пытавшихся спастись. Отец не успел научить своих детенышей охотиться. Ему просто не позволили выжить. Мутант вновь сопрокинул лохматую голову и завыл. Протяжно, звонко. Со стороны рубежа таким же скорбным воем отозвалась служебная овчарка. Когда их логово было расстреляно людьми, химера мать повела оставшихся в живых детенышей на окраины пустыря, где еще можно было прокормиться без поддержки вожака стаи. По пути погибли двое из троих, попав в аномалии. И тогда мать приняла единственно правильное решение — попытать счастье за бетонной стеной, называемой рубежом. Там, во внешнем мире, всегда есть шанс найти себя пропитанием. Химерыш едва заметно дернулся. Тело уже сковало холодом, и он перестал чувствовать передние лапы. Встрепенулся, стряхивая снег, и побрел в сторону старого заводского комплекса, оставляя позади мертвое черное озеро с обманчиво прочным льдом. Мать знала, что будет сложно. Без помощи собратьев-мутантов по своей воле идти навстречу людям, было равносильно самоубийству. Но мудрый зверь понимал, что от этого выбора зависит, выживет ли его единственный ребенок, наследник, продолжатель рода и будущий вожак стаи. Мать знала, что сейчас необходимо выбираться за рубеж и ждать, пока минует холода. Знала. Кто бы мог подумать, что четвероногий мутант, которого люди всегда принимали за огромную пантеру, способен понимать людскую речь. А она понимала. Еще будучи детенышем, подкрадывалась к блокпостам и слушала причудливые реплики людей, различала интонации, настроения. Она и не заметила, когда начала разбирать человеческую речь так, будто сама когда-то была человеком. Эта странная, пугающая способность помогала ей охотиться. А когда образовалась стая, она начала учить своих детенышей языку людей. Сородичи этого не понимали. Просто не могли понять, как можно изучить совершенно чуждый язык. Язык самого страшного существа. Человека. Химера поняла, что нужно делать, когда двое ее детенышей погибли в аномалиях при переходе с барахолки на пустырь. План родился сам собой. Нужно дождаться времени, который люди называют Новым годом, и перебраться через рубеж в тот момент, когда никто не будет готов выстрелить вслед. У двуногих будет праздник, и этим можно воспользоваться. Молодой мутант тоже это осознавал. Одинокий, испуганный, он все еще пытался принять верное решение. Мать знала, что делать. И он справится. Справится. Ведь неспроста двуногие так боялись его отца. Ведь неспроста эти... Эти люди... Химера ж замер. Со стороны комплекса в его направлении двигался отряд из четырех человек. Они шли в сторону рубежа, подобно вышедшей на охоту стаи в прочных панцирях со странными палками, которые двуногие называли винтовками. Нелепые существа. В чернильной тьме разглядеть что-то обычному человеку было бы не под силу. Даже и новомодная оптика наверняка бы не помогла. А вот глаза химеры оказались отлично приспособлены к темноте. Зверь залег за остов экскаватора, пропустил людей, и только после этого продолжил путь. К рубежу. Только туда. Дождаться человеческого праздника и выбраться во внешний мир. Только бы мать оказалась права. Только бы... Тридцать первое декабря, двадцать два семнадцать. Территория пустыря, недалеко от рубежа. Расклад такой. Командир отряда легиона развернул на снегу тетрадный листок, испещуренный символами. Кумач с тремя бойцами будет прикрывать нас со стороны долины, с тыла. Мы выдвигаемся прямо к блокпосту. Мы выдвигаемся прямо к блокпосту. Валим часовых. Мой человек на территории блокпоста сообщил, что дежурить остались саложата, так что справиться с ними будет несложно. Дальше по схеме. Снимаем снайпера с вышки и из РПГ по главному зданию. Живых не оставлять. Наша задача — акция устрашения. Все ясно. Время готовности. Начнем в полночь. Фокус, ты краску взял? Взял. Один из бойцов кивнул. Значит, пока мы контролируем блокпост, Фокус пишет послание на стене основного корпуса. Прикрывать его будет Рихтер. Все ясно. Бойцы закивали. Ну вот и славно. Выдвигаемся, братья. Да поможет нам зона. Лидер группы поднялся с колен, сунул за пазуху листок с планом и кивнул в сторону рубежа. Холодный ночной ветер донес до него ответный знак зоны. Вой химеры. 31 декабря, 22.57. Одиннадцатый блокпост рубежа. Сначала их было тринадцать блокпостов, расположенных вдоль линии рубежа. Тринадцать братских могил. А годом ранее мутанты уничтожили десять блокпостов, миновали заградительные линии, минные поля, автостраду и ворвались в расположенные у границы зоны городок Надеждинск. Сотни погибших, полторы тысячи раненых. В зону, названную с подачи Вашингтон-Пост «Адом на земле», начали стекаться толпы журналистов в поисках эксклюзивного материала. Многие из них гибли. Началось служебное расследование, в ходе которого был отстранен от должности замглавы Международной службы контроля за зоной, и его место занял генерал-майор Константин Заречный. Не прошло и двух недель, как неповоротливую службу контроля за зоной переподчинили Министерство обороны России и переименовали в рубеж. — Вы огородили зону забором и думаете, что тем самым отгородились от проблем, связанных с ней? — кричал Заречный на пресс-конференции. — Ничего подобного. Необходимо срочно восстановить все блокпосты на территории рубежа, оснастить их современными средствами вооружения и разместить там боевые подразделения. Без этого я не вижу возможности противостоять угрозе из зоны. И началось строительство. За два месяца на месте сплошной бетонной стены и минных полей были построены десятки блокпостов. Появились подразделения военных сталкеров. — Что мы можем противопоставить чудовищам зоны? — вопрошал Заречный. — Автоматизированные пулеметы? Километры минных полей? Или высокий забор, через который, как мы надеемся, эта нечисть не перепрыгнет? — Нет. Мы должны противопоставить этим существам вооруженных людей, которые будут одинаково эффективно сдерживать натиск мутантов и бороться со сталкерством. Таким я вижу будущее рубежа. — Будущее. Командир блокпоста, майор Шифрин, дотронулся до рации. — Одиннадцатый. Брату. — Прием. — Брат, все спокойно. Очередной сеанс связи. Как же надоел этот тотальный контроль со стороны командования. Боятся генералы, что в честь праздника бойцы напьются и начнут палить из пулеметов в сторону Надеждинска. Ну, как дети, честное слово. По данным разведки, на территории седьмого квадрата замечен отряд сталкеров. — Севернее нас? — майор сглотнул. — Да, четыре человека. Вооруженные. Возможно, попытка прорыва через ваш блокпост. — Вас понял, брат. Необходимо увеличить численность часовых и довести до всех бойцов информацию о возможности прорыва. Конец связи. Одиннадцатый. В рации что-то пискнуло, и на небольшом дисплее цифрового устройства высветилась надпись. Сеанс связи завершен. Защищенный канал 23-91-72. — Вот и здорово! — майор глубоко вздохнул. — Прорыв! На Новый год прорыв устроить! Вспотевшими руками он провел по волосам, захлопал по карманам в поисках сигарет, сел на край стола. — Зенченко ко мне! — Вот ведь напасть! Не одно так другое! Командиру блокпоста вспомнилась дождливая осень уходящего года. Последний прорыв. Тогда он потерял половину своих бойцов. Девять человек. И ведь как глупо погибли ребята! Пришло сообщение об активности бандформирования на территории пустыря. Но никто и слушать не стал. Не верили ни сам Шифрин, ни его подчиненные, что уголовники способны атаковать блокпост. Зачем, спрашивается, им это надо? Но ведь атаковали! — Товарищ майор, капитана Зенченко нет на месте. Голос часового вывел Шифрина из ступора. — А где он, мать твою? — Так вы же сами его послали. Часовой неопределенно мотнул головой. — В пьяного мутанта. — Ну да, пьяный мутант, — майор кивнул. — Кто из офицеров на месте? — Старшина Демьяненко. Зови. 31 декабря, 23.00. Территория пустыря. Недалеко от рубежа. Зона вела его. Казалось, коварная хозяйка сама указывала путь молодому мутанту. Как будто она раскаялась. Зона поняла, что напрасно погубила одну химеру и оставила умирать под пронизывающим ветром другую. Зона пыталась искупить свои грехи. Вот только молодому зверю, бредущему сквозь буран, это было неведомо. Он рвался туда, куда не смогла довезти его мать. За рубеж. Там еда. Там нет аномалий. Там можно выжить. Химерыш продрог. Облепленный сырым снегом, он едва передвигал лапы. Делал шаг, но ветер тут же бросал ему навстречу веер острых льдинок. И все же зона его вела. Мутант осознал это, когда в метре перед ним разрядилась аномалия. Казалось, зона указывала путь. Но все еще ревел неподвластной воле хозяйки ветер. С завидным упорством хлестал он продрогшее существо. Снова и снова. Снова и снова. Со стервенением трепал черную шерсть и вместе с тем доносил со стороны рубежа гул автомобильного двигателя. Потом захрустил снег совсем рядом. Послышались голоса. Отпрыгнув в сторону, испуганный химерыш затаился, совершенно забыв о свирепом ветре. Говорившие приближались. Вскоре на фоне разрушенного заводского комплекса возникли четыре фигуры. Те самые двуногие, с которыми молодой мутант разминулся около часа назад. — Кумач, глянь сюда. Один из ведомых остановился. — Чего там? Проводник обернулся к группе. — Следы химеры, брат. — Они в глубине зоны водятся. Здесь жить не могут, — сказал, как отрезал командир. — Но следы ведь. Эта зона показывает нам путь, брат. Командир группы, которого ведомые называли Кумачом, явно торопился. Как и мутант рвался в сторону рубежа. Также во что бы то ни стало стремился оказаться у бетонной стены, когда наступит полночь. — Обрываются. — Ведомый указал на цепочку следов, заметаемую снегом. — Следы обрываются. — Значит, зона не хочет, чтобы мы попусту болтали. Быстрее, братья, у нас мало времени. Кумач махнул остальным, и группа продолжила движение. 31 декабря, 23.14. Одиннадцатый блокпост рубежа. Двое у пулемета, снайпер на вышке, еще двое на первом этаже у окон. — Да не переживай ты так, Петрович, все в порядке будет. — Ты Вовку, Коломейца, помнишь? Шифрин затушил очередную сигарету и теперь рассматривал пепельницу, будто боясь отвести от нее взгляд и увидеть лицо своего собеседника. — Помню, — буркнул Демьяненко. — Вот и я помню, Сережа. И я помню. Майор перевел взгляд на рацию, потом и глядел пустую сигаретную пачку. — И в дот еще одного с пулеметом посади, — наконец проговорил он. — Неспокойно у меня на душе. — Ох, неспокойно. Командир про сталкеров мне говорит. А ощущение такое, будто всем нам приговор зачитывает. — А когда теперь сеанс связи? — После полуночи. — Поздравлять будут начальнички, — Шифрин усмехнулся. — И чтобы всех предупредил. — Ясно? — Предупрежу. — Да не волнуйся ты так. Нормально все будет. Зенченко сейчас продуктов привезет. — Опрокинешь сто грамм. — Никакого спиртного, — оборвал реплику подчиненного командир блоквоста. — Не пить. — Это приказ. — Ладно, иди. Старшина кивнул, вышел из кабинета и плотно закрыл за собой дверь. За время короткого разговора с командиром и ему передалось беспокойство. Не беспокойство даже, а панический страх. Казалось бы, сколько таких предупреждений бывает каждый день. Ну, появились сталкеры северные блокпоста. И что? Вот стихнет буран, и над квадратом пройдут вертушки. Выкосят из сталкеров и мутантов. — Да только вертушки поднимать раньше третьего января не будут. И буря это. Черт, может, и впрямь кто-нибудь решит воспользоваться в новогоднюю ночь шансом выбраться за рубеж? — Может. — А может, и не может. Хватит себя накручивать. — Я же не колешь, Эфрин. Демьяненко глубоко вздохнул и зашагал по коридору. — Еще одного в ДОТ. Надо бы туда двоих посадить. Опытных. Старшина ускорил шаг. Промчался мимо оружейки, завернул за угол, спустился по лестнице. На ходу крикнул караульному, чтобы трубил сбор и двинулся в основной зал. Демьяненко всегда удивляла планировка основного корпуса блокпоста. Множество маленьких комнатенок на втором этаже и огромный зал на первом. — Зачем? — Ведь не банкеты же проводить. — Ведь не пепел же в конце-то концов тут собираться будет. А столы уже подготовили к празднику. Он оглядел их, расставленные в центре зала, накрытые скатертями. Потом подошел к изрыгающему помехе телевизору и покрутил усы комнатной антенны. На экране проявилось изображение, сквозь шумы пробилась мелодия карнавальной ночи. — Мир празднует! — Демьяненко усмехнулся, отключил телевизор и погрузился в раздумья. Ему вспомнился друг детства Вовка Коломеец, с которым они когда-то вместе учились в школе, вместе служили в десанте под командованием тогда еще старлея Шифрина. Помнится, когда в их размеренную гражданскую жизнь ворвался Николай Петрович, армейский командир. Вовка радовался, как маленький ребенок. Все твердил, что, если командир позовет обратно на Кавказ, без раздумий согласится. Командир позвал в Надеждинск, а потом и на блокпост. — Сережа, а медали его теперь заберут? — зазвучал в голове голос матери покойного друга. — Нет, Лидия Михайловна, медали останутся у вас. Молча Демьяненко и Шифрин садились на грузовой Руслан, молча шли по заливаемым дождем улицам Ярославля в поисках нужного дома. — Ну, чего ты молчишь? — не выдержал тогда Шифрин. — Думаешь, мне легче ей в глаза смотреть? Думаешь, мне не больно говорить его матери, что сын ее единственный, теперь двухсотый, из-за ублюдков-недомерков, решивших повоевать? — Это ты одного двухсотого сопровождаешь. А у меня их таких еще восемь человек. А потом был разговор с матерью Вовки. Разговор, который врезался в память Демьяненко, словно пуля в тело жертвы. — Медали теперь заберут. А у Вовчика еще такой орден был, Героя России. Так он его с собой брал на службу. Старшина ударил кулаком по столу. — Мир празднует. Чертовы зажравшиеся подонки в строгих пиджаках при галстуках. Им неведомо, что здесь, всего лишь в нескольких километрах от их блистающих столиц, идет настоящая война с настоящими жертвами. Им невдомек, что пока они меняют на биржах доллары и евро, тут гибнут люди. Привыкли, что их дети отдыхают на Мальте и Кипре, а чужие гибнут. Твари, сволочи. И Шифрин ничуть не лучше. Он ведь тогда даже не сообщил, что вблизи блокпоста замечены сталкеры из группировки Гриши Боровика. Ни словом не обмолвился. Поэтому осенью было так много жертв. Но сейчас это не должно повториться. Демьяненко глубоко вздохнул, восстанавливая дыхание, поглядел в сторону коридора, где уже появились солдаты. — Всем строится, — произнес он. — Слушайте приказ командира. — Тридцать первое декабря, двадцать три тридцать девять. Территория Пустыря. Недалеко от одиннадцатого блокпоста. — Курят, — тихо произнес командир легионеров, указывая в сторону блокпоста. — Забыли устав. — Ну да мы напомним. — Вольт, я тут подумал, — один из бойцов поравнялся с командиром, — ты говоришь, что у тебя там свой человек, но отдаешь приказ на зачистку. Не жалко? Мы ведь даже не знаем, кто он и верен ли он матери Зоне. — Раб сиюминутных желаний. — Ничтожество, коих тысячами губит великая матерь. Вот кто он такой. Из-за денег этот человек помогает нам. А значит, и он должен быть убит. Своими действиями он послужит Зоне, но сущность его не способна измениться и познать волю матери. — Готовьтесь, скоро начнем. — Я не о том, — сталкер отрицательно макнул головой. — Я про то, что тебе известен этот военный, но ведь волчьи правила запрещают. — Я помню волчьи правила, — легионер скривился. — Помню и не нарушаю. С военным общался не я, а кумач, тем самым искупая свою трусость перед матерью Зоной. — Так, внимание, на территорию блокпоста въехала машина. — Приготовиться. — Рихтер, фокус, ждите команды. 31 декабря, 23.39. 11-й блокпост рубежа. УАЗ въехал на территорию блокпоста со стороны внешнего мира. Двое часовых с трудом отворили ворота, попутно разгребая снег, а когда машина оказалась во дворе, вернулись створки в прежнее положение. — Не закрывайте, — выкрикнул, выглядывая из УАЗа, капитан Зинченко. — Я еще в город часа через два поеду, а то наметет, и не выберемся потом. Пусть ворота открыты будут. Бойцы закивали и принялись вновь раздвигать металлические створки. УАЗным временем остановился на расчищенном асфальтовом пятачке перед основным корпусом, и капитан кряхтя выбрался из салона. Тут же принялся застегивать куртку, полез в машину за шапкой. — Холод-то какой! — Водрузив головной убор поверх лысины, офицер глубоко вздохнул и огляделся. Уезжал он в Надеждинск за час до полудня, и за время его отсутствия блокпост неуловимо изменился. Изменилась погода, изменилось количество часовых. Хотя погода не имеет к блокпосту отношения. Эта чертова зона заметает снегом линию рубежа. И ведь всего в трех километрах западней никакой бури нет, а здесь ни черта в пятидесяти метрах перед собой разглядеть не удается. Зона, мать ее! Мать ее планеты Земля! Вот почему больше часовых? Те, что открывали ворота, вообще не должны в карауле быть, а они вон у дота стоят. Да и на основном посту не один часовой, как обычно, а двое. Капитан поднял воротник куртки и двинулся в сторону вагончика, около которого замерли двое часовых. При виде Зинченко оба вытянулись по стойке смирно, козовнули офицеру. — Чего вы снаружи забыли? Капитан потер замерзшие руки. — Приказ! Один из бойцов поморщился. — До наступления праздника пост не покидать, глядеть в оба. — В оба? — Ну, раз так, один пусть остается здесь, а ты со мной пойдешь. Надо ящики с провиантом разгрузить. Капитан кивнул в сторону УАЗа и, не дожидаясь, пока выбранный для этой работы боец отреагирует, двинулся к машине. Рядовой, явно обрадованный тем, что появилась возможность немного размяться, семенил следом. — Я тебе ящики буду давать, а ты их на кухню к ищуку таскай, понял? — Думаю, понял. Ищуку скажи, чтобы столы ставил в центре зала, иначе будет, как в прошлом году, когда пришлось спиной к телевизору сидеть. — Телевизор тут работает? — Плохо. — Буря ведь, товарищ капитан? — Да, буря. Будь она неладна, это буря. Поравнявшись с машиной, офицер открыл багажник УАЗа и оглядел его содержимое. — Ящики, коробки, кульки, кастрюли, чего здесь только не было. — Мы не живем для того, чтобы есть, а едим для того, чтобы жить, — произнес капитан Зинченко. — Философ, что ни говори, был умный мужик, раз такое сказал. — На вот, держи. Ящик шампанского перекочевал в роги часового. — За коробками кого-нибудь пришли, иначе весь наш салат так в багажнике и замерзнет. Зинченко развернулся к машине, достал из УАЗа очередной ящик, на этот раз перемотанный скотчем, глубоко вдохнул. — Мороз-то какой! — Шевелись, боец! — крикнул он вслед часовому. Поставив ящики на снег, капитан принялся вынимать из салона автомобиля завернутые в полотенце кастрюли. Немного помедлив, все же опустил кастрюли на снег и оглядел переминающегося с ноги на ногу часового, который остался у вагончика. — Откуда такое богатство? — капитан обернулся. Перед ним, ухмыляясь, стоял сержант Григорьев, которого все обитатели блокпоста шутливо нарекли Костиком. — Костя Григорьев. — Товарищ капитан, из поселка? — А? Зинченко не сразу понял, о чем идет речь. — Еда из поселка? — Из пьяного мутанта, Костик. — Так, Зинченко улыбнулся. — Так сказать, от нашего стола вашему. — Картошка, котлеты, оливье и много чего еще. Все горячее и приготовлено гораздо лучше, чем то варево, которым нас и щук подчует. Еще и водка есть. — Хорошо, — сержант кивнул. — Вот только распоряжение командования — не пить? — Что значит не пить? — Возможен прорыв сталкеров через наш блокпост. Удвоен караул и приказано никому не пить. — Вот оно что! Зинченко с тоской посмотрел на стоящий в багажнике ящик водки. — Это уже беда. — Ты вот что, Костик, бери эти коробки и тащи в здание. Поесть по-человечески нам никто не запрещал. — Тоже верно. Сержант подхватил коробку и двинулся в сторону основного здания. — Прожив, говорите, — просипел капитан, когда Григорьев оказался у двери главного здания. — Кто же это вам доложил? Опасливо озираясь, он извлек из кармана смартфон и принялся стучать по цифровой клавиатуре. Потом коснулся кнопки с надписью «Отправить». На мини-компьютере высветилось «Сообщение успешно доставлено абоненту гость». Текст сообщения «Кумач, вас ждут. Я ухожу. Будьте осторожны». Спрятав на ладонник в карман, офицер захлопнул багажник и сел в машину. Судорожно застучал по приборной панели, вывернул руль. Ждать конца перестрелки с легионерами он не собирался. Если группу «Кумача» ждут, то и его вычислить, как два байта переслать. Взревел мотор, моргнули фары, уносящиеся в сторону надеждинской машины, и все стихло. Взвал ветер, кидая острые льдинки на распахнутые во внешний мир ворота. На крыльце основного здания появились двое. «Товарищ сержант, а куда капитан делся?» — спросил один из них. «Сказал, еще ящики остались». «Не знаю, Андрюха. Может, опять в пьяный мутант рванул. За котлетами!» — отозвался второй. «Вон, ящик оставил. И кастрюли. Давай в здание занесем, пока хавчик не замерз». 31 декабря, 23.47. Недалеко от 11-го блокпоста. Зона вела его. Осознание этого факта пришло, как только стая двуногих попала в аномалию. Точнее, в аномалию попал тот, который шел последним. Хлопок, и вот людей уже трое. Нельзя было оборачиваться, но человек обернулся. Когда до линии рубежа оставалось 10 минут ходьбы, двуногий, идущий последним, обернулся и увидел химерыша. Отступил в сторону, пытаясь что-то выкрикнуть, но зона и на этот раз спасла мутанта. Заметивший химерыша сталкер не успел и слова сказать, а вокруг него уже извивались языки пламени. Многое повидал за свою короткую жизнь молодой мутант. На его глазах погибли отец и мать, сгинули в аномальных полях сестры и братья. Но то, что сделали люди, даже ему показалось страшным. Когда ввысь устремился хлыст багряного пламени и попавший в аномалию человек принялся извиваться, остальные лишь развернулись и продолжили путь. Ни слова, ни реплики, словно они знали, что их товарищ должен был погибнуть. Химерыш сделал для себя один вывод. Вожак стаи слаб и не способен управлять своими сородичами. Ведь как еще можно было объяснить такое равнодушие к судьбе попавшего в аномалию собрата? Да, спасти было уже нельзя, но ни тени, ни испуга или удивления не отразилось на непоколебимо каменных лицах. «Так хочет зона», — бросил на ходу кумач. Двуногие больше не оглядывались и не замечали одинокого мутанта, идущего по их следам. След в след двигался молодой Химерыш, не смещаясь в сторону, потому что знал, как легко может повторить судьбу сталкера, стоит лишь однажды оступиться. Он не приближался к идущим впереди двуногим, но и не отставал, сохраняя дистанцию. Люди замирали, и он замирал тоже. «Это от нашего человека с блокпоста», — услышал мутант голос кумача. Люди к этому времени миновали очередную низменность, и Химерыш едва не налетел на остановившуюся группу. Вожак странной стаи размахивал руками, показывая своим сородичам светящийся предмет, который сжимал в ладони. «Ты КПК-то спрячь, кумач, не спали нас!» «Близко мы уже», — прохрепел один из ведомых. «Что мы теперь Вольту скажем? Надо ведь его предупредить, что на блокпосте его ждут». «Надо!» — кумач согласно кивнул, коснулся пальцами экрана КПК, но вдруг замер, обратив взор к вершине холма. Посиневшие от холода губы изогнулись, глаза сузились. «Химера!» — прошептал сталкер, бросил мини-компьютер и потянулся к автомату. Черная фигурка мутанта скользнула меж опрокинутых цистерн, сваленных слева от тропы, и пули забарабанили по металлу. «Там Химера!» — вопил кумач. Он стрелял, не убирая палец, со спускового крючка, бешено сверкая глазами. «Там! Там он, сука! Стреляйте, братья!» Ведомые принялись озираться, но в круговерте беснующегося снега ничего разглядеть не могли. А потом Химерыш оказался у них за спинами. Перезарядивший свой автомат кумач, развернулся к ведомым и, не целясь, дал косую очередь в сторону мутанта, перечеркнув ею еще и своих спутников. Взревел ветер, метнулась вправо едва различимая тень, и кумач выстрелил вновь. «Сука! Сука! Убью!» Он уже понял, что только что сам расстрелял весь свой немногочисленный отряд, но остановиться не мог. Палец на спусковом крючке то и дело дергался, отточенные до автоматизма действия повторялись вновь и вновь. Сменить магазин, дослать патрон в патронник и выстрелить. «Где ты, тварь?» Казавшийся до недавнего времени невозмутимым, командир легионеров теперь бился в истерике. Он отбросил автомат, упал на колени и зарыдал. Ахимирыш улепетывал прочь. Бешено колотились в груди мутанта оба сердца, а он все бежал и бежал. От грохота выстрелов заложило уши, и подлого ветра беглец теперь не слышал. Он не понимал, что произошло, как его заметили и почему начали стрелять. Он думал лишь об одном — «Быстрее вырваться за рубеж, спастись!» 31 декабря, 23.58. Территория пустыря. Недалеко от 11-го блокпоста. От комача ничего, поинтересовался Вольт. Фокус отрицательно покачал головой. Надо начинать. Командир легионеров снял с плеча СВД, кивком указал в сторону блокпоста и покинул укрытие, в котором вместе с восемью своими бойцами ждал назначенного часа. Путь до блокпоста он просчитал заранее, кидая болты, определил места, где аномалий нет, наметил пути отхода. Все как спланировали. Группа разделилась и продолжила движение. Вскинув винтовку, командир группы сделал первый выстрел в одного из сидящих у пулемета бойцов. Второй пулеметчик коснулся плеча товарища, еще не понимая, что произошло, и тут же упал рядом сраженный метким выстрелом. «Живых не оставляйте!» – рявкнул Вольт, переместил винтовку вправо и выстрелил в часового с сигаретой, но промахнулся. Ему ответил автомат. «Ближе! Подойдите ближе!» – завопил сектант. «Братья! Я верю в вас!» Сквозь свист ветра пробился грохот еще двух калашниковых, и один из бегущих легионеров ничком повалился в снег. «Что-то не так!» – мелькнуло в мозгу Вольта. «Должно было быть всего четверо часовых. Двое у пулемета, снайпер на вышке и один у вагончика. Откуда взялись остальные? Как они успели так быстро среагировать? Или, может, группу уже ждали?» Бой тем временем переместился к самому блокпосту. Из общей какофонии автоматного огня вырывались одиночные залпы снайперской винтовки, засевшего на вышке часового, и время от времени шелестел не весь откуда взявшийся второй пулемет. «Откуда второй пулемет?» Вольт развернулся к стоящим рядом Рихтеру и Фокусу. Сектанты лишь пожимали плечами. Снова выстрелил снайпер. На этот раз Вольт увидел, как повис на шлагбауме один из его людей. «Прикончите долбанного снайпера!» – крикнул он и, вскинув винтовку, прицелился. Выстрел. Выбежавший из основного комплекса командир блокпоста рухнул замертво. Еще выстрел, и, последовавший за майором солдат упал рядом. «Где РПГ?» – взрывел Вольт. Словно откликаясь на его призыв, Рихард и Фокус одновременно вскинули гранатометы. Демьяненко споткнулся от тела командира, отшатнулся, что-то прошептал и выскочил на улицу. «Что у вас?» – крикнул он, и тут же в стену основного комплекса над его головой ударил снаряд РПГ. Старшину швырнуло на снег, а сверху забарабанили осколки фугаса и кирпичной кладки. Второй заряд из РПГ поразил вышку. Лежа под слоем бетонного крошева, контуженный Демьяненко все же слышал, как падают на землю куски жестяной крыши вышки, как вопит со стороны Дота Костик. «Сейчас, сержант! Уже иду!» Демьяненко привстал, вытер ладонью, стекающую на глаза кровь, и тут же повалился навзничь опрокинутой тяжелой бронебойной пулей. Второй пулемет не замолкал. Обосновавшиеся в Доте бойцы уже успели срезать четверых сектантов, пытающихся пробраться к главному зданию, и теперь не давали остальным легионерам поднять голов. «Прикройте меня! Я за рацией! Нужно сообщить о прорыве!» выкрикнул Григорьев и, пригибаясь, побежал через двор. Пулемет за его спиной грохотал не умолкая, а потом разом стих и он, и автоматы сектантов. Добежавший до середины двора сержант обернулся, и только теперь до него донесся грохот взрыва. Из Дота вырвались языки пламени. Зона вела его. Оставив позади спятившего двуногого, Химерыш бежал к рубежу. Грохот выстрелов и взрывов был слышен впереди, но мутанта это уже не волновало. За рубеж. Только туда. Взбежав на очередной холм, он замер. Всего лишь в трехстах метрах перед ним пылал огонь, пахло паленым мясом. Надо туда. Надо. Химерыш побежал. По глубокому снегу он добрался до дороги, ведущей к блокпосту, скользнул под шлагбаум и замер. Прямо перед ним стоял человек в сером комбинезоне. На мертвенно-бледном лице застыло не то изумление, не то страх. Несколько секунд они смотрели друг на друга. «Меня Вольтом зовут», робко произнес сталкер. Мутант не реагировал. Его желтые глаза внимательно следили за каждым жестом двуногого. «Ну...» Вольт улыбнулся, глядя на мутанта. «Иди с миром, брат. Я не желаю тебе зла. Не сегодня. Не в этот день». Химерыш фыркнул, оскалился. Он все еще не понимал, чего хочет этот странный двуногий. «Иди!» Сталкер указал в сторону ворот, ведущих во внешний мир. «Ты ведь этого хочешь?» Мутант перевел взгляд со странного человека на беснующуюся за рубежом бурю, принюхался и только после этого опрометью бросился к воротам блокпоста. Проскользнул за ограждение и еще долго мелькало черное тельце на освещенном огненными всполохами снегу. «Ушел!» Легионер облегченно вздохнул. «Спасибо тебе, матерь Зона!» Он запрокинул голову, глядя в черное беззвездное небо. «Ты свободен, брат! Ты свободен!» Сталкер вновь глубоко вздохнул. «И я свободен!» От собственных слов ему стало не по себе. «Матерь Зона не простит таких речей!» «Зона!» «К черту Зону! К черту братство двуногих волков! Легион!» Сектант отбросил в сторону винтовку, снял шапку и часто-часто задышал. Впервые за долгие годы он дышал не во имя клочка аномальной земли. Просто наслаждался тем, как морозный воздух щекочет ноздри, как пощипывает щеки. «К черту Зону!» повторил Вольт. «Один раз живем!» Он оглянулся на горящий блокпост, заметил, как у шлагбаума Рихтер добивает одного из часовых и зашагал вслед за Химерой во внешний мир, в мир живых. Где-то в основном корпусе шипел опрокинутый телевизор и сквозь шум помех пробивалась мелодия праздничной песни. Щелкнула рация. «Прием, одиннадцатый! Что у вас там? Ответьте брату! Прием, одиннадцатый! Ответьте брату!» В паре километров от блокпоста Химерыш остановился, чтобы перевести дух. Лег на снег, мелко дрожа, и вдруг заметил идущего прямо на него двуногого со стреляющей палкой. Человек направлялся в зону. Мутант подпрыгнул, когда двуногий приблизился на расстояние атаки, зарычал, принялся рыть снег мерзнущими лапами, как делал когда-то отец. Но человек не бросился прочь. Он лишь спокойно стоял, глядя на Химерыша, и мутант вдруг различил во взгляде двуногого ту непоколебимую силу, животную мощь, какую он видел в глазах лишь одного существа. Отца. «Замерз?» спросил человек на своем странном языке. Но Химерыш понял его и перестал разгребать снег, прижал уши. «Меня зовут Монгол», продолжал бесстрашный двуногий. «Идем со мной», и поманил мутанта за собой, совсем как вожак, совсем как отец. Глава вторая Месяцем ранее Окрестности Болот Для сталкера по прозвищу Батрак минувший август обернулся большими потрясениями. Тогда его, одного из лучших бойцов группировки «Анархия», отправили к торговцу Харитону за важными бумагами. «Дело анархистов до бункера торговца несколько часов пути. Для опытного сталкера с хорошей экипировкой пару пустяков сходить в лагерь новичков и вернуться». Батрак был опытным, прекрасно знал, где проходят охотничьи тропы мутантов, где обитают бандиты распоясывшегося Лени Декана. Поэтому обойти все опасные места и знакомые аномалии Батрак мог, что называется, с закрытыми глазами. Никого себе в попутчике он брать не хотел, поэтому «Вот вечно ты один да один, но дело за вхоз, выдавая сталкеру бронекостюм. А кто молодняк учить будет? Ты вот можешь без прикрытия пойти туда и обратно, а салажата за первые аномалии полягут». Батрак лишь отмахнулся, дескать, не мое дело. Он вообще считал сталкеров этакими умалишенными ребятами, каждый из которых сам за себя, и даже нашивки клана у них на камуфляже мало о чем говорят. Отрезок пути до лагеря новичков сталкер преодолел без приключений. Несколько раз совсем близко от человека проходили псевдопсы, поворачивали к Батраку уродливые морды, скалились, правда, нападать не решались, видя в средоточии металла и плоти серьезную опасность. Возле железнодорожной насыпи за Батраком увязался Мимикрим, смертельно опасный мутант с длинными щупальцами и мощными когтистыми нелапами даже ручищами. Вот только мутант никогда не решился бы напасть на человека в одиночку. Отпугнув его одиночным выстрелом, Батрак перебрался через пути с вставшим на вечный прикол составом из девяти товарных вагонов и уже через час был в бункере торговца. Харитона Батрак недолюбливал. Этот толстый, небритый дядька казался ему нелепой карикатурой на себя самого. Батрак тоже начинал торговцем в городе Надеждинске на границе зоны, но потом все-таки подался в зону, решив, что гнить в коморке, продавая самоубийцам оружие и броню, это слишком. Харитона такие мысли, кажется, вообще не посещали. На меня сегодня напали. Говнюк какой-то забрался в бункер, сообщил торговец. Не хочешь пойти охранником? Батрак молча принял из рук толстяка документы, отрицательно мотнул головой. Ну и ладно, все равно скоро грызун со своими лешими вернется. С ними спокойнее. Батрак ушел, оставив Харитона наедине со своими страхами. Его немного насторожила новость о нападении, и сталкер решил идти осторожно, не пересекаясь по пути с незнакомцами. Всякое бывает в зоне. Перестраховываясь, сталкер двинулся обходным путем, чтобы не возвращаться по собственным следам. Так уж было заведено. Под мостом, где проходила единственная тропа, его ждал неприятный сюрприз. Там дежурил военный патруль. С армейскими у анархии сложились непростые отношения. Некоторые офицеры были со сталкерами приветливы, другие же открывали огонь без предупреждения. Перекинув автомат за спину, Батрак медленно двинулся к военным. «Стой, кто идет?» раздалось со стороны моста. «Анархия, мать порядка», отчеканил Батрак давний пароль, надеясь, что патрульный помнит договоренность со сталкерами пропускать анархистов, назвавших кодовые слова. Вышедший к сталкеру военный довольно хмыкнул, отозвался «Хаос, отец порядка, проходи». Батрак все так же медленно, чувствуя на себе пристальные взгляды солдат, двинулся по тропе. «Чередов, капитан, ты что ли?» спросил он, не доходя до офицера. «Здорово, Батрак», злышно отозвался тот и подошел ближе. «Как оно?» «Да потихоньку, работаю, доставляю корреспонденцию, иду, думаю, если там кто другой, пристрелит нафиг». «Другие могут», согласился капитан, «а мои ребята помнят договор с анархистами». «И на том спасибо». Батрак махнул офицеру на прощание и двинулся дальше, слыша за спиной «Шимшук, ты куда целишься, баран?» «Хорошо все-таки, когда вокруг тебя нормальные, адекватные люди». Поговорили и разошлись краями, хотя военные по инструкции должны задерживать сталкеров, а сталкеры, по банальной логике, убивать военных. Но ведь не работает эта простая истина. Могут жить рядом вояки с рубежа и сталкеры из глубин зоны. Нужно лишь найти общий язык, распределить обязанности сторон. С Чередовым и его непосредственным начальником, майором Вениаминовым, договориться оказалось просто. Сталкеры обещали не нападать на армейские колонны, которые солдаты гоняли по зоне туда-сюда с одной им ведомой целью, а те, в свою очередь, согласились не отстреливать сталкеров. Взаимовыгодные сотрудничества. И никого не пришлось убивать. Батраку на мгновение подумалось, что теперь-то проблемы позади. Но именно в этот момент совсем рядом раздался хищный рык мимикрима, а потом послышался громкий окрик. «Эй, братишка!» Батрак обернулся на голос, вскидывая оружие. Картина, представшая перед ним, поражала своей сюрреалистичностью. Посреди асфальтового полотна дороги стоял недавний мимикрим, а рядом человек в балахоне. Странный незнакомец адресовал свой окрик вовсе не Батраку, а мутанту. Мимикрим, как и положено одинокому мутанту, заворчал, иритировался, поняв, что перевес сил не на его стороне. Батрак и его нечаянный спаситель познакомились. Парни звали Макс. Через тридцать минут, когда мутант напал вновь, на сей раз решив во что бы то ни стало растерзать сталкера Батрака, Макс вновь пришел на помощь и одолел мутанта, нависшего над анархистом. В общем, если бы не этот Макс, мимикрим бы меня порвал, закончил свой рассказ Батрак и обвел сталкеров торжествующим взглядом. Они втроем сидели возле жарко дышащего костра на опушке осеннего леса. В нескольких километрах шипела аномальная стена, за которой, если верить слухам, таилась легендарная проклятая топь, клондайк артефактов и рай для сталкеров. Помимо Батрака у костра устроились двое. Высокий крепыш в легком камуфляже сидел, положив на колени видавший виды автомат с изодранным измочаленным прикладом. Второй был полной противоположностью. Низкорослый, странные черты для снайпера. Как зовут сталкеров, Батрак понятия не имел. Этот молодняк ему навязали для обучения. Решили, что рейд с опытным сталкером будет полезен для новичков. Не мудрствуя, Батрак нарек длинного первым, а полноватого вторым, объяснив, что ему наплевать, кто эти двое, потому как после совместного рейда он забудет об их существовании навсегда. Батрак второй выложил перед собой пакеты со спецпайками и обвел их жестом шеф-повара «Угощайтесь!» Сталкер взял один из пакетов и надрезал краешек герметичной упаковки. Саморазогревающийся гарнир и галеты из армейского рациона пахли так, что сталкер невольно причмокнул. Давно он не ел нормальной пищи. «Благодарствую!» Батрак второй заискивающе взглянул на рассказчика и протянул ему фляжку. Вот и рейд подходит к концу. Скучно и грустно. И некому пулю пустить. Ирония, конечно, но новичкам наверняка все представлялось иначе. Они думали, что матерый сталкер, взявший их с собой, поведет необстрелянных юнцов в бой с мутантами. Да утки! Батрак просто привел их к мрачно поскрипывающему ночному лесу и аномальному полю, развел костер и принялся травить байки. Мутантов в этих краях не водилось уже давно по невыясненной никем причине, так что при мизерной опасности сидение у костерка было лучшим времяпрепровождением для всех. Может, еще чего рассказать? Батрак вернул фляжку и аккуратно свернул опустошенный пакет в трубочку. Расскажите! Первый сгреб остальные пакеты в рюкзак и теперь пристально смотрел на рассказчика. Ну, Батрак помедлил, будто отыскивая в памяти наиболее интересную историю и, наконец, проговорил заговорщическим тоном. Это было по осени, года два назад. Мы с двумя сталкерами доставляли в научный лагерь на озере оборудование, которое с вертолета не туда сбросили. Но вы знаете, что такое окрестность озера? Со стороны аномальных полей более-менее нормальный берег, но если идти отсюда, от этого самого леса, будет большая низменность, переходящая в болото. Жуткое место, я вам доложу. Когда военные после появления зоны строили тут научный лагерь и копали тоннели, всю технику бросили, согнав на берег. Не прошло и пары месяцев, как все в округе затопило и машины ушли под воду. Строительные техники тогда потеряли немерено. Экскаваторов, тракторов, грузовиков. И все было хорошее, рабочее. Как потом выяснилось, что-то намудрили с расчетами при строительстве подземных лабораторий. Что-то там с выемкой грунта. И подземные воды, и вода из озера. Батрак кряхнул. Короче, затопило изрядный кусок территории. Вот туда то и приземлился наш контейнер. Грузы на янтарь доставлять дело прибыльное. Толстолобики из большого лагеря за этот груз нам собирались заплатить приличные для того времени деньги. Ящик, который нам надо было доставить, полоумные снабженцы из-за рубежа его вообще не в том квадрате сбросили. Промахнулись на несколько километров. Но это по прямой несколько, а в обход болота целый день идти. Да еще зомби кругом. Мы, значит, нашли место, которое этим самым маячком помечено. Смотрим, а ящик в высоту два метра в ширину полтора и весит, будто там танк разобранный. Мы его втроем от земли еле оторвали, пронесли эту штуковину в научный лагерь нести подрядился и говорит, можно этот ящик по болоту переправить. Как так, спрашиваю? А он и говорит, над веревками его перевязать и по крышам машин затопленных до самого озера тащить, как по полозьям. Мы со вторым сталкером прикинули, какое расстояние нам с этим барахлом на горбушке придется преодолевать, и нам так тоскливо стало, будто мы на открытом месте перед выбросом остались. А через болото идти страшно, над ним вечно туман, и те, кто пытался по крышам затопленных машин пройти, уже не возвращались. Но идея-то хорошая. И решили мы отправить одного из нас в этот туман, чтобы он дорогу разведал. Жребий мне выпал. Беру я, значит, оружие и туда. Чуть не сорвался в воду, а сталкеры мне кричат «Не убейся раньше времени». Я по крышам ржавым пошел. Главное, думаю, не оступиться. Датчик аномалии чуть ли не материться, показывать, что по обе стороны от меня смерть. Шаг в сторону порвет, как тузик, ту многострадальную грелку. Ну, я иду. Прошел около километра и увидел берег. Я-то думал, что это насыпь, которая отделяет болото от озера. Выскакиваю на землю, пританцовываю, и тут меня как током ударило. По насыпи проходит дорога, по которой военные иногда колонны проводят, а тут ничего. Ковыль в пояс и тишина такая, как будто кто-то все живое вокруг передушил. Туман хоть глаз выколи. Думаю, если я не по прямой буду идти, а в сторону, то заплутаю. Пошел вперед. Минут десять топал, начали появляться из тумана какие-то здания. Не научный лагерь, а кирпичные и панельные дома, все полуразрушенные. А потом под ногой что-то хрустнуло. Я глаза опускаю, а там человеческие скелеты. Один, другой, ржавые гильзы кругом, оружие лежит заржавевшее. Видно, что эти ребята погибли тут никак не меньше полугода назад. Мясо местные хищники растаскали, да костей обглодали, а оружие никто не забрал. Выходит, не было после них тут ни одного человека, который автомат унес бы. Я напугался так, что и не передать словами. Идеру оттуда. Когда вернулся, меня сталкеры расспрашивать начали. Говорят, четыре часа меня не было. Нет, отвечаю, я максимум час там ходил. А они говорят, мол, уже и ждать перестали, думали погиб. Я им тогда про скелеты и оружие рассказал. Мы это дело обмозговали и решили по берегу ящик тянуть. Батарак замолчал. И что, дотянули? Нет, он покачал головой. Зомби шальной из гранатомета жахнул и все оборудование по округе разбросало. А что это за здания были, перебил его второй. Может, заброшенный поселок радостный? Да радостного отсюда часа два ходу, слишком далеко. До научного лагеря тоже не близко. Считаю, это проклятая топь. Я думал, это легенда. Второй восторженно смотрел на Батарака. Может, и не легенда. Но я туда больше ни разу попасть не смог. Дважды пробовали с мужиками пройти, но каждый раз приходили к насыпи у озера. Наверное, зона не хочет, чтобы я туда попал. Батарак поднял с земли корявую ветку, пошевелил угли, разрослевшего пламени ему почудились неясные фигуры в лесной чаще. Мужики, у нас гости, тихо скомандовал сталкер, но салажата ничего не поняли. Вскочили, схватились за оружие, и тут же со стороны зарослей грянул выстрел. Ствол небольшой рябины справа от Батарака разлетелся градом мелких щепок. Сталкер сбил с ног второго и искренне порадовался реакцией первого, который сам рухнул в траву и откатился к деревьям. Батарак попытался вычислить позицию стрелка, но это ему не удалось. Между деревьев замелькали тени, извивающиеся в отцветах костра. Оба новичка к этому времени заняли относительно удобные позиции, но стрелять не торопились. Раздался второй выстрел. Теперь совсем рядом. На этот раз Батараку удалось поймать в перекресте прицела человека с автоматом. Нападавший старался держаться в тени деревьев, а, заметив, что сталкер вычислил его позицию, попытался уйти с линии огня, но не успел. Пуля настигла его в тот момент, когда нападавший поднимал оружие для очередного выстрела. Эхо винтовочного залпа заметалось от дерева к дереву, наполняя подлесок грохотом. В этом шуме сталкер расслышал несколько пистолетных выстрелов, после чего зашелестел автомат первого, выплевывая свинцовые порции в темноту. Отрывисто одиночными стрелял второй. Сам батрак не тратил пули понапрасну. Как успел понять сталкер, он ранил одного из нападавших. Теперь выстрелы смолкли, и сталкеры услышали шуршание палой листвы по другую сторону от их укрытий. Мужики, разойдемся краями, попытался разредить обстановку батрак. В ответ прилетела длинная очередь, и сталкер вынужден был спрятаться за стволом дерева. В это же время на границе освещаемого костром пространства возникла человеческая фигура. Неизвестный с автоматом выстрелить не успел, проворный первый стяганул его длинной очередью, выпростов до сухого щелкания бойка весь магазин Калашникова. Пули нашли свою цель. Грузная фигура подстреленного незнакомца качнулась и рухнула в просвет между деревьями. Молодец, молодой. Хорошая реакция ключ к выживанию в зоне. А вот второй что-то затих. Батрак, пригибаясь, прошелся кустами вдоль догорающего костра, боясь самого худшего. Но второй был жив, сидел в яме от вывернутого с корнем дерева и мелко трясся. Выписав парню пощечину, Батрак зло процедил. Возьми себя в руки или погибнешь. Второй энергично закивал, поднял с земли залепанной грязью у корот и передернул затвор. Так-то лучше. Справа! крикнул совсем рядом первый. Справа от кого? Батрак совсем потерялся в мешанине цветов и звуков. Лес вокруг крутился волчком, временами расцветая с полохами выстрелов. Тень мелькнула за чистоколом елей. Сталкер резанул очередью, но это не принесло результата. Он увидел, как человек в тяжелом защитном костюме повалился в траву, уклоняясь от пуль. Заметив, что Батрак прижал цель, первый дважды выстрелил в плотную траву. В ответ громыхнуло несколько одиночных. Первый, не давай ему высунуться, рявкнул Батрак проворному пареньку, а сам принялся спешно перезаряжать автомат. Второй, прикрой меня! Второй, твою мать! Он мельком обернулся в сторону недотепы и обмер. Второй стоял на коленях, а за его спиной, прижав к горлу парня широкой лезвии ножа, возвышался здоровяк в камуфляже. «Бросай пушку!» скомандовал он тихо и властно. Но добровольная сдача оружия была равносильно самоубийству. В глазах второго читалось «Пожалуйста, не надо!» И Батрак сдался. Медленно опустил автомат, положил его на траву. «Мотивации, чтоб ее!» «Пусть второй перестанет стрелять!» «Хорошо!» «Первый!» «Бросай оружие!» «Нас взяли!» С минуту со стороны костра слышались голоса. Потом появился растерянный безоружный первый, а за ним мужик лет сорока, высокий, крепкий, с пугающим мертвым взглядом. «Мужики, может, правда, разойдемся?» Вновь принялся играть в дипломатию Батрак. «Ты моего бойца завалил!» все так же тихо сообщил человек, держащий нож у горла второго. «Вы первые начали стрелять!» не выдержал второй, проявив наглость, которую Батрак от него не ожидал. «Или глупость!» «Рот закрой!» Человек с ножом обвел взглядом присутствующих, потом скомандовал. «Север!» «Пусть хватают баллон вместо убитого и тащат!» Любитель стрелять одиночными кивнул и саданул первого приклада между лопаток. «Пошел!» Сталкер неловко шагнул к Батраку. «Только без глупостей!» шепнул ему опытный товарищ по несчастью. «И молчите у меня!» предупредил незнакомец с ножом, отпуская второго. Троих обезоруженных анархистов погнали через лес к лежащему между замшелыми соснами покойнику. «Берите груз!» скомандовал человек с ножом, указывая на небольшой газовый баллон, стоящий рядом с покойником. Первый и второй легко подняли груз за приваренные к нему ручки, и Батрак прочел надпись, тянущуюся по стальному боку похожего на самого баллона «Белый дым!» Тихоголосый незнакомец ножом срезал с пояса мертвеца ремень с несколькими подсумками, повесил себе на плечо. В последний раз с тоской поглядев на товарища, скомандовал «Вы двое, тащите баллон! Ты идешь рядом! Если вздумаете бежать, пристрелим тут же!» «Поняли!» Первый и второй загивали, а Батрак вдруг неожиданно для самого себя спросил «Вы нас убьете?» На его вопрос ответил Север «Если не будете тупить, то выживете!» «И черт вас дернул в эту глухомань соваться!» «А так, вон оно что вышло! Пересеклись дорожки!» И двинулся между деревьев. Минут через десять новички совершенно потеряли ориентиры, а Батрак начал подозревать, куда их ведут. До появления зоны в этих лесах располагался небольшой, компактный поселок Радостный, который потом обживали мутанты и утюжили армейские вертолеты. В итоге из всех строений уцелел разве что двухэтажный детский сад, по задумке строителей, поставленный в Кедраче, за чертой поселка. Вроде бы уцелели и склады, которые и вовсе стояли в трех километрах к северу. Правда, туда сталкеры никогда не ходили, уверенные, что со складов вернуться живыми нельзя. Ходили байки, дескать, там находится легендарный проклятый топ с полями артефактов и жуткими мутантами-сторожами. Впрочем, у сталкеров везде проклятые топи. Куда они боятся сунуться? И такая отговорка. Нет, туда я не полезу. Там, наверное, проклятые топи. А вот двое камуфлированных явно не боялись сталкерских страшилок. Шли через лес уверенно, без всяких датчиков. Батрак за время пути разглядел их внимательно и сделал для себя неутешительный вывод. Случайные знакомцы прекрасно подготовлены, ориентируются в лесу, как у себя дома, а значит, бежать не имеет смысла. Если даже они с новичками рискнут и помчатся через лес, что потом? Налетят на аномалии, попадут на клыки мутантам. Неважно, без оружия в зоне верная смерть. Освещая путь мощными фонарями, люди в камуфляже вели их в неизвестность, и выбора не было, оставалось следовать за ними. Еще через несколько минут в темноте мелькнула почти человеческая фигура. Но это был не человек. Батрак ясно различил свисающие до самой земли передние конечности. «Мимикремы!» просипел он, указывая направление, в котором стоило посмотреть. Теперь увидели и остальные. Существо и не думало скрываться, двигаясь почти демонстративно. «Север, смотрим в оба!» рявкнул второй камуфлированный вскидывая автомат. «А вы продолжайте идти!» Сталкеры повиновались. Одинокая, сгорбленная фигура с непропорционально длинными ручищами приближалась, то исчезая за деревьями, то появляясь вновь, и вдруг окончательно пропала, растворившись в темноте. Куда он пропал? «Север» бессмысленно водил стволом Калашникова из стороны в сторону. Теперь и его напарник, до тех пор не разделявший его страха, начал опасливо озираться по сторонам. Внезапно «Мимикрим» показался совсем близко, и Сталкеры открыли огонь. Поляну окутал едкий порховой дым. В белом шлейфе на мгновение проступила оскаленная морда мутанта с извивающимися по змеиному ротовыми присосками, после чего снова исчезла. «Север» выстрелил наугад, одиночным, но противник оказался слишком проворным. Серая тень извернулась, и мутант ударил Сталкер в живот. Удар был такой силы, что «Север» на несколько секунд потерял ориентацию в пространстве. Он увидел, как странное создание, рывком переместилось к напарнику и услышал истошный вопль. Обернулся, но его тут же сбил с ног второй мимикрим. В лицо Северу пахнуло мускусом, а потом тело пронзило боль. «Бежим!» крикнул новичкам батрак, не дожидаясь кровавой развязки, ухватил за ремни, выроненные камуфлированным автоматы первого и второго и рванул с места. Молодые Сталкеры не отставали. «Знаешь, кто это был?» задыхаясь, спросил второй, когда они остановились перевести дух. «Мимикримы», пояснил батрак, передавая один из автоматов первому. «Потом обсудим, что произошло». «Сейчас надо бежать, пока они нас не нагнали. Эти придурки разворошили гнездо мутантов». Оба Сталкера устремились вслед за наставником, а лес позади уже полнился шорохами и хриплым рычанием. «Куда?» прокричал первый, когда они внезапно выбежали из леса на широкую метро двести просеку. «Дай-ка соображу». Батрак завертел головой, пытаясь понять, где они очутились. «Так, если бежать влево, то мы выйдем как раз к складам. Вправо аномальные поля. Я там бывал». «Куда?» испуганно взвизгнул второй, оставшийся без автомата. «Прямо», решительно скомандовал Батрак и побежал, спотыкаясь о пни к недалекому леску. Он лишь единожды обернулся, чтобы оценить обстановку и понял, что лучше бы не делал этого. На просеку хлынула волна мутантов, двадцать, а то и тридцать морд. «Живо!» подгоняя остальных, выкрикнул сталкер и больше не оглядывался. Выглянувшая из-за туч луна осветила маячащий впереди лес, и сталкеры с ужасом воззрелись на вереницу серых силуэтов, выросших будто из-под земли. Бежать было некуда. Истоли мутанты напоминали людей, вот только поблескивающие на фоне неясных очертаний глаза выдавали в них представители совсем другого вида. Несколько минут они смотрели на троих сталкеров, после чего с десяток существ медленно двинулись навстречу сталкерам, огибая аномалии. Не сговариваясь, Батрак и первый открыли огонь. Стреляли метко и кучно. С визгом несколько мутантов повалились на траву и принялись извиваться в предсмертной агонии, но остальных это не остановило. Они все так же спокойно шли на врагов. В солнечном советском детстве Батрак любил смотреть исторические фильмы, где две армии сходились в кровопролитных схватках, а офицер кричал, чтобы они не ломали строй. Тогда он не мог понять, зачем солдаты подставляются под пули и, вопреки всему, маршируют как заведенные. Честно говоря, он и сейчас считал эту тактику глупой. Но теперь в сознание проникла невероятная идея. На секунду он представил, что на него идут никакие не мутанты, а солдаты в одинаковых мундирах. И он ждал, пока в перекрестье прицела попадет офицер, самый матерый мимикрим. А сзади также неотвратимо двигалась другая волна мутантов, с каждым метром сокращая дистанцию. «Они нас порвут!» истерил второй. Батрак его не слушал. Он выцеливал вожака. Наконец, вперед вырвался рослый мутант, утробно зарычал, и все мимикримы, как один, ответили грозным рыком. Батрак выстрелил. Реакция противника была незамедлительной. Мутант уклонился от пули и прыгнул вперед, словно подброшенный на трамплине. Сталкер растерянно глядел на существо, пытаясь представить точку приземления. В этот момент все прочее ушло на второй план. И вопящий что-то второй, и рычащие монстры. Остались только он, непристреленный автомат и движущаяся мишень. Все замерло. Даже сердце замедлило стук, и сталкер нажал на спусковой крючок. Пуля ударила в грудь мимикрима, и мутанта отбросила к общей массе сородичей. Выстрел был определенно удачным, но в данных обстоятельствах это никак не влияло на происходящее. Батрак развернулся на 90 градусов и побежал по просеке в сторону складов, между сходящихся справа и слева живых волн. Где-то позади отрывисто ухнул автомат первого и смолк. Батрак надеялся, что обоим сталкерам хватит ума последовать за ним. Луна скрылась за тучами, и сталкер бежал в кромешной мгле. Но пугала не темнота, а медленная неотвратимость, с которой мимикримы двигались за ним. В голове Батрака созрел безумный план. Он вдруг вспомнил, как до появления зоны работал на складах водителем больше груза. Там, на территории, располагались два корпуса, до которых ему и новичкам сейчас ни за что не добежать. А вот бункер наследие советских времен находится за территорией, в него можно попасть и намертво закрыть створку, так что мутанты подавятся стальной пластиной в палец с толщиной. «За мной! Оба!» не оборачиваясь, крикнул Батрак и резко взял вправо. Лишь бы на пути не попалась аномалия. Лишь бы! А еще бункер! Что стало с ним за годы, прошедшие после появления зоны? Прежде там хранили продукты, пользуясь тем, что в подземелье было сухо и прохладно. Что если дверь прикипела намертво и ее не удастся открыть? Бежать на территорию в небольшой пристрой к первому корпусу, где тоже есть подпол с надежным винтовым механизмом? Нет. До территории складов добежать не удастся. Пробежав еще с полсотни метров, задыхающийся сталкер различил небольшой, около метра, бетонный кожух бункера, выступающий над поверхностью земли. Когда-то на территории складов была советская военная база, но в 90-е ее раздербанили, а торгаши из Радостного облюбовали бывшие ангары и казармы под хранилища товаров. Но бункер еще мог послужить не для хранения скоропортившихся фруктов и овощей, а для спасения человеческих жизней. Батрак распахнул внешнюю легонькую дверь, приделанную торговцем-арменом в 99-м, схватился за штурвал механизма внутренней, стальной двери. Тот, на удивление, легко поддался. Сталкер ошалело глянул на бегущих следом первого и второго. Парни, молодцы, не отставали. «За мной!» — крикнул он, распахивая дверь в пропитанной плесенью спасительный бункер. Конструкция была сорвана с петели. Под напором дверь крякнула и повалилась вовнутрь с оглушительным грохотом. Гул разнесся над просекой и территорией складов, словно эхо далеких выстрелов, и мутанты, привлеченные звуком, внезапно ускорились, побежали к троим обреченным. Внутри усеянного гранитной крошкой коридора была еще одна дверь, судя по всему, надваренная совсем недавно. Металлический лист надежно перекрывал доступ в дальнейшее помещение. — Не пройдем, — констатировал Батрак, оглядываясь на черный провал вывороченной двери, лежащей штурвалом кверху. — Мы в ловушке. От этих слов у первого все внутри похолодело, а второй явственно представил, как в бункер врывается голодная стая и начинается неравный бой. В том, что так и будет, он почти не сомневался. Но вместо страха сталкера захлестнула обида. — Почему так? Почему сейчас? Он ударил ногой в лист металла и дверь чуть заметно сдвинулась. — Что это? Шутка старушки зоны или кто-то забыл запереть дверь? Батрак отстранил удачливого новичка, надавил плечом. Дверь распахнулась. — У нас сегодня день открытых дверей, — изумился он. — Заходим, мужики. Пахнуло сыростью и чем-то приторно-сладким, отчего желудок тут же попросил освободить его от сегодняшнего ужина. Натянув на лицо защитную маску, Батрак шагнул в темноту, новички двинулись следом. Светя карманным фонариком, он обнаружил справа от входа электрораспределительный щиток и понялся щелкать тумблерами. Чем черт не шутит? Вдруг сталкеры устроили в этом бункере убежище, наладили свет. Батрак не раз слышал об умельцах, которые могли запитать генераторы от аномалий или артефакта, потому не слишком удивился, когда с гудением включились лампы под потолком и робкое свечение окутало зал. Сталкерам открылось огромное помещение с несколькими столами партами в центре. Бункер напоминал бетонный короб и старые компьютерные стрелялки. Нерастерявшиеся новички в последний момент захлотнули дверь перед мордой огромного мутанта. Мимикрим взвыл и принялся колотить в стальную пластину, но это было бесполезно. Теперь жертвы оказались в недосягаемости. Мутант еще несколько раз ударил кулаком в дверь, после чего поспешил вернуться к сородичам. Осторожно, словно по минному полю, сталкер прошел по залу и замер, глядя на сводчатый потолок. Там был прикреплен небольшой предмет округлой формы, напоминающий измазанный черной краской камень. Осторожно! Тут ловушка! Батрак указал на потолок, где крепился камень. Что это? Запрокинув голову, спросил первый. Коловрат. И что это такое? Этот артефакт удаляет воспоминания. Прошел под ним и будто не жил последние пару часов. А попутно вызывает опухоли, так что давайте-ка снимем его. И зачем он здесь? Подал голос второй. А черт его знает. Сталкер оглядел стол с кучей разбитых склянок и гильз разного калибра, которыми был усеян и полкомнаты. Наверное, здесь хранили что-то важное, о чем входящие не должны были помнить, покидая бункер. Или хранят до сих пор, раз артефакт висит на своем месте. Первый кивнул и присел на корточки, копаясь в ворохе бумаг, разбросанных по полу. Там были какие-то отчеты, бланки, квитанции на выдачу продуктов и много другого. Внимание сталкера привлекла красная пластиковая папка скоросшиватель. Он аккуратно выудил ее из общей массы и открыл. «Полковнику межведомственного управления рубежа Вениаминову», прочитал первый. «От командира группы снабжения». «Может, тут документы хранились важные или хранятся до сих пор?» Батрак поморщился. «Вряд ли. Артефакт охраняет то, что находится за ним, то есть где-то в той половине бункера». «Посмотрим?» Сталкер выпросительно поглядел на старшего товарища. Батраку нравился его настрой. Молодой анархист быстро реагировал при появлении опасности и ясно мыслил. Словом, был хорошим сталкером. «Сперва снимем эту штуковину». Батрак придвинул к стене один из столов и, взобравшись на него, принялся откручивать винты креплений. Вскоре все металлические скобы были благополучно отогнуты, и сталкер аккуратно положил артефакт в подсумок, обернув специальной тканью. «Вот теперь пошли». Он бросил короткий взгляд на стальную дверь, изредка сотрясаемую ударами извне, и нетерпеливо шагнул к скрытому помещению. Странный запах шел именно оттуда. Но не это, а состояние замка удивило сталкера больше всего. Кодовое устройство было выломано, причем по всему было видно, что стальную переборку вышибали изнутри. В зоне вообще бывает всякое, но чтобы третья дверь подряд оказалась открытой, совпадений в зоне нет, гуляла от сталкера к сталкеру не весть откуда взявшаяся Максима. Есть лишь неявные закономерности. В зоне все взаимосвязано. Чем не объяснение? Зацепив стволом винтовки дверь, сталкер потянул ее на себя. Створка поддалась с трудом. Чувствовалось, что открывали ее нечасто. Свет в комнате не горел, а там, где должна была располагаться лампа, что-то недоброе искрило. Но и без источника света батрак смог разглядеть обстановку небольшого зала. Вдоль одной из стен выстроились в ряд четыре автоклава. Второй от начала был перевернут, и его содержимое вылилось на пол. От этой непонятного цвета жидкости и исходил удушающий запах. Остальные три автоклавы были целы. Подняв фонарь над головой, чтобы видеть всю панораму, батрак перешагнул через лужу и оказался в центре зала. Только теперь он разглядел человеческие фигуры, плавающие в заполненных жидкостью колбах, и вздрогнул от омерзения и неожиданности. В первом автоклаве лежал человек лет сорока, темноволосый, крепкий. В третьем молодой, смуглый парень. Обитателя четвертого взглядеть сразу не получилось, слишком далеко от входа стоял его автоклав. Чтобы увидеть незнакомца в колбе, батраку пришлось наступить в склизкую массу, отчего вспомнилась одна и единственная на очень уж неприятная история с аномалией холодец. Фонарь дрогнул, освещая лицо человека за стеклянным куполом. Сначала батрак не узнал его. Тонкие черты, впалые щеки, сеточка морщин на сморщенном старческом лице. Вроде бы этот дедок был ему смутно знаком, но дыхательная маска мешала рассмотреть внешность пленника достаточно подробно. Внезапно человек в колбе открыл глаза и батрак вздрогнул. Он узнал его. Также этот человек смотрел на него в научном лагере несколько лет назад, когда батрак, новичок совсем, такой же зеленый сложонок, как первый и второй, пришел продавать артефакты. На тощем лице стало больше морщин, глаза ввалились еще сильнее, на темени проросла лысина. Твою ж мать! Сталкер отшатнулся, вляпываясь в склизкую жижу обеими ногами. Стоящие у дверей зала новички спешно подхватили его. Вы это видели? Голос батрака дрогнул, он указывал на четвертый автоклав. Что там? Это профессор Дугин, тот самый пропавший ученый, которого в прошлом году искали по всей зоне. Первый и второй переглянулись. Они наверняка не слышали прежде про Дугина. Да и откуда двум саложатам знать о великом ученом, который внезапно исчез из научного лагеря и, по слухам, теперь работал на хозяев? Вы его не знаете, отмахнулся батрак. Но то, что он жив и что мы его нашли, это чертовски странное совпадение. Говорят, в зоне нет совпадений, как по писанному выдал второй. Есть лишь неявные эти самые закономерности. Ну да, верно. Объясняющее все Максима. Батрак решительно шагнул в основной зал, прочь от лужи, пахнущей жженым сахаром. И в этот момент технический люк в полу приоткрылся, из него показалась грязная рука с разводным ключом. Север, почему так долго? Зло произнес неровный фальцет. Давайте сюда баллон. Батрак мыском ботинка приподнял крышку, откинул ее и нацелил на технический люк дуло автомата. А ну, влазь оттуда, рявкнул он. В прямоугольнике люка возникла чумазая, небритая и озадаченная морда. Наверх! Живо! Поддержал старшего товарища первый. Вслед за мордой показалось массивное туловище в прорезиненном комбинезоне. А где север? Спросил неизвестный, как только второй вытащил его из лаза за шкирку. Корей глаза толстяка в испуге метались из стороны в сторону, словно ища спасения. Мертв. А ты кто такой? Незнакомец нервно хохотнул. Вот ведь надо сообщить в лагерь. Черт, черт, черт! Как же мы без белого дыма? Хенера ведь уйдет! Встряхни его, скомандовал батрак. Второй силой тряхнул толстяка за плечи, и тот вдруг прекратил причитать. «Говори, кто ты?» угрожающе прошипел анархист. «И что тут вообще происходит?» Воцарилась тишина. Было слышно, как капает вода с оцаревших перекрытий, настырно бьет в запертую дверь неугомонный мутант. Толстяк смотрел то на батрака, то на двух молодых анархистов, словно соображая, стоит ли рассказывать им обо всем, или же разумнее держать язык за зубами. «Я сталкер», протянул он «А те двое, север и второй, кто они?» «Тоже сталкеры?» Толстяк кивнул, помешкал пару секунд, потом выпалил. «Они из братства». «Что за братство? Легион?» «Нет, из братства ветра». «Дети матери зоны». «Сектанты», сплюнул батрак, «и ты тоже из их числа». «Не идейный, я просто техник, слежу за коммуникациями, меняю питательную смесь». Снаружи бункера что-то тяжелое ударилось в дверь и стальной лист мелко задрожал. «Есть другой выход из бункера». Толстяк потупился. «Ну, если не скажешь нам, погибнем вместе, когда мутанты ворвутся». «По техническим коммуникациям можно проползти в лагерь братства». «Вот что техник», принял решение батрак. «Там в одном из автоклавов лежит профессор Дугин, хороший человек и великий ученый. Сейчас ты поможешь нам вытащить его, а потом все вместе уйдем через коммуникации. Согласен?» Напуганный толстяк кивнул. «Тогда бегом, спас от человека. И заодно расскажи, кто остальные». «Адепты», техник пожал плечами. «Воины зоны, ее дети». «Один уже ушел, автоклав пустой». «Человек без лица». «Да, он ушел. Вчера». Техник засеменил к комнате с автоклавами следом за анархистами, после чего, словно дирижер оркестра, начал водить руками по многочисленным рядам кнопок на боковых панелях автоклава. Потом подошел к капсуле Дугина и попытался открыть крышку, отчаянно дергая за металлическую ручку. «Сколько он пролежал так, без еды?» поинтересовался Батрак, помогая сдвинуть дверцу. «Без еды?» Техник укоризненно посмотрел на него. «Мы каждую неделю меняли питательный раствор в автоклавах, чтобы поддерживать жизнь в этих людях. Так что без еды он не оставался. А электричество?» «Под землей есть мощный генератор», техник пожал плечами. «Здесь когда-то работали неплохие спецы». Они вместе потянули за ручку, скрипнули петли, и дверца автоклава нехотя начала подниматься. Странная жидкость вылилась в особый сосуд, приделанный к автоклаву сбоку. «Маску не снимайте», предупредил техник. «Может быть кислородный шок». «Это как?» не понял Батрак. «Он пока здесь был, дышал особым составом, и резкий переход на дыхание смесью с большим содержанием кислорода может пагубно на нем сказаться». «Понял». «Когда он был внутри этой штуки, то смотрел на меня». «Подождать надо несколько минут, потом все будет в норме. Вы ему что-нибудь попить приготовьте. Лучше спирт». Батрак шелкнул пальцами, указал на второго, который тут же протянул ему плоскую фляжку с нацарапанной надписью «Дети свободы». «Детский сад». «И пафоса хоть отбавляй». «А почему именно спирт?» «Чтобы организм быстрее в нормальном режиме заработал», предположил Батрак. «Угу». Техник кивнул. «Вывод продуктов жизнедеятельности у него через трубки шел специальный». Он указал на странные устройства, напоминающие скорее панталоны. «После этого, знаете, как плохо бывает, как будто тебя в аномалии месяц крутило». Анархисты вновь закивали. В этот момент профессор Дугин открыл глаза. Веки дрогнули, и ученый что-то прошептал, но так слабо, что ничего расслышать не удалось. «Он в норме?» забеспокоился Батрак. «Относительно», техник покачал головой. «Главное ведь...» Он замер на по условия, словно услышал что-то. Сталкеры тоже услышали. Как содрогнулась тяжелая дверь бункера, захрустел мнущийся металл. «Они прорвутся!» крикнул первый и выбежал в главный зал. Тут же громыхнул выстрел, и тяжелое эхо разнеслось по бункеру, ударяя по барабанным перепонкам. Зарычали прорвавшиеся монстры. Батрак вбежал в зал как раз вовремя. Он полоснул очередью по двери, и два мутанта рухнули посреди коридора, преградив путь остальным. А остальных было достаточно. Живая волна мимикримов нахлынуло на тело павших собратьев, и вскоре новые особи вырвались из коридора. Батрак опять нажал на спусковой крючок, выпуская короткую очередь. Первый тоже не терял времени. Он методично отстреливал мимикримов, заваливая их телами оставшийся проход. Если бы мутанты встретились со сталкерами на открытом пространстве, анархистам ловить было бы нечего, но в узком коридоре, ставшем их фермопилами, они собирались повоевать. «Патроны скоро закончатся», крикнул Батрак. Первый откликнулся, «Будем бить прикладами». Они медленно отходили к двери, ведущей в зал с автоклавами, а мутанты продолжали напирать. Один из мимикримов прорвался через груду тел, нелепо растянулся на полу в коридоре и начал было подниматься, когда первый подбежал к нему и, что было сил, саданул прикладом по голому черепу. Мутант вскинулся и обмяк. Второй удар пришелся в лоб мимикриму, пытавшемуся последовать примеру собрата. «Сюда, живо!» позвал Батрак молодого сталкера и дернул дверь на себя, но стальная створка осталась недвижима. Кто-то держал ее с противоположной стороны. «Второй, а та преддверь!» крикнул сталкер, понимая, что если они с первым не войдут в зал, то мутанты сомнут их, сомнут и опустошат как бутылку с газировкой. «Первый, твою мать, ко мне!» Молодой анархист бегом пересек зал и тоже вцепился в ручку двери, потянул на себя. Батрак тем временем выпустил в мутантов последние пули. «Не поддается!» в панике взвизгнул парень. «Кто-то держит с той стороны!» Они потянули дверь первого налетели сразу два мимикрима. Один из них то и дело пропадал из виду, а потом вновь материализовывался из воздуха. Он и достал ловкого, крепкого парня, пока тот бил прикладом второго мутанта. Налетел и ударил здоровенной лапищей по шее, после чего сталкер внезапно сделался мягким и безвольным, словно плюшевая игрушка. Батрак, которого зажал в дальний угол матерый мимикрим, видел все происходящее, но спасти парня уже не мог, самому бы уцелеть. Выставив перед собой автомат, он пытался оттеснить мутанта, тянущего к горлу жертвы свои ротовые присоски. В последний момент, когда сил на сопротивление уже не оставалось, Батрак выпустил автомат и поднырнул под лапу мутанта. Мимикрим ткнулся мордой в угол, заворчал и начал медленно оборачиваться. Батрак тем временем прыгнул на один из столов, оттолкнулся ногами от лакированной поверхности, ухватился за висящие под сводчатым потолком скобы, оставшиеся после снятия оттуда артефакта калаврат, подтянулся и зацепился ремнем за наиболее прочную стальную скобу. Внизу бесновались мутанты, подпрыгивали, силясь достать человека, и достали бы, если бы не мешали друг другу. Мимикримы успокоились минут через пятнадцать, когда у Батрака не осталось сил держаться наверху. Тогда дверь в зал с автоклавами открылась, и из него начали один за другим выходить люди. Сначала голый и мокрый крепыш из первой капсулы, медленно, будто сонный, вошел в толпу мимикримов и тут же был сбит с ног. Потом показался второй, он тоже едва передвигал ногами, и Батрак понял, сталкер попал под воздействие какого-то мутанта. Быть может, вожак мимикримов обладал телепатическими способностями или на него накинулись оставшиеся мимикримы четыре или пять. Третьим шел обитатель другого автоклава, молодой парень. Он шагнул в сторону от двери и вдруг ожил, взгляд приобрел осмысленность. Внезапно поняв, где оказался, парень завопил, и мутанты, не занятые в трепезе, ринулись к нему. Лишь после этого в основной зал вышли профессор Дугин и техник. Они словно не замечали мутантов, на их глазах разрывающих человеческую плоть и присасывающихся огромными ротовыми присосками и щупальцами к венам и артериям людей. Мутанты тоже не замечали странную парочку, так были увлечены поеданием своих жертв. «Что с Химерой?» спросил Дугин, когда они с техником вышли в центр полного мутантов зала. «Север и Шалман погибли, белый дым они принести не успели. Сбежала Химера, но она не вернется». Не в том беда. Лицо Дугина вдруг сделалось хищным, острым, как у мутанта. Химера была важным козырем в моей беседе с Монголом. Это же его Химера, та самая, которую он спас прошлой зимой на рубеже. Иванову стольких сил стоило ее поймать. «Мы найдем другую», тупо отозвался техник. «Да не нужно другую. Где тот сталкер, который меня узнал?» «Его съели, наверное». «Не хочу услышать, твои, наверное». Дугин оскалился. «Никто не должен знать, что я жив». «Никто». Он запрокинул голову и увидел висящего под потолком человека. «Здравствуйте, профессор», только и сумел произнести батрак перед тем, как у него заломило затылок и в голове раздался тихий властный голос. «Теперь ты мой. Пойдем в лагерь». Глава третья С утра в зоне шел снег. Тяжелый, влажный, липнущий к одежде и оружию, и территория зоны, которую в ясные дни можно было обозревать с наблюдательных вышек на многие километры, оказалась скрыта за белой стеной. А за стеной бетонной, на седьмом блокпосту рубежа, где я когда-то начинал с зеленым летехой, суетились бойцы в кажущемся нелепом городском камуфляже. Со стороны города Надеждинска, вплотную примыкавшего к стене, отделяющей аномальную зону от мира живых, подошли два бронетранспортера на платформе Армата, хищные, с резкими гранями, новенькие, как натертая бляха. Затем на территорию блокпоста влетел забугорного производства броневик. Непонятно почему, но офицеры рубежа любили разъезжать именно на таких, то ли французских, то ли немецких машинах, и плевать хотели с высокой колокольни на более надежные и проходимые тигры. Но они почти золотопогонники новой эпохи, им можно. С брони ближайшего к блокпосту БТРа соскочили четверо бойцов в таком же с иголочке, как и их броня-камуфляжа. Бодро вбежали на территорию и обступили офицерский броневик. Иди твою мать, усмехнулся командир пулеметного расчета. Длинный парень лет двадцати с лицом густо обсыпанным веснушками. Это чё это за птица важная? Гусь с рубежа поддакнул второй пулеметчик. Тем временем на выскобленный до бетона двор влетел грузовик, из которого как горох сыпанули вооруженные люди. Вылез и названный гусем офицер. Невысокий, мордатый, но с квадратной челюстью и громким басом. На рубеже с некоторых пор громкий бас заменял офицерам знания военной тактики. Кричать они были гораздо. Где командир отметки? Вашу мать! Да я его! Отметками на рубеже прозвали блокпосты. Неизвестно доподлинно, то ли солдаты начали их так называть, то ли офицеры, но отметки стали общеупотребительным понятием, как, впрочем, и язвенники, которых сталкеры всегда звали зомби. Армейский сленг, ничего не попишешь. Поругавшись для порядка, офицер дождался таки командира блокпоста, о чем-то с ним переговорил и направился к основному корпусу, а спустя 10 минут на КПК всем бойцам упало сообщение об общем сборе. Оставив часовых на постах, солдаты потянулись к зданию. На первом этаже, в зале, громко названном залом заседаний, уже заседали человек 20 матерых головорезов, приехавших с офицером. Дождавшись пока немногочисленный контингент отметки рассядется, командир блокпоста тоном профессионального конферансье объявил «Товарищи солдаты и офицеры, поприветствуем генерала Валерия Дмитриевича Стеценко!» По залу прокатился удивленный шапоток. Прежде офицеры рангом выше майора на отметку не забредали, разве что после осеннего инцидента, когда в здании случилась перестрелка между сталкерами. После этого бывали и майоры, и полковники, громко кричали, топали ногами и в итоге усилили блокпост двадцатью пятью бойцами и двумя пулеметами. Генерал, к тому же заместитель руководителя рубежа, навещал их впервые. «В общем, так, мужики», обведя взглядом бойцов, без предисловий начал офицер. «Через два часа на отметке состоится встреча с информаторами из числа сталкеров. По личному распоряжению командования рубежа вы должны в течение получаса погрузиться в машины и покинуть отметку. Все, включая старшего офицера. Через три часа личный состав блокпоста должен будет вернуться на свои позиции. «Всем ясно?» «Вопросы есть?» «Можно?» вскинул руку конопатый пулеметчик. Стеценко кивнул. «Товарищ генерал, а кто будет осуществлять контроль над блокпостом в наше отсутствие?» «Другие бойцы!» генерал неискренне улыбнулся. «Пятнадцать минут вам на сборы, воины!» «Бегом!» Когда солдаты вышли, Стеценко ухватил командира блокпоста капитана Калинина за рукав. «Останьтесь, капитан!» «Информатор вам знаком!» «Это спам!» Бойцы в новеньком камуфляже, которые должны были заменить его солдат, явно не были простыми контрактниками, как большинство на рубеже. Это Калинин понял, несколько минут понаблюдав за четкими скупыми движениями людей Стеценко и рассмотрев их экипировку. «Почему мои солдаты не могут остаться?» спросил он, когда они со Стеценко вышли на улицу под противный липкий снег. «Строгая секретность!» генерал пожал плечами. «Готовятся важные операции! Никто не должен раскрыть личности наших информаторов!» Капитан поморщился. «Странная схема секретности, товарищ генерал! Теперь мои ребята всем раструбят про вашу важную встречу!» «Пусть хоть каждому в Надеждинске расскажут!» усмехнулся генерал. «Главное, чтобы не увидели спама и двух других гостей!» «А мои ребята будут молчать как рыбы! Я им за это и плачу!» Теперь все встало на свои места. Со Стеценко приехали вовсе не военные, а бойцы частной военной компании, которой прежде, до начала службы на рубеже, руководил Валерий Дмитриевич. Калинин помнил, какой разгорелся скандал, когда руководителем вновь созданной организации рубежа стал легендарный генерал-майор Константин Заречный, прославившийся руководством ополченческими батальонами в одной из мятежных республик. Вдвойне шокированы были обыватели, когда в заместители себе Заречный позвал отставного офицера генштаба, подавшегося на вольные хлеба и создавшего частную военную компанию в Восточной Европе. Но эти двое вернулись в строй и возглавили сильнейшую военно-разведывательную организацию в мире, чтобы защищать этот самый мир от порождений зоны. — Все сделано, — отрапортовал худощавый боец, подбежав к идущему через двор Стеценко. — Камеры наблюдения отключены, глушилка поставлена, спутники нас не увидят, излучатель надежно прикрыл. Генерал кивнул. — Вот что капитан, произнес он тихо и вкратчиво. — Побудь со мной, пока я буду говорить со сталкерами. В случае необходимости, разумеется, если сам посчитаешь нужным, убеди их сотрудничать. Это важно для всех. Ты поймешь. Вскоре к воротам блокпоста с внешней стороны подошли трое. Калинин и Стеценко наблюдали за ними с крыши основного корпуса. Ворота открылись, и несколько автоматчиков обступили гостей. С Пама Калинин узнал сразу. С этим легендарным сталкером они когда-то пересекались в научном лагере, где спам спас капитана от верной гибели, и не один раз. — А двое других? — спросил Калинин, наблюдая в бинокль за тем, как пришельцев обыскивают с помощью металлоискателей. — Дезертир Александр Журавлев, он же сталкер Жура, — пояснил Стеценко, и лидер Леших, сталкер Инквизитор, он же считающийся погибшим майор спецназа Косарев. Калинин присвистнул. — Вот-вот, все трое, как ты понимаешь, у армейских не в фаворе. Косарева давно считали погибшим, и пусть считают дальше, от этого всем только польза. Спама недолюбливают из-за того инцидента в научном лагере на озере, но Журавлева только ленивый не обвинял в атаке на этот блокпост прошлой осенью. Правда, на деле все трое замечательные ребята и могут быть нам полезны. Идем, поможешь поддержать разговор. С этими словами Стеценко принялся спускаться по внешней металлической лестнице, Калинин полез следом. В здание они вошли, когда трое сталкеров уже сидели в удобных креслах офицерской комнаты. Не утруждая себя приветствиями, Стеценко плюхнулся в крайние и сообщил. — Блокпост чист, если вы переживаете. Не работает ни единый жучок. Мои люди все удачно глушат. Персонал также не помешает. Все бойцы сейчас вне блокпоста. Так что разговор будет непростой, но уж точно конфиденциальный. Со мной пришел капитан Калинин. Вы можете его помнить. Сталкер спам обернулся, увидел стоящего в дверях Калинина и махнул ему рукой. — Я не люблю устраивать кипиш по пустякам, продолжил Стеценко. Найти вас в зоне, собрать всех вместе и убедить прийти сюда было непросто. Но дело важное. — Что вы слышали про секту Ветер? Первым ответил на вопрос высокий широкопречий инквизитор, он же Косарев. — Полоумные изверги, которые едят человечину и зомбируют пленных, чтобы те становились такими же. — В целом верная характеристика, кивнул Стеценко. — Вы все меня прекрасно знаете, так что не буду ходить вокруг да около. — Нужно уничтожить секту, ударить один раз, но так, чтобы ни одна гадина не убежала. — И ты предлагаешь, инквизитор хмыкнул, — Прошу, их должны уничтожить сталкеры, чтобы рубеж был ни при чем. — А что вдруг? — Удивился сталкер Жура. — Раньше воинсталкеры много операций в зоне проводили. — Ключевое слово «ранше». После осенней бойни на блокпосту, когда сталкеры схлестнулись между собой, а попутно поубивали военных и мирных жителей, военные сталкеры вне закона. Теперь я не могу отправлять их или своих людей и ЧВК на операции в зону. Строго следят. Комитет матерей там, руководство из Москвы. Если хотя бы один человек погибнет в зоне, все, это будет для меня последний день в должности руководителя оперативной части рубежа. — И вы хотите руками сталкеров уничтожить секту, уточнил спам. — А что? Вы все равно рано или поздно их прищучите. Лучше чтобы рано. — Я передам разведданные, выдам необходимые снаряжения, безвозмездно. Только убейте их. Эти твари уже переполошили всех. Недавно один из ветровцев забрался на двенадцатый блокпост и попытался загрызть часового. Порвал парню сонную артерию. Едва спасли. Разведданные от этого сектанта злоусмехнулся, догадливый спам. — От него. Мы его били-то не сильно. Так, током пару раз шваркнули, чтобы подливка потекла. Он все и выложил. Про их лагерь, про лидера своего, грешника. — Ну, так как? — Беретесь? Сталкеры молчали, переглядывались. Калинин, стоявший до этого момента истуканом, понял, что настала его очередь говорить. — Мужики, эти сектанты беда для всех. Кроме вас их никто не уничтожит. Вы же герой, парни. Первым рассмеялся инквизитор, за ним спам, ничего не понявший сталкер жура лишь кивнул. — Хорошо. Так начинаются большие путешествия и судьбоносные события. Ты говоришь «хорошо», и маховик раскручивается, события нанизываются одно к одному на нить твоей судьбы, случайности оказываются скрытыми закономерностями. Я сталкер жура, в прошлом военный сталкер, капитан Александр Журавлев, а ныне дезертир, обвиняемый в гибели многих хороших людей. Минувший год для меня явно не задался. Весь он, с появления в моей жизни профессора Анатолия Шилова, с идеей пойти туда не знаю куда, на поиски легендарного скорбящего камня, до сегодняшнего «хорошо» был наполнен событиями, порой горькими, порой страшными и почти никогда радостными. Если вкратце, то я облажался во всем, в чем только мог облажаться. Любить вашу душу. Профессор Шилов, с которым мы отправились на поиски скорбящего камня, погиб, а вместе с ним мои друзья, отряд военных сталкеров, с которыми я бок о бок бился с мутантами и сектантами лес через аномалии. Умер и друг юности Мишка Верещагин. Умер страшно. И все они отправились на тот свет по моей вине. Разумеется, я не жал на спусковой крючок, чтобы мозги Верещагина расплескались по маленькой кухоньке, не толкал под пули профессора Шилова. Я лишь настырно шел к благородной казалось цели. Зла в мире много, потому что большинство плохих поступков совершают хорошие люди, уверенные, что поступают во благо. Так сказал мне мутант Мора, живущий на болотах. Мутант. Он понимал подлую сущность человека многим лучше, чем сами люди. Я же, как слепой котенок, старался поступать правильно, не считаясь со средствами. Порой средством к достижению цели были людские жизни, которыми я жертвовал легко, не задумываясь. Чего же я добился? Когда сталкер инквизитор вывозил меня из-под обстрела в крайний последний говорить не принято раз, я поклялся, мерилом для меня станет человеческая жизнь. Если я могу спасти человеческие жизни, то сделаю все, что требуется. Если же могут погибнуть люди, подумаю и, скорее всего, откажусь от этой затеи. Когда люди генерала Стеценко нашли меня в лагере группировки Пепел, а вместе со мной двух легендарных сталкеров Спама и Монгола, я испугался. Испугался, что меня в очередной раз обвинят в дезертирстве, в гибели боевых товарищей, но генерал оказался умнее или же хитрее, чем я предполагал. Он, я в это верил, понял, что военный сталкер капитан Журавлев ни в чем не виноват и бежал в зону, скрываясь не от военных, а от загадочных хозяев. «У генерала есть к тебе разговор», сказал пришедший в лагерь человек. Он назначил встречу, на которую пригласил меня, сталкера Спама и лидера леших инквизитора. «Это может быть подстава», прокомментировал тогда происходящее Монгол, легендарный сталкер с почти животным чутьем. Военные могут попытаться поймать Журу таким образом, а вместе с ним Инка, который наверняка засветился на камерах видеонаблюдения, когда вытаскивал парня с блокпоста. Решили подстраховаться. Монгол и трое парней инквизитора Грызун, Фрегат и Харек ждали нас у бетонного забора рубежа, предварительно заложив у стены мощный фугас. В том случае, если бы нас все же взяли, прогремел бы взрыв. Военным оказалось бы недопленников, поднялась бы суматоха, в которой... Да кого мы обманывали? Если бы нас схватили, не было бы никаких шансов выбраться. Но Стеценко оказался человеком слова, и наша встреча прошла честно и доверительно. «Хорошо», сказал я тогда. «А почему нет?» кивнул спам, и лишь Стеценко, то на капитана Калинина, который, как я потом узнал, был хорошо знаком со спамом, но своими внезапными репликами ничуть не убедил Инка. «Какая выгода военным от того, что не станет сектой?» наконец выдал Леший. «Я отчитаюсь, что сталкеры провели операцию под моим руководством», улыбнулся Стеценко. «Вы же хотели правду знать?» «Где находится их база и сколько там человек?» «Территория бывших складов поселка Счастливого недалеко от озера. Это место, где ты до появления зоны тренировал свой спецназ, Леня». Инквизитор от такого обращения переменился в лице. «Хорошо, Валера», проскрепил он, стараясь оставаться невозмутимым, «только в память о нашей дружбе и о нашем покойном друге Косареве». «С вас экипировка на семерых, разведданные», поняв все, заявил Инг. Генерал согласно кивнул. «Капитан Калинин вам выдаст». Когда мы выходили с территории блокпоста, провожаемый настороженными взглядами солдат, генерал вдруг хлопнул грозного инквизитора по плечу и яро слышал «Я рад, что ты жив, Леня. Лучшая новость за последние месяцы». Обещанные разведданные не обрадовали скорее о задачере. Их оказалось так мало, что те из нас, кто был знаком со спецификой работы разведки рубежа, засомневались в их достоверности. Если Стеценко и впрямь вел разработку секты, то у него должно было оказаться на руках много больше, чем тоненькая папка «Скросшеватель» с 17 страницами текста. «А что мы знаем о секте?» спросил спам, когда я высказал свои сомнения. «Да ничего не знаем. Разве что наслышанные, мол, живут невдалеке сектанты, которые поклоняются матери зоне, едят человечину и мучают пленников, заставляя жрать себе подобных. Но и об этом мы не узнали бы ни встретим и со сталкером зверем». И я сдался. Ладно, пусть так. Пусть разведка рубежа работает из рук вон плохо, а Стеценко хочет нашими руками вытащить из огня все каштаны. Пусть. Главное, чтобы переданная информация не оказалась пустышкой. Укрепленный лагерь, 10-15 сектантов с легким стрелковым вооружением, вот и весь расклад, не считая координат объекта. Экипировку инквизитор содрал свояк знатную. Себе новенький экзоскелет из легких сплавов, в котором мог при желании даже немного пробежаться. Остальные получили бронежилеты, камуфляж и даже термобелье по размерам дотошно записанным инкам. «Я уже не в первый раз вот так собираюсь людей оружие и обмундирование, обещая отдать», втискиваясь в узкие штаны с прорезиненными вставками, сообщил Монгол. «Его, смурного и непредсказуемого, наш немногочисленный отряд единогласно выбрал командиром. Даже опытнейший инквизитор, согласно кивнул, правильно, Монгол лучшая кандидатура». Выдвигаться решили на следующее же утро. Зачем оттягивать неизбежное? Перед выходом Хусаинов завел привычный для него «Парни, уходите сейчас, если не уверены, что оно вам надо». Я понимал, почему идут многие из них. Не все, но многие. Монгола задевал тот факт, что на земле существуют подобные ветровцам мрази. Инк тоже был романтиком с автоматом и стремился избавить мир от зла. Харек верным оруженосцем всюду следовал за инком. С грызуном тоже все было более-менее понятно. Он несколько месяцев назад струсил и не выполнил приказ инквизитора, в чем теперь раскаивался и старался искупить вину. Фрегата и спама я не понимал совершенно. Зачем им все это? Предполагал, что вечно насвистывающему песенку паранойя Фрегату попросту было нечем заняться, и он искал развлечения на грани. А спам? До знакомства с ним я и подумать не мог, что это и есть легендарный сталкер, нашедший проход на проклятую топь, считавшуюся в сталкерской среде практически мифом. Там, на топе, они с монголом на пару разделали под орех так называемых хозяев, некую тайную группировку, которая, собственно, теперь мстила нам всем. Если бы я не знал о заслугах спама, то решил бы, что он типичный неудачник, худощавый, вечно подслеповато щурящийся. Что ему делать в нашей компании? Но внешность обманчива, к тому же я был искренне рад, что он оказался с нами в этом непростом рейде. Карта, составленная людьми генерала Стеценком, позволила понять, где же находится лагерь секты, и почему сталкеры за годы существования этого братства умалишенных не изничтожили сектантов. Как оказалось, секта обосновалась недалеко от поселка Радостный, разрушенного через несколько недель после образования зоны. Поселок давно зарос молодыми деревцами, которые за 9 лет вымахали так, словно прошло 20. В этот лес, где меж деревьев иногда попадались руины домов, разбомбленного военными поселком, сталкеры старались не соваться. Слишком жутко меж старых сосен и крепких молодых елочек, кленов и берез смотрелись полуразвалившиеся, почерневшие от давнего пожара руины поселка. Сектанты оказались не столь пугливы, а потому без проблем заняли территорию бывших складов, располагающуюся в нескольких километрах от уничтоженного поселка, глубоко в лесу. От объекта, сообщил капитан Калинин, принесший нам разведданные, идет широкая просека. Разведка, как я понял, предполагала, что просека дело рук сектантов. То есть сектанты ее проложили. Просека появилась до появления зоны, а позже не зарастала из-за аномалий, пояснил Калинин. Так что даже не думайте подходить с той стороны. Лучше всего подобраться со стороны леса. Монгол принял карту из рук капитана, долго рассматривал, потом ткнул в красную точку с надписью ДС. Это что такое? Детский садик. Калинин покопался в папке с бумагами и выудил оттуда несколько фотографий, сделанных, по-видимому, до появления зоны. Садик был в стороне от поселка, в лесочке, поэтому уцелел. Правда, когда образовалась зона и первые зомби поперли в поселок Радостный, находившиеся там дети погибли вместе с воспитателями, сообщил молчавший до этого грызун. Калинин кивнул. Да, страшные были события. Об этом, кстати, в книжке потом написали. Как там она? Зона, как она есть, вроде. Мы переглянулись. Книга, о которой говорил Калинин, с некоторых пор была самой читаемой и обсуждаемой в окрестностях зоны. В ней некий писатель по фамилии Шаров рассказывал о том, как появилась зона, как бежали люди из поселка Радостного и как маленький поселок Надеждинск стал форпостом защитников здешних земель, разросся до города. Противно было, что писатель Шаров не имел о зоне совершенно никакого представления. Суть сталкерской жизни он видел в романтических приключениях и благодаря этому горе писаки, весьма убедительному, кстати, множество молодых парней и девушек кинулись в зону на поиски лучшей жизни. Большинство из них, конечно же, погибли, но писатель Шаров сделал свое грязное дело, заработал деньги на проданных экземплярах книги и растворился. Исчез. В общем, здание детского сада может использоваться сектантами в качестве опорного пункта. Меньше часа ходьбы до базы, в глуши, так что и его проверьте. Мы с этой стороны и зайдем, кивнул Мангу. По поводу территории складов есть точные данные, какие там постройки, укрытия и прочее. Не густо. Калинин вновь покопался в папке с документами и взвлек очередную фотографию. На снимке с эмблемой социальной сети однокурсники в правом нижнем углу был изображен мужик в рабочей одежде. Это взятые соцсетей. Снимок сделан до появления зоны и он единственный, на котором вы можете увидеть, что там было. Вот тут, он ткнул пальцем за правое плечо сфотографированного мужика, виден забор. Высота метра два с половиной, может и меньше. Стандартные плиты. А здесь, палец переместился влево, можно увидеть два корпуса. Первый одноэтажный, большой, скорее всего, там располагались складские помещения, разбитые на отдельные секции. Второй, тот, что ближе, ангарного типа. Он виден на снимке плохо, но здание очень большое. Собственно, это все, что я могу вам рассказать. Тоже мне разведка, презрительно фыркнул фрегат. Две фотографии из однокурсников и пара листков с предположениями. Сектанты, возможно, там, они, возможно, едят людей. Калинин ничего не ответил, лишь пожал плечами. А инквизитор подвел итог. Лучше, чем ничего. К ночи снег прекратился, и когда мы выдвинулись из базы группировки пепел, небо было ясное, светила луна, и, если запрокинуть голову, можно было считать звезды до самого утра. Так хорошо они были видны. Это к морозу, шмыгая носом прокомментировал фрегат. Сука, уже холодно. Когда зарумянился рассвет, наткнулись на мутантов мимикримов, голые тела которых были не приучены к морозу. Тощие серые фигуры тряслись от холода. Изможденные существа метнулись к нам через глубокий снег, яростный рыча, но хорек ловко вскинул свой винторез и одного за другим уложил всех троих. Лучший следопыт и снайпер зоны, как-никак. — Зима все-таки хорошее время, — пояснил следопыт, вешая винтовку на плечо. — Половина мутантов передохнет от мороза, вторую половину мы перещелкаем. Они ведь на холоде медленными становятся, уязвимыми, в снегу увязают. Фрегат, идущий рядом, хмыкнул. — Мы тоже. И хорек замолчал, поняв, что сталкер прав. Люди в теплой одежде, бредущие по снегу, идеальные мишени, неповоротливые, замерзшие. Вот в позапрошлом году зимой было минус два, принялся вспоминать грызун. — Помнишь, инк? Лидер леших буркнул что-то невразумительное. — А теперь, не унимался сталкер, вторую зиму хладрыга. Может, зона нас всех хочет заморозить до смерти? Ему не ответили. Каждый думал о своем, готовясь к неминуемой перестрелке с сектантами. Наверняка многим хотелось развернуться и уйти прочь в теплый бар пепровцев, где лысоватый бармен нальет беленькое и поставит на стол тарелку с нарезанным салом, зубчиками чеснока, а рядом маленькую плошку с горчицей. Мне, во всяком случае, очень хотелось обратно. В порыве радостной злости я вместе со всеми рванулся разбираться с сектантами, но теперь радость поутихла, здравые мысли требовали возвращаться и жить. Мне было страшно. Страх и тревога, оба идущих рука об руку чувства, усилились, когда мы вышли к опушке могучего соснового леса. Где-то справа территория могильника, слева озеро, прихваченное литком с закраек, связкой водой и снежно-ледяной кашицей на поверхности. Направо пойдешь, коня потеряешь. Лучше уж направо или налево, чем вперед, туда, где я в бытность свою сталкером не был ни разу. Внимание, мужики! Монгол, идущий первым, развернулся к группе. Сейчас каждый наденет гарнитуру для связи. Переговариваемся четко, без разглагольствований грызуна и шуточек фрегата. Ясно? Лес тянется километров на пятнадцать. Мы могли бы обойти, но я понятия не имею, как пройти через аномальные поля справа, а слева, по взявшемуся льдом болотцу, опасно вдвойне. Провалишься и камнем на дно бочага. К тому же с озера может подползти всякая гадость, вроде блуждающих трамплинов. Поэтому идем через лес. К зданию детского сада мы должны выйти к вечеру. Идем аккуратно. Когда стемнеет, фонари закрываем светофильтрами. Аномалий в лесу полно, так что у каждого на запястье должен быть закреплен детектор аномалий. Ясно? Мы согласно закивали, и Монгол махнул рукой, сигнализируя о начале движения. В лесу оказалось намного теплее. Ветер, пронизывавший нас на открытой местности, не мог пробиться через густо сплетенные, залепленные влажным снегом кроны сосен, расшибался от часто стоящей стволы. Снега здесь оказалось немного, едва по щиколотку, поэтому идти было не так тяжело, как предполагали. Большую часть пути преодолели до полудня. Аномалии нам не встретились ни разу. Около четырех часов набрели на медвежью берлогу. Харек и инквизитор жестами показали, что лучше обойти медвежью спальню по дуге. Любить вашу душу? Всегда думал, в зоне нет медведей, изумился я. А куда они денутся? Ну, не знаю, пожалуй, плечами. Может, мутанты всех съели. Зайцев съели, подтвердил Харек. Глухарей всех сожрали еще прошлой зимой. А медведи, волки и лисы остались. Оленей, кстати, еще много в этих лесах и лосей. Мимикримы их не трогают? Мимикримы вообще только человеческой плотью питаются. Или свиной. Кабанов они ловят и пьют. Я поежился. А псевдопсы? Эти все, что движется, готовы сожрать. Но в лес редко забираются, махнул рукой Харек. В основном в могильнике и в заброшенных деревнях живут. Это же мутировавшие собаки, они к дому тянутся, хоть их предки и одичали в зоне. К тому же олень или лось для них слишком большая добыча. Слушать Харька можно было бесконечно. Он говорил о зоне увлекательно и ярко. За месяцы, прошедшие с памятной перестрелки на блокпосту, мы со сталкером сдружились, и он частенько рассказывал мне о повадках мутантов, о сталкерских кланах. Рассказывал то, что я за годы сталкерства и службы военсталом не смог узнать. Теперь же новые откровения. Миновав берлогу, мы еще несколько часов шли через лес, пока в сумерках не различили впереди ржавый забор из панцирной сетки. Пришли, послышался в наушнике голос Монгола. Это детский сад. Мы со спамом заходим слева, инквизитор, грызун и фрегат идут прямо через территорию, Жура и Харек обходят справа. Действуем. Монгол с момента нашего знакомства поражал меня своей проницательностью. Он прекрасно разбирался в людях и, командуя группой, мог без труда разбить ее на боеспособные пары и тройки. Мы со следопытом двинулись вдоль забора, забирая вправо. Территория детского сада оказалась внушительной. Минут десять мы шли вдоль забора, пока не увидели несколько поваленных пролетов. «Здесь пройдем внутрь», указал на пролом Харек. Мы ловко пробрались на территорию, обнаружив сразу за забором несколько почерневших от времени в струпях облупившейся краски домиков беседок. Следопыт первым двинулся через двор, и это спасло нас обоих, когда с крыши ближайшей беседки на него обрушилось нечто черное, бесформенное. Сталкер успел отскочить в сторону, а я вскинуть автомат. Правда, нажать на спусковой крючок не успел. Слишком быстро напавшее на Харька существо метнулось в мою сторону, ухватилось за ствол автомата и вывернуло оружие из моих рук. По старой привычке рука тут же нащупала на поясе ножны с новеньким смершем, и я порадовался, что инквизитор попросил у генерала Стеценко полную экипировку. Когда существо с рычанием набросилось на меня и повалило на снег, я дважды ударил его смершем и скинул с себя. Разбираться, что за чудище это было, времени не оставалось. В наступающей полутьме я увидел, как Харек сцепился со вторым, таким же, черным, скомканным, и поспешил на выручку товарищу. Кем бы или чем бы ни было это существо, оно оказалось облачено в черный, бесформенный балахон. Когда Харек ударил нападавшего лбом в переносицу, с того слетел капюшон и я увидел нагло обритую голову. Все же человек. Подскочил сзади, примерился и ткнул смершем в середину широкой спины. Нож царапнул обо что-то твердое, металлическое, судя по звуку, и соскользнул. Я попытался ударить вновь, но Лысый развернулся и кинул Харька будто пуховую подушку в мою сторону. Мы оба повалились в снег и я в последний момент успел убрать нож, чтобы напарник не напоролся на него. Только теперь мы оба смогли разглядеть нападавшего. Это был человек, мужчина лет пятидесяти, высокий, крепкий, с блестящей лысиной и лицом густо заросшим мелким темным волосом. — Матерь Зона сказала! — Убей! — прявкнул он и кинулся на нас. Я откатился в сторону, а Харек встретил Лысого ударом ноги в живот. Секунды позже туда же вонзился мой нож в спаровой ткань и плоть. Когда Инг, Грызун и Фрегат прибежали на звуки борьбы, все было кончено. Два покойника в черных балахонах лежали на снегу возле беседки. — Сектанты! — тут же определил Инквизитор. — Кто их резал? Я поднял дрожащую руку с ножом, с которого еще стекала кровь. — Молодец парень! сориентировался! — похвалил лидер Леших. — А ты, Харек, теряешь форму! Раньше бы обоих уработало еще на расстоянии! — Расслабился! — пожал плечами следопыт. — Я просто увидел на снегу следы женские и завис на пару секунд, размышляя, глюки у меня или нет. А потом один из этих, он указал на мертвецов, сверху спрыгнул. — Глючит! — хохотнул Фрегат. — Откуда тут бабе взяться? — У тебя это самое сперматоксикоз, наверное! И захохотал вновь. Харек не отвечал, глядя на залитый кровью и стоптанный снег. — Вот же следы! 38-й размер, не больше! Потом включил фонарь и направил его голубоватый луч в утробу беседки. Мы ахнули от неожиданности. Девушка в легком камуфляже с растрепанными, прилипшими к щекам и лбу белокурыми волосами сидела, забившись в дальний угол беседки. — Ты кто такая? — первым шагнул в ее сторону Фрегат. Девушка мелко тряслась, всхлипывала, а когда увидела, что сталкер приближается к ней, и вовсе сжалась в комок и заскулила. — Эй, девочка, мы тебе не причиним выставив перед собой открытые ладони, проговорил Инг. — Мужики, отойдите. Видите же, она в шоке. — Уберите оружие. Он аккуратно подошел к беседке, положил руки ладонями вверх на перила и внимательно посмотрел на девушку. — Я инквизитор. Слышала про меня? — Ну да, бля. А он ее не напугает. Фрегат шмыгнул носом. — Я, говорит, инквизитор. — Слышала. — Вот и хорошо. Эти ребята со мной. Сектанты мертвы. Мы тебя вытащим отсюда. Хорошо? Девушка вновь кивнула. — Иди к нам. Инка поманила незнакомку к себе. — Как тебя зовут? — Вика. Она всхрипнула. — Ну, в зоне меня называли Белкой. Заметив, что на его призыв выйти из беседки новые знакомые не реагируют, сталкер сам шагнул к ней. — В корпусе чисто, послышался в наушнике голос Монгола. — Что у вас? — У нас тут двое дохлых секуннов, — отозвался за всех фрегат в своей злой ироничной манере. — И девка какая-то. Инк тем временем подошел к девушке почти вплотную, протянул ей руку. — Все закончилось, мы тебе поможем. Идем с нами. И она, немного помешков, вложила свою узкую холодную ладонь в его изрытую мозоли миру чищу. Часом позже, сидя в здании садика с кружкой горячего чая, Вика рассказала, как ее и двух молодых сталкеров поймали сектанты, как посадили всех троих в какой-то подвал. Там они просидели без еды и воды больше суток. А потом один из сектантов сказал, что девчонка не нужна и ее стоит убить, но не в лагере, чтобы не сквернять землю, а дальше в лесу. Двое в балахонах подхватили испуганную пленницу и повели. Куда они тебя вели? спросил Инг. Убий, девушка всхлепнула вновь. Убивать! Начали расспрашивать о том, какие здания находятся на территории складов, и благодарная отходящая от испуга девушка рассказывала. Об одноэтажной казарме, об огромном похожем на ангар здании, где сектанты жгли огромные ритуальные костры, о небольшом одноэтажном пристрое к ангару, где и находился подвал с ее собратьями по несчастью, пленниками. Сколько там сектантов? Человек двадцать, пожалуй, плечами Вика. Мы переглянулись. Двадцать это много. Двадцать это слишком много для того, чтобы надеяться изничтожить их столь малой группой. Двадцать это много, озвучил общую мысль монгол. Давайте немного отдохнем, а потом будем решать, что делать дальше. Идти вперед, оскалился фрегат. Нам что двое сектантов, что двадцать, все одно. Тебе дурачку может быть, парировал монгол. Нужно хорошенько подумать, прежде чем принимать решение. Все, отдыхаем. Караульным будет спам, его сменит хорек, потом я. Глава четвертая Зона вновь собрала нас вместе, совсем как минувшей осенью на болотах. Тогда мы сидели на кухне в доме болотника. Злые, напружиненные, готовые вцепиться друг другу в горло. Но за два месяца изменилось многое. Прежние соперники и враги объединились ради общей цели. Я стоял на крыше кирпичной двухэтажки основного корпуса заброшенного детского садика. Когда-то сюда привозили своих детишек жители поселка с позитивным названием Радостный. Теперь вокруг на два десятка километров зона, а подросшие детишки ходят в школу другого поселка Радостного, возведенного за пределами зоны после катастрофы. Если называть отпрысков именами умерших родственников считается плохой приметой, то называть новообретенный дом именем почившего поселка в порядке вещей. В руках я крутил измятую сигарету. Не курил с детства, когда втроем с пацанами Пашкой и Никитой дымели стащенные у соседа примой. Даже в зоне, когда на моих глазах истек кровью сослуживец, курить не стал. Вовку, фамилию которого хоть убей, не вспомню, я держал под скулы, чтобы голова не заваливалась набок, а старшина зашивал распоротое горло. Как его зовут? Вова. И медик похлопывал побледневшего обмякшего бойца по щеке. Вова, сынок, посмотри на меня, не закрывай глаза. Мужики, говорите с ним, он должен находиться в сознании. Уже потом, когда врач поднялся с колен и прохрепел, все, как бздец, мне предложили сигарету. Принял трясущимися пальцами, пачкая в крови Вовке тонкую папиросную бумагу. Тогда не закурил. Теперь же, разбуженный посреди ночи мучительным кошмаром, жевал сигарету, шарил по карманам в поисках спичек. Их не было. Да и пачка кубанских служила лишь для успокоения нервов. Мне приснился погибший осенью ученый, профессор Анатолий Шилов. Мутная была история. Сначала я ввел Шилова к одному из многочисленных строений, расположенных у мертвого озера, такому же ничейному, обросшему мхом, как здание бывшего детсада, потом оставил умирать. Почему так поступил, отдельная история. Шилов тогда выжил, и мы встретились в доме Я повинился, он простил, но осадок остался, тем более, что за короткий срок, предавая друг друга, ладно, что уж там, предавал лишь я, парадоксальным образом сдружились. Один из наместников хозяев, подлый старикашка Кривошеев, убил Шилова на моих глазах, прострелил ему голову из огромного хромированного револьвера. Так просто и без сожалений лишил жизни человека, у которого остались жена, трое детей и собака по кличке Шкет. Во сне Анатолий сидел, привалившись к стене полупустого здания блокпоста. Горло его было разорвано. «Как его зовут?» звенел чей-то голос. «Анатолий», отвечал я. «Говори с ним, он должен оставаться в сознании». Четно пытался зажать рану, из которой фонтаном била кровь. «Я не умру, Александр», на удивление внятно говорил Шилов. «Не могу умереть, мне ведь только весной будет сорок. Я так много еще не сделал. Старший сын только пошел в первый класс. Я хочу видеть, как он получит аттестат, как влюбится, женится, как у него появятся свои дети. Я хочу услышать, как средняя дочурка скажет первое слово. У нее с этим проблемы. Два года скоро, а девочка не говорит. Врачи успокаивают, мол, такое бывает, и ребенок нормальный, но мне страшно». А младшая, Александр, только не смейтесь, уже что-то лопочет. Ее недавно из роддома забирали, а она пробует говорить. Вся в папку. Я тоже рано начал. Правда, жена сказала, что я нафантазировал себе, что ребенок не может ничего произнести в трехмесячном возрасте. Жена. Ее зовут Надя. Мы познакомились, вы не поверите, Александр, в Сирии. Я работал там какое-то время, помогал восстанавливать медицину страны после известных событий. А она служила медсестрой в военном госпитале. Это судьба. Я не могу умереть. Я хочу видеть, как она постареет, как поседеют ее волосы, выцветут ее глаза. Странно, наверное, такое слышать, но я хочу прожить с ней всю жизнь. Мне нельзя сейчас. Александр, мне нельзя... Я тупо смотрел на него, произносящего свой страшный и трогательный монолог, а потом вдруг услышал. Все. Кобздец. И сон прервался, будто фильм, последнюю сцену которого смяли бегущие в атаку безукоризненно ровные шеренги титров. А ведь Шилов погиб из-за меня. Пошел за мной, как телок на веревочке, и был убит. Мертв и друг юности Верещагин, и Саныч, и Кондрат. Зона. Ты отняла их у меня. Всех. Тихо поскрипывали ржавые петли, ведущие на крышу двери, мирно ударяло о стену захватанная сотнями рук латунная ручка. Дом жил своей, непонятной человеку жизнью. По этажам бродили сквозняки, свистели, стучали, завывали в длинных захламленных коридорах, а где-то на первом этаже покачивалась старая детская игрушка Ванька-встанька. Фрегат появился рядом со мной так неожиданно, что я вздрогнул, разжал пальцы, и сигарета полетела вниз, в промозглую сырую ночь, где влажно блестели крыши детских грибочков, арматурные скелеты качелей. Не спится. Сталкер присел рядом на край крыши, свесив ноги. Кошмары снятся. Фрегат, понимающий, хмыкнул. Мне тоже снятся. Он запустил руку в карман штормовки, достал горсть семечек и предложил мне. Я отказался. Несколько раз снился Максим Зверев. Будто мы с инком нагнали его в доме болотника. Схлестнулись в рукопашный. Он, значит, меня за горло схватил, аж воздуха нет вздохнуть. Все, думаю, кранты. И что? Ничего. Просыпался каждый раз на этом моменте. Причем у Зверя одни и те же приемчики в каждом сне. Захваты одинаковые. Если разучить, в следующем сне я его, суку, заломаю. Я усмехнулся. Пепловцу, а может теперь и Лешему, удалось разрядить обстановку. Стало не так муторно на душе. Я подумываю, бухать начать. Вдруг, как бы, между прочим, сказал я. Фрегат скривился. Ты либо бухаешь, либо нет. Тут подумывать нельзя. Да и вообще. Дурак ты, солдатик. Мне мутанты, которые у болотника живут, сказали, что мертвые за мной идут. Ага. А мне они сказали ссать против ветра, но я же их не слушаю. Фрегат засмеялся до глухого посвиста. Я чего пришел-то? По поводу белки. Ты ей веришь? А почему нет? Поинтересовался я, пытаясь различить в темноте черты лица собеседника. Но в свете далекого, нарождающегося месяца виднелся только острый силуэт. Я вот что думаю, солдатик, сталкер лихо цукнул языком. Все слишком гладко и сладко. Мы искали ниточку к этой мрази, Иванову, и тут вдруг девица красная. Я не ответил. Сомневался. Мешкал. Девушка и впрямь появилась как по заказу. Но, как говаривал болотник, в зоне совпадений происходит все чаще. И это норма, потому что совпадения не совпадения вовсе, а скрытые, непонятные нам закономерности высшего порядка. Ты слышал вообще, о чем я говорю? Сколько у нас стволов? Ответил я вопросом на вопрос. Фрегат покосился на меня, неприятно осклабился. Неугомонный ты, солдатик. Прямо как инг. Он тоже с шилом в заднице. Людей сколько? Ну, допустим, мы с тобой, инг, хорек, грызун. Может, те двое, спам и монгол. Не факт, что все согласятся. И все равно, нас мало. Помолчали. Инг идеалист. От наигранной веселости в Тоне Сталкера не осталось и следа. Он поклялся зону от всякого отребия избавить и мутантов извести. Не позволяй ему тобой командовать, а то не ровен час встанешь под знамены леших и побежишь с голым задом на пулеметы. А ты разве не с лешими? Я сам по себе. Сталкер пожал плечами. Просто сейчас по пути с лешими. Потом, может, вернусь в пепел. Или не вернусь. После той заворухи на блокпосту меня не хотят в кланах видеть. Боятся хозяев. А то вдруг эти черти решат меня завалить и пол клану в придачу перещелкают. Ты, главное, инка особо не слушай. Вот я о чем. И про девчулю-красотулю подумай. Инка не слушать, девке не верить. Паранойя у тебя. Сталкер обиженно фыркнул. Поживи в зоне с мою. Тут такой мерзости хватает, от которой волосы на правом яйце дыбом встают. Надо ожидать чего угодно. Я достал из пачки очередную сигарету, поднес фильтр к губам. А ты проверь эту деваху, вдруг предложил я. Как? Сказать, признавайся, милая, ты не настоящая? Мы оба задумались, потом фрегат предложил. Я могу сказать, что раскусил ее и хочу работать на Иванова. Но если она согласится нас с ним свести, то я и правда уйду работать к хозяевам. Он вновь рассмеялся, на этот раз вполне искренне. Шутил он или говорил правду, я так и не понял. Фрегат спустился вниз, а я долго еще сидел на крыше, глядя в черную бездну ночной зоны. Так и не закурил. Наверняка прежде, до появления аномальной жути, здесь дежурил пожилой сторож. Ходил себе с берданками шкачелей и пугал перебравшихся через забор целующихся подростков и едва живых наркоманов. Теперь нет ни поселка, ни сторожа. Если от двухэтажки уцелело хоть что-то, то поселок радостный сравняли с землей еще в первые недели существования зоны, засыпая фосфорными бомбами, занятой нежитью кварталы. А садик устоял. Быть может, для того, чтобы сегодня здесь заночевал наш отряд. Я взглянул вниз. У входа в корпус о чем-то негромко разговаривали белка и фрегат. Наконец, сталкер взял спасенную девушку под руку и повел в темноту. Там, укрывшись от посторонних глаз, они еще какое-то время перешептывались. Как ты узнал? Яростно шептала белка. Кто-нибудь еще в курсе? Догадался. Довольный внезапной удачей расплылся в улыбке фрегат. Знаю только я. Сдашь меня? Кому? Инку? Или монголу? Не знаю, кто хуже. Первый тебя убьет, точно. Второй сперва долго будет пытать, а потом убьет. Значит, сдашь. Белка села на ржавую металлическую скамью, смахнув с нее снег и пожухлые листья, запрокинула голову. Неубедительная актриса. Мы можем договориться. Я не скажу никому ни слова. Но когда все закончится, ты передашь Иванову, что я тебе помог и хочу работать с ним и с хозяевами. Белка засмеялась. Работать с хозяевами? Ты шутишь? Просто передай. И это не все. Фрегат раздумывал, доводить ли начатое до конца. Но теперь, когда белка над ним откровенно посмеивалась, требовалось унизить ее, наказать, заставить выполнять его приказы. Что я должна сделать? Она с опаской поглядела на сталкера. Чтобы я не сдал тебя инквизитору и монголу, двум маньякам-социопатам, фрегат осклабился. Для начала разденься. Белка испуганно вскочила с лавки и начала пятиться, пока не уткнулась спиной в дощатую стену полуразвалившейся беседки. Не выкобенивайся, спокойно и надменно продолжал сталкер. Оба получим удовольствие. А ты можешь считать, что это ради дела. Живее, пока нас не хватились. Девушка принялась расстегивать куртку, руки не слушались. Сталкер тем временем снял с плеча автомат, положил на траву и шагнул к ней. А ты думала, дуреха, это зона, тут свои законы. Позже, сидя на крыше дома и крутя в руках оставленную мной сигарету, фрегат думал о произошедшем между ним и спасенной девицей. Грязный, потный, с заросшей мордой, он вряд ли был ей симпатичен. Первая женщина за полгода. Но все предыдущие были проститутками из бара, а белка... «Ты мразь!» донеслось из слухового окна. Белка, легкая и стремительная, прошлась по крыше и села рядом с фрегатом, свесив ноги. «Не ожидал, что ты придешь, чтобы сказать, какая ты скотина!» «Огонек есть?» словно не услышал ее фрегат. «Я тут сигаретку нашел, хочу дымком подышать, а то от свежего воздуха мне как-то поплохело». «И вообще, хватит ныть! Тебе ведь понравилось? Не отрицай!» «Такое не может понравиться!» Девушку трясло. Она с минуту внимательно разглядывала своего обидчика, затем достала из кармана зажигалку и протянула было ему, но разжала пальцы и пластиковое вместилище огня полетело в темноту. «Хочешь меня убить?» поинтересовался фрегат. «Тогда столкни с крышей. Правда, в этом случае тебя разоблачат, и ты не сможешь выполнить то, что поручено Ивановым. «Давай-ка поступим разумно. Мы доведем твое дело до конца. Ведь цель — заманить сталкеров в ловушку, верно?» «Цель близкая к этому». «Значит, угадал. Мы теперь в одной лодке, дуреха. Мне нужен Иванов, а тебе — спокойное выполнение его задания. Поможем друг другу и разбежимся». Фрегат извлек из кармана спичечный коробок и потряс им перед белкой. «И помни, деточка, если я прошу огонька, это не значит, что у меня нет спичек». Вика научилась плакать молча давным-давно. Она не рвала на себе волосы, не всхлипывала, лишь позволяла слезам течь из глаз, промывая душевные раны. Многое довелось пережить. Вечерами, закрывая глаза, девушка вспоминала двухкомнатную квартиру в центре Кирова. Лабиринтистую двушку ее семья, мама и бабушка, делила с отцом и его новой семьей тремя приемными и двумя своими детьми. Маленькая двухкомфорочная плита с застарелыми потеками жира, кричащие женщины и вечно плачущие карапузы. Они могли разъехаться, но обладание жилплощадью в центре города принималось как важнейшая цель. Самый терпеливый получал все. Когда отец напивался, он любил приходить к ней в комнату. «А ну, брысь отсюда, бабы!» — говорил он побледневшей бабушке и маме, тоже частенько выпивавшей. «Хочу с дочуркой поговорить». И женщины покорно удалялись на кухню, помня крепость его кулаков. А отец садился на кровать рядом с Викой и начинал беседовать о своем далеком детстве. Когда девочка подросла, начались приставания. Адресованные бабушке и маме «А ну, брысь!» теперь означало, что девочку будут трогать там, где трогать нельзя. «Только не перейди черту, пожалуйста!» жарко шептала мать, а Вика про себя думала. «Где ты видела черту? Защити меня от него! Пожалуйста, мама!» В шестнадцать Вика ушла из дома и уехала в Москву. Этого оказалось достаточно, чтобы понять, что Киров, который она так стремилась покинуть, не хуже и не лучше прочих городов. Всюду есть хорошие и плохие люди. Ей попадались плохие, словно судьба расставила их вдоль жизненного пути девушки. В безрадостном поселке с названием «Радостный» в восьмидесяти километрах от зоны отчуждения Вика очутилась по собственной глупости. Подружка, с которой они на пару снимали комнату у подслеповадой бабуси в Чертанове, сообщила, что ей предложили работу. «Платит мало», сказала подруга, «но там перспективы. Если пройду проверку особистов, позволят устроиться в Надеждинске. Может, поварихой на рубеж попаду. Уж там деньги так деньги». И Вика рванула вместе с непутевой соседкой по жилплощади. Работу не нашла, и через несколько дней подруга попросила ее уехать обратно. «Ты прости, Викусь», надув губы, страдальчески выдавала та, «но у меня мужик появился из военных, а комната маленькая. Сама понимаешь. Возвращайся в Москву. Может, баба Катя еще нашу комнату никому не сдала?» Но отступать Вика и не думала. На попутке она добралась до города Надеждинска и принялась искать работу там. Разумеется, не нашла. Город, разрастающийся и крепнущий на крови сталкеров и военных, редко выбирал в себя случайных людей. Врачи, учителя, слесари, инженеры были нужны, а девочка из Кирова без образования и с опытом работы в сигаретном киоске всякий раз оказывалась перед закрытыми дверями. Первую ночь, благо тянулось жаркое и душное лето, Вика провела в сквере возле одного из магазинов, вторую, привалившись к детскому грибку песочницы. На третьи сутки безденежных мытарств девушку задержал патруль. Правда, отвезли ее вовсе не в комендатуру для разбирательства и не в здание управления рубежа, а в неприметный частный дом на окраине. Она отчетливо помнила, как ее посадили на жесткий стул в пустой комнате. Потом скрипнула дверь, вошел грузный мужик лет шестидесяти в свитере крупной вязки и потертых джинсах руководителя всех военных сталкеров, тогда еще полковник Стеценко. Девушка из глубинки, без образования. Либо пойдешь по рукам, либо снаркоманишься, сообщил полковник. Но у меня есть для тебя одна работенка. Можно сказать, он свел Вику с Ивановым. Поначалу Виктор использовал подарок Стеценко для мелких поручений. Принеси, подай. Потом начал привлекать к более серьезным делам. Закрутился роман. И не мудрено, ведь Виктор был практически идеальным мужчиной в ее представлении. Сильный, смелый, хитрый. Он служил таинственным хозяевом, всемогущему тайному обществу, о котором даже ей не рассказывал. После бурных ночей Вика прижималась к его груди, слушала, как колотится сердце в оболочке горячей плоти и спрашивала. Кто такие хозяева? Но даже тогда, в минуты высочайшего блаженства, когда мужчина, как считала Вика, готов отдать женщине все и обо всем рассказать, он молчал. Молчал так, словно боялся за себя и за нее. Она мало понимала в происходящем. Виктор куда-то уезжал, приводил в квартиру странных людей, много разговаривал по телефону. Девушка знала, что ее мужчина часть огромного механизма, который вот-вот сомнет существующий миропорядок. И Виктор главный винтик, без которого никак. Позже Вика узнала о проекте воин, секте ветер и прочих орудиях. Именно орудиями называл их Виктор. Все они лишь орудия, которые послужат нашей цели, улыбаясь, сообщал он, и за этими словами чувствовалась непоколебимая уверенность. Минувшей осенью что-то переломилось. Виктор звонил хозяевам, кричал в трубку, а потом долго и горько плакал, закрывшись в ванной комнате. — Нервы сдают, — говорил он Вике. И вот в конце ноября Виктор просиял. Он вбежал в их уютное гнездышко, квартиру на окраине Надеждинска, и скомандовал «Собирайся». Они спустились во двор, молча сели в припаркованный у подъезда броневик с символикой военных сталкеров. — С Викой вы знакомы, — быстро бросил Виктор человеку, сидящему на переднем сидении рядом с водителем. — Виделись, — хрипло отозвался тот, и Вика узнала в нем полковника Стыценко. Машина, ревя мощным двигателем, вырвалась за пределы города и понеслась по трассе вдоль рубежа. Бетонная махина стены мелькала по правую сторону от трассы, слева тянулся хвойный лес. Хозяева торопят. Вдруг прервало молчание Стыценко. После бегства Журавлева все пошло наперекосяк. Рубежники провели чистки, и много наших ребят из числа военных сталкеров срезались. — То есть план захвата рубежа пошел псу под хвост, — раздраженно переспросил Виктор. — А не надо было устраивать весь этот балаган в Надежденске? — рявкнул Стыценко. — Хватило ума! Ты разве не понимал, что после такого все спецслужбы будут рыскать в поисках внедренных агентов в хозяев? Я и то чудом вывернулся. — Был на допросе, уже смягчаясь, спросил Виктор. — Был. — Крутили, вертели, спрашивали, почему на блокпостах фальшивых военсталкеров и тебя, дурака, пропустили? — Берещагина. Мол, они не доглядели. Первый теперь в матросской тишине, второй, к нашей радости, в могиле. — Что думаешь делать дальше? Стыценко пожевал губами, потом глухо скомандовал водителю. — Валера, останови. Тот послушно прижался к обочине и заглушил двигатель броневика. — Я мало что понимаю, перегнувшись через спинку сиденья, выдохнул Стыценко. — Когда мы с тобой выстраивали эту систему, все представлялось логичным. — Вот мы. — Он сжал правый кулак, показал Вике и Иванову. — А вот они, второй кулак, и мы их окружим, сожмем и раздавим. Для этого военная компания, для этого группировка «Легион» и секта «Ветер». Но осенью все пошло через одно место. — Сталкеры нас перехитрили, согласился Виктор. — Но теперь следы заметены и можно двигаться дальше. — Да, мы кое-какие позиции вынуждены будем отыгрывать вновь, но главное, что ситуация по-прежнему под нашим контролем. — Стеценко крякнул. — Я удивлен, почему хозяева тебя не прикончили после всего, что произошло. Виктор не ответил, хотя мог рассказать о многом. Минувшую осенью, узнав о предполагаемом местонахождении легендарной аномалии «Скорбящий камень», он спланировал сложную многоходовку. Представился сотрудником рубежа, прибывшим из Москвы для курирования спецопераций, нашел военных сталкеров, которые дошли бы до «Скорбящего камня» и разведали маршрут, причем выбрал наиболее отчаянных. Судьба благоволила Виктору, и вскоре выяснилось, что он может разом отыскать легендарную аномалию за доступ, к которой хозяева сулили золотые горы, и сталкера Максима Зверева, за голову которого сумма была назначена немногим меньше. Все рухнуло в одночасье. Наставник Иванова, профессор Кривошеев, проявил самостоятельность, и в итоге Зверев погиб, доступа к «Скорбящему камню» получить не удалось. Виктор умел признавать свои поражения, и это была его крупнейшая неудача. «Есть план выравнивания ситуации», спокойно произнес Виктор. «Мы можем одним махом расправиться со всеми ненавистными сталкерами, с монголом, со спамом, даже с дезертиром Журавлевым». Стаценко кивал, не перебивая. Наконец, всем весом навалился на спинку сиденья и выпалил. «Рассказывай». Виктор, не торопясь, положил к себе на колени аккуратный кожаный дипломат, открыл крышку и извлек на божий свет несколько машинописных листков. «Ты выйдешь на связь со сталкерами. С кем именно я сообщу? Скажешь, что руководство рубежа решило уничтожить секту Ветер, но действовать силами военсталкеров или солдат рубежа не хочет, а потому ты предложишь им сделку. Они уничтожат Ветер, а рубеж амнистирует всех отличившихся. Сообщишь, что ведешь борьбу с хозяевами, и вы споетесь. Сталкеры не пойдут на контакт со мной. Я же априори их враг, даже если среди них бывшие военсталы. Все продумано. Контактировать тебя предстоит со сталкером Инквизитором. Слышал о таком? Ушибленный на голову правильный герой. Конечно, слышал. Только он со мной разговаривать никогда не станет. Если знать, что сталкер Инк это полковник Косарев, который считался погибшим со временем появления зоны, ситуация несколько меняется. Согласен? Стаценко удивленно вскинулся. Леня Косарев, да он же мой старый знакомый. Виктор улыбнулся, довольно, словно слезавший сметану кот. Когда сталкеры согласятся, продолжил он уверенно, они обязательно согласятся, сообщи им координаты, которые я тебе выдам. На этом твоя работа завершится. А что будет потом со сталкерами? Не все тебе равно. Стаценко распахнул дверцу, тяжело выбрался из броневика. Не хочу быть соучастником убийства Лени Косарева. Он не самоцель. Косарева оставим в живых, когда начнется второй этап. А будет он простым и действенным. Их встретит засада. Повяжем тех троих, кто все знает, выпытаем все, что нужно. Как только они расскажут, где спрятали ключ к аномалии, все завертится. Мы с артефактом ключом двинемся к скорбящему камню. Потом останется лишь ждать команды для начала масштабного наступления. Сил мы накопили достаточно. Стаценко слушал речь Иванова с нарастающим ужасом. Не бойся, друг, притворно заулыбался Виктор. Мы возьмем себе даже ракетную батарею, которую летом смонтировали возле Радостного. Это будет война? похолодел от ужаса Стаценко. Да, Валера! Иванов победно расхохотался. Теперь это уже был смех умалишенного. Я сижу рядом с двумя Валериями, между тобой и водителем. Загадаю-ка я победить в этой авантюре. Только не забывайте, что Журавлев мой, подал голос молчавший до этого момента водитель Валера. Я помню, помню, отмахнулся Иванов. А Вика была в полном восторге. Ей предстояло стать важной частью плана по захвату Монгола, Спама и Журавлева. Справиться и мир пошатнется. Виктор рассказал девушке обо всем, что запланировал. Он ей доверял. Для начала войны хозяевам нужна сила аномалии скорбящий камень. Вот когда камень будет у них, начнется страшное. Подготовленные бойцы проекта воин, сектанты ветра и фанатики из легиона, обвешанные артефактами, захватят линию рубежа, подвергнут излучению камня все население Надеждинска и через сутки в руках у Иванова и его хозяев окажется целая армия. Но главное батареи ракет с боеголовками, смонтированной на секретном объекте в окрестностях поселка Радостный. Их воткнули в глухом лесу в ста километрах от границы зоны, но и туда доберутся послушные воли Виктора люди. Ракеты нацелят на Москву, Вашингтон, Пекин. Спящие агенты есть повсюду. Они начнут отравлять водохранилища, взрывать здания, словом, будут сеять хаос, которым воспользуются хозяева. Дух захватывает этот перспектив, верно? Спросил Иванов у побледневшего Стыценко. У Вики захватила дух, потом вышибла весь воздух из легких. Произошедшее в гнилой беседке напугало ее сильнее, чем тот рассказ Виктора. Когда юная дуреха Белка только пришла в зону, в лагерь на пятихатках заявилась группа ребят разного возраста. Кому-то было за тридцать или около того, а кто-то совсем ребенок, лет шестнадцати, не старше. С одним из парней у Вики, что называется, проскочила искра. Они целовались в полутемной избе, когда в комнату влетели, грязно ругаясь несколько сталкеров. Первого в зоне приятеля Вики несколько раз как следует тряхнули, и оказалось, что он вместе с отморозками, кучкующимися в АТП труженик, заманил в зону подростков, чтобы насиловать. Парня убили на ее глазах, и Вика, которая следовала бы в ужасе визжать, лишь молча взирала на здоровенных заросших детин, выволакивающих из дома бездыханное тело того, с кем Вика недавно целовалась. Тепло его губ осталось на коже девушки надолго. Тогда она поняла, что такое зона. Сделала для себя емкий и успокаивающий вывод. Зона — это твоя ненависть, обращенная на тебя же. Каждый, приходящий в аномальные земли, был очередной каплей ненависти в бушующем море. Кап, кап, вот и полнится море. Фрегат казался ей нормальным. Когда группа монгола клюнула на подброшенную Ивановым наживку, Вика быстро и цепко оценила каждого. Журавлев, Хорек, Спам, Грызун — все они были какими-то мутными, с дикими взглядами. Инквизитор и монгол представились ей очень похожими, жестокими и беспринципными чудовищами. И лишь фрегат, вечно острящий, показательно злобствующий, казался более человечным. Ошибалась. Впрочем, как всегда. А Иванов тоже хорош. «Девочка, это твое последнее задание», говорил он. С такой холодностью и отчужденностью говорил, что Вика все поняла. Она была его орудием, разящим мечом, и пока меч требовался, была теплота во взгляде, в жестах, в словах. И вдруг меч в ножны, в голосе холод. Вика сидела на заснеженной траве неподалеку от двухэтажного корпуса детсада. Тридцать минут назад злой и грубый фрегат пересек черту. Девушка закрыла глаза, прислушалась к внутренним ощущениям, утерла слезы и двинулась к двухэтажке. У дверей ее встретил хорек. «Не ходи тут одна, мутанты ночами выходят на охоту», предостерег он. Вика лишь усмехнулась. «Один мутант уже есть, выродок фрегат». Что он ей шептал на ухо, когда Вика замирала от боли и стыда? Что-то про Максима Зверева, в которого превращается и фрегат. «Ты никогда не станешь им», прошептала она, но не со злостью, скорее сочувствующая. Виноват был не фрегат, а Виктор Иванов, отправивший ее в руки сталкерской братьи. Но Иванову плевать. Вика хотела стянуть автомат одного из сталкеров и бежать прочь от жуткого детсада, прочь от Виктора и его сектантов, прочь от фрегата, но отбросила эти мысли. Зимней ночью через заснеженный лес она ни за что не приберется. В одиночку во всяком случае. Девушка прошла через вестибюль, поднялась на второй этаж, где в одной из комнат расположились сталкеры. Они уже раскатали спальные мешки и теперь усевшись на них о чем-то тихо переговаривались. Фрегата видно не было. В центре неотапливаемой комнаты парил над полом небольшой светящийся шарик, от которого волнами накатывало тепло, обволакивая людей. Хорошо придумано, заметила Вика, использовать бетельгейст для того, чтобы согреться. Сталкеры обернулись на голос. Это монгол придумал, кивнул на татарина полноватый мужчина лет сорока. Я принесил ей фотографии и биографические справки о каждом из сталкеров, а Вика прилежно учила. Своего врага нужно было знать в лицо. Давняя практика, отмахнулся монгол. Мне вообще кажется, что все артефакты в зоне служат для того, чтобы сталкеры могли выживать. Одни защищают от холода, другие восстанавливают поврежденные ткани, третьи еще что-то делают. Чит-коды, поддакнул спам. Этот, как помнила Вика, программист. Изначально девушка определила его как мутного, теперь же сменила характеристику. Спам был не мутным, он был убогим. Такие ангелята со сливочной улыбкой, вечные подростки, никогда не становящиеся полноценными взрослыми мужчинами, они не в силах пережить отрыв от пуповины детства. Вот и спам. Легенда зоны. Сталкеры тем временем потеряли к ней всякий интерес и принялись обсуждать что-то свое. А кого еще можно позвать? Спрашивал монгол и сам же отвечал. Знаю пару ребят толковых. Спрута, Юргенса. Грызун, помнишь Юргенса? Можно ли ему доверять? Леший пожал плечами. Не знаю. У него странные друзья были в последнее время. Года три назад в Надеждинск приехали натовские военные. Трое. С был вроде переводчика. Не поручусь, что он тогда с хозяевами не спелся. Я попытался вспомнить Юргенса, но не мог. Зато краем глаза заметил, как изменилась в лице белка. Вика, ты его знаешь? спросил я, пока девушка не собралась с мыслями. Внезапным и точным оказался вопрос. Губы белки дрогнули. Я? Она глубоко вздохнула, сдерживая подкатывающие слезы. Я знала. Раньше. Давай дальше, повернулся я к сталкеру. Про мужичка ты рассказывал. А, ну вот, значит, радостно вскинулся грызун, довольный, что разговор перешел в нужную плоскость. Женские слезы пугали его куда больше, чем мутанты. Как справиться с мимикримом грызун знал, как остановить девичью истерику даже не представлял. Мне Юргенс рассказывает, заговорщически зашептал грызун, и когда произнес имя Прибалта, белка замерла, будто парализованная. Что этот мужик нанял его и нескольких других ребят, чтобы мы, ну, то есть они, Юргенс с братьей, дошли до скорбящего камня и принесли слезы камня, чтобы вылечить старика. Он говорит, болен смертельно. Грызун замолчал, что-то прикидывая в уме, наконец продолжил рассказ. Хосе Руис его звали, испанец вроде. А в итоге что, нашли они слезы камня? Да нихрена, грызун сплюнул, ушли и с концами. Наемники там были знатные, Матео, Турпоед, никто не вернулся. Испанцы погрузили в машину и увезли. Я молчал, переваривая услышанное. А вот белка не утерпела, поднялась на ноги, прошла через всю комнату. Красивая, гибкая, легкая. Что стало с Юргенсом? Спросила она дрожащим голосом. Да ничего. Уехал вместе с испанцем. Грозун пожал плечами. А я знаю, где он сейчас, сообщил возникший словно из ниоткуда фрегат. Он не мог знать об отношениях Вики и Прибалта, но наверняка уловил в голосе и поведении девушки интерес. Мы не о нем сейчас, сказал, как отрезал монгол, Вика вспыхнула. Камень, камень, только и слышу про этот камень. У вас хоть что-то на уме, кроме куска гранита есть вообще? Вы люди или скотина тупая? Фрегат присвистнул. Это ты загнула, бабенка. Любовь, что ли, твоя, этот Юргенс? А если и любовь, то что? Да так, фрегат состроил равнодушную мину. Тебе же сказали, что свалил твой хахаль. Взаимности добиться ой, как непросто. Вика замерла, напружиненная в центре комнаты. Губы ее дрожали. Сучоныш! По-змеиному прошипела она и быстрым шагом покинула помещение. Громко хлопнула дверь. Ладно, продолжим. Я покосился на фрегата, блаженно улыбающегося своим мыслям. Грызун, ты этого прибалта видел потом в зоне? Неа! Сталкер энергично замотал сальной гривой. Я его в Надеждинске видел. Он там какое-то время работал с поляком. Это такой проводник, который еле же отмахнулся. Да, знаю я. С ним кто только не работал. Даже Зверев. Это какой Зверев? Который людей у барахолки потрошил? Ну! Фрегат вскочил с кресла, глаза его хищно заблестели. Он дочурку поляка оприходовал. Может, и прибалт ее от того, трахнул в смысле. Грызун зло сплюнул. Дурак ты, фрегат, как пацан пятнадцатилетний. Трахнул, оприходовал. Работал он у поляка, курьером, частенько посылки доставлял в Москву. Он по документам рубежа чист, как стеклышко. Вот и мотался туда-сюда. А потом? Суп с котом и водка с перцем. Уехал он потом. Я-то в Надеждинске уже год как не появлялся. А после засветки на том блокпосту... Мне вспомнились события минувшей осени, когда группа боевиков Иванова захватила один из блокпостов на линии рубежа и устроила там бойню. Грызун и Инквизитор тогда влетели на территорию, вооруженной до зубов, на натовском броневике, черт-те где найденном, поливали из пулеметов направо и налево. Засветились на всех камерах видеонаблюдения. Ясно. Я задумчиво побарабанил костяшками пальцев о подоконник. Значит, Юргенс нам не помощник. Даже если бы мы были в нем уверены, его еще найти нужно. Фрегат принялся загибать пальцы. Юргенс не помощник, он уехал. Сталкер Тарантул не помощник, он умер. Мне продолжать? Не стоит. Я понял. Тогда остаются только те, кто сейчас в этой комнате, плюс Харек. Ага. Психовный татарин, лешие, бывший вояка и баба. Команда мечты, для того, чтобы помереть. Еще вчера наш план казался тебе удачным. Вчера. Фрегат присел на пол рядом с монголом, словно не обращая на психованного татарина никакого внимания и протянул к артефакту озябшие руки ладонями вперед. Вчера, братцы-сталкеры, было вчера. Тогда я не знал, что в этом лагере столько умалишенных сектантов. Могут и нас покрошить в темноте. Фактор неожиданности тут нифига не фактор. Быдло-убийцы, которые белку хотели ухлопать. Не вернуться через несколько часов. Что будут сектанты делать тогда, я не знаю. Может, сразу вышлют новую группу на поиски, поняв, что стряслось неладное. А может, подождут до утра. Мы супермены, чтобы идти на них, зная, что нас ждут. Один мой знакомый, я горько усмехнулся, спрашивал, почему в зоне так много бывших спецназовцев, десантников и прочих людей с военным прошлым. И сам же мне отвечал, что программисты, учителя и юристы погибают в первые же дни или пасутся у рубежа. Иногда таким чудиком везет, и они далеко забираются. И к чему ты это? Фрегат прищурился. К тому, что все здесь имеют какой-никакой опыт. Хорек — прекрасный следопыт и отменный снайпер. Ты тоже стреляешь хорошо. Ага, найди того, кто лучше, и я тебе мороженку куплю. Не слушая колких замечаний непризнанного гения пулевой стрельбы, я продолжал. Мы можем и без поддержки попробовать. Да, сектантов там больше, чем планировали. Но фрегат прав. Будем мешкать, и они подготовятся, а потом размажут нас на подходе. А так, мы ведь везучие. Вот спам, например. Сталкер поднял на меня печальный взгляд ослика И.А., потерявшего свой хвост. Некоторых персонажей как будто кто-то под задницу подпинывает, чтобы посмотреть, как они себя поведут дальше, хихикнул фрегат. Ангелы-хранители, парировал Сталкер, поднял с расстеленного перед ним брезента пустой магазин и принялся снаряжать патронами. Щелк, щелк, щелк. Или зона, или болотник, или сталкерская удача. Неважно. Главное, мы можем их уделать. Если не сейчас, то когда? Тем более, Вика сказала, что у них есть заложники. А если эти твари решат проделать с ними то же, что делали со Зверевым, помните? Все прекрасно помнили историю Сталкера, полумутанта Максима Зверева, которого сектанты схватили и несколько недель пытали промывали мозги, а в итоге заставили убить и растерзать своих друзей. Это главный аргумент. Взрезая разговор, хрипло выдал монгол. Я всегда в таких случаях спрашиваю себя, а если бы там был мой Рамиль? И отвечаю, там чьи-то сыновья. Сталкеры одобрительно закивали. Инг, что скажешь? Инквизитор оглядел всех по очереди. Грустного спама, решительного монгола, весельчака-фрегата, грызуна и меня. Команда мечты, усмехнулся он. Мы шли сюда, чтобы уничтожить сектантов. Теперь нам известна их численность. Значит, нужно прямо сейчас собираться и выдвигаться к их лагерю. Возражения есть? Все молчали. Возражений нет. Инка взглянул на монгола, который одобрительно кивнул. Тогда полчаса на сборы, встречаемся в фойе корпуса. Сталкеры принялись подниматься со своих мест, скручивать спальники. Мы и взаправду шли уничтожить обезумевших сектантов, и отступать было нельзя. Фрегат выскользнул из комнаты незаметно, скользнул вдоль стены, сбивая локтем штукатурку. Зачем ты их сейчас поднял? Перехватила его в коридоре Вика. Хотели ведь утром идти. Они собирались подмогу вызывать. Или ты не поняла? У тебя ведь был план захватить их? Так вот, у тебя целое стадо баранов для захвата. Если бы их стало больше, сектанты бы надорвались. А так, в самый раз. Вика одобрительно кивнула. Через 30 минут выдвигаемся, дуреха, улыбнулся фрегат и вдруг щелкнул зубами. Посмотрим, кто кого разжует. Девушка ушла, а сталкер остался стоять, прислонившись к стене и блаженно улыбаясь. А если она нас подставит под пули? Возникший рядом монгол недобро посмотрел на фрегата, и тот на мгновение растерялся, пытаясь понять, слышал ли легендарный сталкер их с Викой разговор. Наконец, решила, что не слышал, иначе бы уже переломал ему руки-ноги, а Вику отдал на съедение мутантам. Пару секунд поразмыслив, как выстраивать свою линию поведения, сталкер ответил не менее угрожающим взглядом. «Это моя женщина!» — проскрепил он, словно эшафот в момент казни. На сей раз растерялся монгол. «Влюбился!» — спросил он и вдруг просветлел. «А если и так?» — сталкер хмыкнул. «Но ты подумай на досуге, не слишком ли много совпадений?» Фрегат громко засопел, словно обиженный мальчишка, задел командира группы плечом и пошел вслед за Викой. Хусаинов еще с минуту смотрел ему вслед, потом буркнул себе под нос. «Может, у вас что-нибудь и получится». А Фрегат внутренне ликовал. Если Вика была никудышной актрисой, то он определенно обладал недюжинным талантом лицедейства. Группа выдвинулась из детсада менее чем через час. Мрачные, сосредоточенные, сталкеры один за другим покидали гостеприимный корпус, на фронтоне которого значилось «Дружить, учиться, играть». Дружил со всеми сталкер-спам, учился у монгола и инка Александр Журавлев, то есть я, а играли Фрегат и Белка, как кошки с мешами. Головным дозором шли Харек и Инквизитора, сработавшаяся двойка. Двигаясь слаженно, и пока облаченный в легкую броню Харек шустро перемахивал через препятствие и крутил головой из стороны в сторону, Инк в экзоскелете тяжело шагал рядом, держа на сгибе правого локтя тяжеленный печенек, а в левой руке, сжимая кажущейся детской игрушкой, детектор аномалий. В конце колонны маячил Монгоу. Угрюмый, как сыч, он той дела оборачивался, возвращался на несколько метров и проверял тропу. Впрочем, тропой путь группы можно было назвать лишь условно. Они шли по щиколотку в снегу по сохранившемуся с вечера следу. Вот справа смазанные следы, это бежала Вика, а левее два четких глубоких следа, это ее преследователи. Оба сейчас лежали за забором детского садика, изрешеченные пулями и окоченевшие на холоде. Если верить рассказам Вики, она бежала около часа. Удивительно, что не влетела ни в одну аномалию. Удивительно везучая девчонка, буркнула в гарнитуру переговорника Инг, и его услышали все, кроме самой Вики. Каждый при этом среагировал по-своему. Фрегат усмехнулся, я засомневался, а Монгол выдал очередную мудрость. Просто она бежала чуть быстрее смерти. Сталкеры молчали. Аккуратно прикрыв переговорник, фрегат указал белке на корявую сосну, мимо которой проходила группа. Вешки. Девушка не стала оборачиваться. Она понимала, к чему клонит ее насильник. Идущие в ловушку сталкеры могли в любой момент увидеть размещенные людьми Ивановой вешки, по которым она так театрально бежала навстречу спасителям. Но они ничего не увидели. Слишком велико было напряжение в ожидании кровавой развязки. В полукилометре от лагеря секты инквизитор подал знак остановиться. Группа рассредоточилась, замерла. Кто-нибудь бывал в этих местах? Спросил Инг, и вопрос, продравшийся сквозь помехи, показался запоздалым. Знаю это место, сообщил в переговорник грызун. Был здесь до появления зоны. Окраина поселка Радостный, ну, старого поселка. Здесь были продовольственные склады. С какой стороны лучше подойти? Нетерпеливо спросил Инг. Семь лет назад лучше было подойти со стороны парковки. Ну, где тут парковка? Лучше выйти на опушку и осмотреться. Так и решили. Меня и Харька, как самых молодых и легких на подъем, отправили на разведку. На опушке леса мы залегли, разглядывая лагерь сектантов. Метрах в трех от сплошной стены сосняка высилась бетонная стена, от которой и тянулись цепочки следов. Одна прямо к стене, вторая забирала влево. Поверху стены шло три ряда колючей проволоки, на шипах которой болтался кусок камуфляжной ткани. Вот тут она и спрыгнула, недоверчиво сообщил Харек. Думаешь, лжет? Следопыт оглядел место, где девушка перебралась через стену. Всякое может быть. Она худенькая, могла и спрыгнуть. Но ощущение такое, что ее на веревке спустили. А затем белка спокойно побежала по снегу. Пойдем шевнул. Мы двинулись по снегу, которого на открытой местности оказалось на удивление много. Вязли почти по колено. Ветер настрогал знатные торосы, через которые нам предстояло пробиться. У нее была фора, сообщил Харек. Минут двадцать, пока они огибали территорию лагеря. Инг, ты слышишь? Да, слышу, раздался в наушнике голос Лешего. Поднимай всех, пусть идут по нашему жор и следу. Дальше мы двигались молча. От места, где белка перемахнула через стену до угла огороженной территории было метров шестьсот. Стена изгибалась под прямым углом и уходила еще метров на триста к воротам с будкой контрольно-пропускного пункта. Типичная промзона, сообщил Харек. Только вот откуда у сектантов снегоходы? Он указал на следы полозьев, уводившие от территории лагеря по снежной целине в ночную тьму. Я пожалел, что монгол и инг не видят того, что видели мы. Образ типичной секты, тупой и похожей на древнее племя, рушился. За воротами нас могла ждать теплая встреча. Подав мне знак оставаться на месте, Харек бесшумно подобрался к будке КПП, положил автомат на снег и выдернул из ножен не нож даже, а кинжал с узким и длинным лезвием. «Дождись остальных», попытался я вразумить сталкера, но он уже заглядывал в небольшое оконце. Затем также бесшумно подошел к воротам и вдруг закатился в зазор между створками и укрытой снегом землей. «Инг, быстрее!» поторопил я лидера леших, а сам двинулся к воротам. Правая створка оказалась крива и неумело сваренная из облесков листовой стали, и просвет внизу был достаточен для того, чтобы малогабаритный хорек пролез под нее. Мне в теплом камуфляже, да еще с рюкзаком и пробовать было нечего. «Это хорек, тут чисто», вдруг зашелестел в переговорнике голос следопыта. «Вижу несколько дозорных костров. Готовьтесь работать в помещении». А потом недоразвитая створка ворот отворилась и хорек жестом поманил меня внутрь. «Ты обалдел?» раздраженно выпалил я, вручая сталкеру его автомат. «Извини», пожал он плечами, «просто не хотел, чтобы первым входил дилетант вроде фрегата». «Это кто тут дилетант?» вклинился в разговор сталкер, а спустя пару минут аккуратно вошел на территорию. Следом спам и грызун. «Мужики, все меня слышат?» постукивая по гарнитуре, спросил грызун. Все поочередно подтвердили, что слышат. «В общем, так, по левой стороне промзоны идет асфальтовое полотно, по правой пристройка для охраны и два складских корпуса. Подходы я знаю». Теперь заговорил Инг. «Так, внимание, рассредоточьтесь и ждите остальных. И без самодеятельности». Мы с Харьком послушно заняли позицию за грудой строительного мусора в углу. Отсюда были неплохо видны два озаряемых слабым лунным светом здания. Одно из них циклопических размеров ангар, другое одноэтажный длинный корп. Между корпусами горело несколько костров, возле которых были видны фигуры людей, часовые. Вот вам и лагерь секты. Я-то представлял, что нас будет ждать пара кривосколоченных бараков, а здесь целый мини-город. Если белка права и там вправду два десятка человек, то дело плохо. Штурмовать такую базу сходу безумие. И зачем я так рвался сюда из теплой комнаты в заброшенном детсаду? Внимание всем! Зазвучал хриплый бас монгола. Ни в коем случае не шумим. Действуем тихо и слаженно. Слушаем меня и инка. Ясно? От ожидания близкого штурма меня начало мутить. Вспомнилась двухэтажная панельная шкатулка с секретом, где мы с жить. Было решено рассредоточиться по территории лагеря, вырезать и отстреливать из бесшумного оружия всех, кто покажется. Я впервые видел, как работает монгол. Черт возьми, с моей боевой подготовкой я, наверное, налетел бы на часового, завязалась бы драка, и мы перебудили бы всех. Если бы, так а бы. Но монгол действовал невероятно быстро и безжалостно. По-кошачьи, ловко и бесшумно подобрался к бредущему через двор сектанту, выдернул из ножен армейский СМЕРШ, сделал пару движений и все, у противника минус один. Куда бил, как бил, никто даже заметить не успел. Хусаинов на минуту замешкался у тела сектанта, потом выпрямился, и мы увидели на нем черный плащ с глубоким капюшоном и широкими рукавами, которыми воду можно было черпать. Он двинулся к следующему часовому. Пока мы перебежками от одного укрытия к другому двигались через двор, монгол приблизился к сидящим у одного костра сектантам, присел рядом, а потом вдруг взвился над ними, как хищная птица, клюнул каждого острым ножом в лицо и скомандовал в переговорник «Чисто! Просто машина для убийства!» «Рассредоточимся!» скомандовал он. «Я беру грызуна и белку, мы идем по левой стороне двора, держась за укрытиями. Часовые у дальнего костра наши. По центру идут инг и спам. Фрегат, жура, хорек, вы идете справа, огибаете первый корпус, ангар в общем, и заходите противнику с тыла. Главное, действуйте тихо, мужики. В снегу могут быть растяжки, а на крышах пулеметы, так что двигаемся вдоль стен, в тени. Света от луны достаточно, чтобы видеть нас с верхотуры. Мне поплохело. Руки в темных перчатках без пальцев вдруг вспотели, сердце затрепыхалось, но делать было нечего. Вдоль стены аккуратно, а потом в снегу под ногой идущего первым хорька что-то с треском лопнуло и в воздух со свистом взмыл алый фейерверк. Хорек отшатнулся, повалился в снег. Я последовал его примеру. В свете короткой вспышки фейерверка, распустившегося разноцветным цветком над нашими головами, трое людей в камуфляже на фоне бетонной плиты стены были идеальными мишенями. Сектанты не заставили себя ждать. Пулемет ударил с крыши ангара и свинцовая дорожка прошла совсем рядом с нами. Выматерившись, фрегат бросился прочь, а Хорек встал в полный рост, прицелился и несколько раз выстрелил на дульные вспышки пулемета. Фонтанчики снега плясали вокруг, но он с обиженным выражением лица стрелял вновь и вновь чуть смещая ствол автомата. Наконец пулемет смог, но застрекотали автоматы. Много автоматов. «У тебя железные яйца!» крикнул я Хореку. «Я облажался!» выпалил он в ответ. Да, прославленный следопыт задел прикрепленную леску и хитрый механизм поджег сигнальный фейерверк. Но Хорек тут же спас положение, сняв пулеметчика. Я обернулся к воротам и увидел бегущих через захламленный двор сталкеров. Инг и Монгол, Спам и Белка, а за ними прихрамывающий грызун. Нас раскрыли, и теперь нужно было либо атаковать, либо бежать прочь. Фрегат, видимо, на секунду решил, что это хороший вариант, но теперь бежал вдоль забора следом за мной и Хорьком. Нет, нельзя было отступать, нас бы выловили в ночном лесу поодиночке. Единственный шанс выжить, пойти вперед и победить. У одноэтажного пристроя, служившего постом охраны, мы с Хорьком замерли, оценивая ситуацию. Сталкеры без потери миновали двор и теперь обменивались отдельными выстрелами с засевшими в зданиях сектантами. Нужно обойти их с тыла, хлопнув меня по плечу, скомандовал Хорек. Там наверняка есть другой вход внутрь. Фрегат, ты с нами? Запыхавшийся сталкер прислонился спиной к кирпичной стене пристроя и лишь зло ухмыльнулся. Сами накосячили, сами расхлебывайте. Хорек болезненно скривился. Как бы не закончилась сегодняшняя перестрелка, он всегда будет винить себя в том, что группу обнаружили. Словно стремясь искупить вину, он ринулся в зазор между ангаром и забором, обогнул здание и вскоре оказался с противоположной стороны. Я не отставал. Мы слышали, как грохочут выстрелы в здании и снаружи и спешили, как могли. Это типовые... Хорек задыхался на бегу, с присвистом втягивал в легкие... К-к-к- типовые здания. Там в к-к- ход должен быть. Я подхватил сталкера под руку, помогая выбраться из глубокого снега. Автомат вдруг показался невероятно тяжелым, а в голове, сменяя друг друга, замелькали мысли. Почему сектанты не выставили охрану у ворот? Как опытный следопыт Хорек проморгал растяжку? Как скоро группа монгола задавит огнем? Хорек вдруг присел на одно колено, хлопнув меня по плечу. Смотри! Я взглянул в сторону одноэтажного корпуса и похолодел. На нас мчалась стая псевдопсов, а за их клацающей зубами волной ревели моторами три снегохода. Стреляй по снегоходам, скомандовал Хорек. Они гонят мутантов на нас. Вот тебе и отсутствие охраны на территории. Присев на колено рядом с Хорьком, я выпустил короткую очередь в сторону сектантов, но промахнулся. Зато зацепил одного из псов, который кубарем покатился по снегу, словно кегли, сбивая рычащих сородичей. Следопыт не торопился, выжидал удобного момента, и когда до пёсьей стая оставалась метров триста, нажал на спусковой крючок. Мчащийся по центру снегоход обратился в огненный шар, волна пламени лизнула псов, и стая сбила строй. Несколько особей развернулись и рванулись прочь, остальные теперь в панике метались по снегу, вокруг горящего снегохода, лаяли, скулили. «Бей остальных!» выкрикнул Хорек, и несколько раз прицельно выстрелил в ближайший снегоход. Он промахнулся. Две стальные махины с грозным ревом неслись на нас. В последний момент я успел отпрыгнуть, а вот Хорька зацепила. Он крутанулся в воздухе и рухнул в снег. Я пустил длинную очередь в спины наездников. «Удачно!» Правый снегоход хрюкнул и уткнулся в стену ангара, скинув седока. Левый же развернулся и помчался на меня. Велико было желание бежать, но я стоял палец скользнул на спусковой крючок и автоматная пуля смачно впечаталась в лоб сектанту. Он опрокинулся на снег, а транспорт, лишенный управления, вильнул и остановился. Не дожидаясь появления новых сюрпризов, я наградил первого ездока к контрольным в голову на всякий пожарный и побежал к Хорьку. Стрельба со стороны двора то затихала, то вспыхивала вновь. «Все нормально! Я цел!» успокоил меня следопыт, поднимаясь на ноги. Я успел сделать еще пару шагов в его сторону и только теперь различил в отцветах пламени, что череп Хорька в районе лба смят, словно переспелая слива. Следопыт усмехнулся, вышелкнул магазин автомата и рухнул лицом в снег. А я закричал, кинулся к человеку, ставшему мне за последние месяцы, если не другом, то хорошим приятелем, как минимум, перевернул обмякшее тело. Тепло человеческой крови на моих руках в раз размякшая голова товарища и запах паленой собачатины. «Все, капсдец!» долетел из далекого прошлого голос Саныча. Движимый злобой я поднялся на ноги, вынул из ножен на бедре Хорька его остро отточенный кинжал, перезарядил автомат и двинулся к ангару. Налетевшего на меня псевдопса пинком отправил в снег, а потом навалился сверху и несколько раз от души приложил прикладом. Но злоба не утихала, дикая ярость пульсировала, заполняя все естество. Хорек должен был жить, он был опытней меня, удачливей, ловчее. В чуть приоткрытые створки двери ангара вошел, не скрываясь, в полный рост. Подсознательно искал свою пулю, но зона распорядилась иначе. Внутри захламленного с высокой сводчатой крышей ангара чудовищно пахло дымом, соднило в горле, выедало глаза. Сектанты жгли костры прямо посреди огромного помещения, и дым, собираясь под крышей, заполнял все доступное место. Я пару раз хватанул пахнущего полынью горьковатого дыма, и этого хватило, чтобы понять, что в кострах жгли какую-то наркотическую дрянь. Едва держась на ногах, я выскочил из ангара и принялся жадно глотать свежий воздух. В ангаре какой-то дым, выкрикнул я в надежде, что радиосвязь донесет мои слова до сталкеров, а потом упал лицом вниз и потерял сознание. Ненадолго, лишь на пару минут, после чего вскинулся, отплевываясь от снега. Густой сизый дым теперь валил из ангара так сильно, что казалось, будто внутри стояли под парами несколько древних паровозов. Жора, Харек, загремел в переговорнике голос монгола, ни в коем случае не вдыхайте дым, это яд, слышите меня? Харек не слышал, он к этому времени лежал в снегу с превращенным в мелкое крошево черепом. Не слышал и я, потому что вновь провалился в беспамятство. Глава пятая Они называли себя детьми зоны, так было всегда. И много лет назад, когда первые из них устроили лагерь где-то в глуши, неподалеку от разрушенного поселка Радостный и позже, когда другие из них пришли на проклятую топь. Они не знали, как молиться зоне и как жить, но к ним пришел учитель, который назвался грешником. Он сказал, что научит их, как надо жить и вести себя. Он сказал, что главное для них, самое святое, это зона. Она их богиня, их мать. Они дети зоны, они те, кому шепчут ее ветра, они ее часть и ее продолжение. А разве часть может не любить целое? Разве дети могут не любить мать, то, что нашептывает спи сынок? И они поверили, пошли за наставником. Так началась их жизнь. Их называли сектой, но сами они именовали себя братством, братством ветра. Всегда вместе, готовы прийти друг другу на выручку, они жили служением зоне, и он, их главный наставник, их учитель, именовавший себя грешником, был проводником ее воли. Зона говорила, что надо делать, а он передавал им. Надо сделать, говорил он. Хорошо, и они делали. А вот это не нужно. Хорошо, они не делали. Каждый шаг сверяли с волей зоны и во всем видели знамения. Мы должны быть как волки. Волк никогда не оборачивается, так устроен его позвоночник. Волк не может оглянуться назад, и мы не должны оглядываться в свое прошлое. У каждого в прошлом было что-то плохое или хорошее, но прежние радости и печали пора оставить и жить настоящим и будущим. Забудьте, кем вы были тогда, прежде. Забудьте. Вы стали новыми, переродились. Теперь вы воины ветра, вы волки, которые идут вперед. А что делают волки? Они едят. Едят свежее, сочное мясо, впиваются зубами вплоть врагов, рвут ее. Нет ничего слаще, чем почувствовать вкус крови на губах. Нет звука приятнее, чем хруст ломающихся костей, треск рвущихся мышц и сухожилий врага. Вы, волки, зона любит волков, потому что вы ее дети, вы ее верные слуги, вы ее адепты, и вы те, кто может сделать для нее то, что не смогли сделать прочее. Вы можете очистить зону от тех, кто в нее не верит. Они называют себя сталкерами, ходят по землям матери зоны, не восхваляя ее. Они берут ее дары, не понимая, что должны платить кровавую цену. Они называют дары артефактами. Зона дает им все, кров, спасение, а им лишь бы заработать. Но детям зоны не нужен заработок. Каждый артефакт, каждый ее дар дает какую-то способность, и это неспроста. Зона мудра, и если на твоем жизненном пути попался ее дар, значит, ты должен использовать его. Соберите на поясе набор артефактов. Они помогут вам. Эта зона хранит вас. Грешник произносил такие проповеди часто, слишком часто. Он повторял одни и те же слова, звучавшие как заклинания. Вы, они, зона, дары. И ему верили. Был лишь один случай, когда адепты усомнились в том, что действуют правильно. Случилось это холодной зимой, около полутора лет назад, когда группа сталкеров ворвалась на территорию лагеря, устроила перестрелку и убила грешника. Некоторые братья рыдали, но мудрые адепты, приближенные, те, кого грешник называл своими лучшими учениками, сказали, «Наш верховный лидер не может умереть. Он — человек, носящий бессмертие в своей душе. Он вернется, в ином обличии, сменив физическую оболочку. Мы должны съесть его останки, чтобы бессмертная душа не вернулась в это тело. Съесть как живого, потому что вместе с этим мы съедим его смерть. Кости мы бросим в аномалию, чтобы пламя пожрало их. Очень скоро грешник вернется к нам обновленным, примерив иное тело, но в новой оболочке будет наш прежний лидер». Обрадованные сектанты так и сделали. Часть же их, небольшая группа, погналась за сталкерами и изловила троих. Двоих совсем юных и одного молодого, но все же опытного по имени Максим. Максим Зверев. Сталкеров кинули в подвал, накачали сонными веществами, которые хранились у братьев долгое время. Грешник научил добывать вещества из растений зоны, из трав и кустарника, делать вытяжку и настойки. Он говорил, что некоторые растения помогают понять сущность зоны, другие затуманивают разум. И одну из таких сывороток, сок сон травы, они дали своим пленникам. А потом грешник вернулся в новой оболочке. Внешне он был не похож на прежнего лидера, но тон его был также убедителен. Он с порога сказал, «Дети мои, я вернулся». Верховный лидер выбрал для себя ветхую оболочку сморщенного, низкорослого, худощавого старичка с непропорционально большими ушами. «Вы — волки зоны, вы — ветры зоны». Никто не задавался вопросом, почему они одновременно и волки, и ветры. Наверное, потому что в вое ветра слышался волчьевой, а в вое волков свистел ветер. Это был голос зоны, голос ее ветров и ее волков. Они были устами зоны, глаголющими истину, клыками зоны, которыми мать рвала своих врагов. И они приняли нового лидера. «Сталкеры у вас?» спросил грешник. «У нас», ответили ему братья. «Они нужны мне», сказал верховный лидер. «Приведите мне самого старшего из них». И они привели. В вену старшему вкололи дурман траву, и лидер братства начал разговор. «Ты любишь мясо?» «Свежее, сочное мясо». Сначала сталкер говорил, что мясо он не любит, не ест, но позже совсем согласился. Мысль о пожирании плоти вбивалась в его сознание с такой силой и яростью, что никто не смог бы противостоять, потому что верховный лидер грешник знал секреты. Только он и зона». «Вколите ему что-нибудь, чтобы он не умер. Он нам еще пригодится. Сталкер станет одним из нас». Но Максим сбежал. Тогда впервые ветровцы усомнились в способностях своего лидера. То было мыслью на грани. Они не пускали пугающей догадки в свой разум. Лишь невесомо промелькнуло. А вдруг их верховный лидер, стоящий у истоков братства, стал иным, потерял силу. Это случилось через год после того, как Зверев впервые попал в их лагерь. Сталкер сбежал, а грешник сказал то, благодаря чему в него вновь поверили. «Братья, я не понял веления Зоны. Я, ваш лидер и старший брат, каюсь. Зона хотела, чтобы он ушел. Зверев, этот мальчик, который хотел стать химерой, он ушел. И Зона хочет, чтобы я двинулся следом. Я пойду один, но знайте, однажды я вернусь к вам. Живите, как жили, прославляйте Зону, съедайте неверных, будьте самими собой, волки. И ушел во тьму. Несколько суток наставника не было, и примерно в это же время братья поймали сталкера, который назвал себя Батрак. Он оказался изранен мимикримами, плохо соображал, но все же был в их власти. Пленника не съели, ритуал был немного иной. Он мог стать их братом, зачем же его есть? Нужно было найти одного или двоих, тех сталкеров, которых можно посадить в бункер, чтобы они решили, кто сильнее, кто будет рвать плоть и станет их братом, а кто умрет. Так было сказано, так случилось. Но никакого другого пленника не было, и Батрак сидел один. День, второй, третий. Они ждали, но, видимо, зона решила так, чтобы ни одного сталкера не попадалось. Не возвращался и грешник. Некоторые братья уходили далеко от лагеря. Они принесли страшную весть, что на рубеже зоны, на самой ее границе, в городе Надеждинске, случился страшный бой. Сталкеры, эти противные зоны создания, эти странные люди совершили невиданные. Сталкеры напали на старших братьев. Старшие братья. Их когда-то привел воскресший грешник, уже после того, как были пойманы зверев и другие. Старшие именовали друг друга по номерам, вели себя странно, но они были наставниками. Это ваши старшие братья. Они не просто служат матери зоне. Зона создала их. Они не имеют имен, лишь номера. Чтобы получить имя, нужно верой и правдой служить матери. Валера, его зовут Валера, и он, с этими словами грешник указал на одного из бойцов, и он заслужил. Проходили дни после боя в Надеждинске. Ни грешник, ни старшие братья не возвращались. Но однажды верховный лидер пришел, и все ахнули. Молодой, худощавый. Я вернулся, братья, сказал он. Ему поверили, но сидящий в подземелье пленник сказал, неужто любой, кто назовет вас братьями, будет принят как грешник? А если это самозванец? Спросите у него что-нибудь из прежней жизни, что должен знать ваш лидер, и только он. И братья спросили, скажи, грешник, ты помнишь, кем хотел стать Максим Зверев, когда пришел к нам? Я не помню. Если бы ты был грешником, ты бы помнил. Он хотел стать Химерой, а Химера это? Лжегрешник насторожился. Химера это Химера. Химера это Зона. Тогда братья схватили его и посадили в подземелье к Батраку. Все было решено. Кто-то один, лжегрешник или сталкер Батрак, должен был убить другого и стать одним из братьев. Батрак нравился им больше. Он отличался от прежних сталкеров тем, что не занимался поиском артефактов. Адепты Ветра частенько приходили к нему, разговаривали и уходили, пораженные тем, что Батрак очень похож на них. Однажды на меня напал Мимик Рим, говорил Батрак, но меня спас сталкер. Он назвался Максом. Максом? В совпадение никто не верил. Какие были у него глаза? Какая внешность? Не знаю, он был в плаще с капюшоном. В каком? В таком же, как у вас. Братья переглядывались. Они уже поняли, кто спас Батрака. Из смертельных объятий Мимик Рима его вытащил Максим Зверев, тот самый, который сбежал. «Послушай, Батрак, тебе не казалось, что в тебе внезапно поселилась иная сущность? Они надеялись, что он чудом воскресший грешник, но нет». Прошло еще несколько дней, и грешник вернулся. Он тоже был молод. Вошел в лагерь и тут же сказал, «Я посылал своего человека к вам. Где он, братья?» Его проводили туда, где сидел лжегрешник. «Я не мог прийти к вам, но боялся, что мое отсутствие введет вас в уныние, и тогда я послал одного из старших братьев. Покажи». Человек, которого братья едва не приняли за своего лидера, поднял руку и показал метку, расположенную между большим и указательным пальцами, несколько пересекающихся линий. В бункере снова остался сидеть сталкер Батрак. «Скажи, что нам делать?» спросили они у грешника. «Делать», верховный лидер задумался. «Братья мои, у нас важная миссия. Мы должны вернуть все, что было у нас отобрано сталкерами. Для начала мы вновь займем проклятую топь, потом отыщем ключ к аномальным полям и пройдем к скорбящему камню. А потом мир содрогнется». И братья поверили. Он направил их, а сам, оставшись в одиночестве, поднес к уху рацию, дождался, пока с другого конца тишины ему ответят и произнес мягким вкрадчивым голосом. «Говорит майор Иванов, секта вновь под контролем. Мне нужно больше солдат проекта воин». Когда Кривошеев был жив, он умудрился угробить свой отряд. «Мы захватим место, где находится скорбящий камень, вновь расконсервируем центр управления на проклятой топе. Мы сделаем ПСА с артефактными сборками и получим армию, то, на другом конце сделался еще мягче, еще сливочнее. Мне нравится такое рвение. Не без патетики, но все же... А что ты будешь делать с этой троицей, со сталкерами, с Памом, Монголом, Журавлевым? «Все трое живы только потому, что Кривошеев не мог... Хватит! Хватит!» перебил мурлочущий голос. «Ты пытаешься спихнуть на него все проблемы. Запомни, что Кривошеева нет. Теперь ты, лидер, и тебе нужно решать, что ты будешь делать с ними. Они умрут, все трое». «Я сомневаюсь, прав ли был, когда назначил тебя руководить?» Голос сделался жестче. «Если эти трое умрут, кто покажет нам местонахождение ключа, артефакта, открывающего путь к скорбящему камню? Кто поможет пройти к камню? Все трое должны жить, по крайней мере, до тех пор, пока нужны нам». «Но как мне быть?» «Все очень просто. Ты должен собрать остальные осколки, остальные слезы камня». «Все, я пришлю специалиста, который сделает тебе сборку». «Все артефакты задействованы, чтобы держать в повиновении секту». «За секту не волнуйся. Какое-то время они будут находиться под пси-воздействием. Этого времени хватит, чтобы принять решение». «Ты нацелишь энергию слез на то, чтобы подчинить троих сталкеров. Используй камни, чтобы сталкеры сломались. Наш специалист вскроет сознание каждого из них и хотя бы один сдастся, расскажет, где спрятан артефакт». «Можно один вопрос?» «Задавай, Витя, задавай». «Скорбящий камень, это так важно или есть в этом что-то еще?» «Конечно, есть что-то еще. Эти трое вечно портят нашей организации все планы. Но они всего лишь люди. Адепты тоже лишь люди, верно? Да, но неверно. Адепты порождения зоны. И эти трое уже давно не сталкеры. Они марионетки зоны, с которыми нужно заканчивать. И если не справишься, можешь прощаться с жизнью. Ты знаешь, что будет тогда». «Я сделаю». И отключил рацию». Тремя днями позже на станции Зырянка от состава Надеждинск-Москва верные люди отцепили неприметный вагон-рефрижератор и отбуксировали на запасной путь. В рефрижераторе в искусственной мерзлоте лежали десятки окоченевших тел, жертвы недавнего побоища на блокпосту. Сталкеры, бойцы проекта «Воин». Их тела везли в столицу для экспертизы, которая о многом бы поведала. Но не срослось. Быстрые и ловкие люди Иванова достали из рефрижератора один из трупов, а потом уничтожили остальные тела. Когда на станцию прибыла группа офицеров рубежа, от вагона не осталось ничего. Внутри сработала сборка из артефактов, активизировав небольшую аномалию «Энерго», разметавшую на мелкие ошметки все в радиусе полусотни метров. Единственное тело, не подвергшееся чудовищному колдовать над ним. Это был труп Влада Кривошеева, человека, который несколько лет перекрывал Иванову кислород и резал крылья на взлете. Пара часов манипуляций с артефактами и мертвец ожил. Разговор с Кривошеевым предстоял сложный и долгий, страшный разговор с ожившим мертвецом, с зомби. «Я расскажу тебе историю», начал Иванов, чувствуя, как в душе соединяются воедино страх от общения с мертвяком и ощущение восторга от победы над вездесущим Кривошеевым. Жил-был мальчик Витя из города Томска. И вот однажды Витя пошел в зону. Было у него много друзей. Иванов горько усмехнулся, взгляд потух. Но все они сгинули на мертвых землях. Тогда его, мальчика Витю, израненного и испуганного, нашел человек без лица. Нашел и сказал, что он адепт зоны, ее верный слуга. Зомби внимательно слушал. Совсем по-человечески, чуть приоткрыв рот, выпучив глаза, словно изумлялся рассказу Иванова. Виктор видел его расколотый череп и вспухшие мозги, проглядывающие в прореху. Он предложил, сдерживая рвотные позывы, продолжал Иванов, молодому сталкеру присоединиться к нему. Ты будешь могущественным существом, говорил он, ты будешь одним из хозяев этого мира. И тот поверил. Дурень, взрослый мужик, а поверил, как мальчишка. Человек без лица сказал Вите, что он отныне помощник великого и ужасного профессора Кривошеева. И по завершении проекта воин, когда Кривошеев займет место в пантеоне адептов, тот станет его правой рукой, карающим мечом. Но профессор, сука, все просрал. Упустил Хусаинова на проклятой топе, прикончил сталкера зверя, чей артефакт был ключом к скорбящему камню. Поэтому хозяева его скинули на самое дно и мальчика Витю вместе с ним. Думаешь, почему я злился на тебя? Почему? Тупо выдавил зомби. Потому что ты все испоганил. Тупой старый пердун. Ты был не в состоянии все контролировать и мешал мне взойти на вершину. Ты много о себе думаешь. Зомби попытался улыбнуться. Это мне говорит мертвец, у которого через двое суток начнут тухнуть мозги, который вот-вот станет разлагаться и превратиться в вонючее гнойное месиво. Зомби молчал. Я сделаю все, что не сделал ты. Он звонил мне вчера. Кто? Зомби вскинулся. Человек без лица. Бергвид. Он дал мне шанс. Нужно схватить троих сталкеров и убить. Виктор замолчал, надеясь, что Кривошеев подхватит разговор, но зомби лишь ту посмотрел на него, рот приоткрыт, правый глаз поблек. Опасайся его, Бергвида, вдруг зашлестил мертвяк, и Стеценко, всех, кто служит хозяевом. Я осторожен. Иванов натянуто улыбнулся. Знаешь, зачем я воскресил тебя? Нет. Мне нужно знать, как ты сумел убедить секту Ветер в том, что являешься их лидером, грешником. Хочешь занять мое место? Хочу. Так как? Я уже мертв, поэтому могу не отвечать. Ты ничем меня не запугаешь, Витя. Иванов скрипнул зубами и медленно произнес. Через сорок восемь часов у тебя начнет отмирать мозг. Через семьдесят два ты потеряешь память и станешь обычным зомби. Через девяносто часов потеряется все человеческое. Но я не думаю, что зомби с расколотой черепушкой проживет дольше суток. Ты умрешь. Уже умер. единственное, чего ты боишься уйти бессмысленно и глупо. Если не расскажешь, так и будет. Но если поделишься знанием, я продолжу твое дело. Это будет победа. Твоя победа над смертью. Что ты хочешь знать? Мне нужны все ресурсы. Секта Ветер, группировка Легион, бойцы проекта Войн. Как ты их контролировал? Через псиоников. Кривошеев закашлялся. И с помощью сборок из артефактов. Возьми бумагу и ручку. Я все тебе расскажу. Иногда мне снятся странные сны. Эпизоды из прошлого переплетаются в них с причудливыми фантастичными картинами. Вот и теперь, пребывая между беспамятством и реальностью, я видел яркие образы, картинки из далекого и не очень далекого прошлого. Чудился блокпост, на котором довелось служить командиром пулеметного расчета, а позже примерить на себя роль командира отметки. Их двое, говорил Саныч, мой замок, которого несколько лет спустя я взял в свою группу военсталкером. Саныч погиб из-за взрыва, уйдя в увольнительную, но это позже, годы спустя. А пока он шел по коридору, докладывая мне. Я видел себя со стороны, сопливого юнца, которому доверили управление одним из ключевых блокпостов. Пытались пробраться на блокпост во время пересменки, знали расписание. Да-да, пересменка, крутил я в голове скользкую, как мокрый камень мысль. На таких блокпостах раз в неделю в определенное время проходит пересменка, и личный состав меняется. Дождались, продолжил Саныч, перебрались через минные заграждения, вошли на территорию и столкнулись нос к носу с нашими бойцами. Мы загодя приехали на блокпост, никто знать не мог. Одного скрутили, второй ранил бойца и убежал. Кого ранило? Саныч назвал фамилию контрактника, которому прострелили руку. Фигня, констатировал он, оклемается. А нашего пойманного как величать? Не колется. Откатали пальцы, пытаемся по базам пробить. Минут через десять закончим. Он офицера требует, так что попробую, может, что и выйдет. И вдруг сменил тему разговора. Слышал, что вчера на седьмой отметке случилось. Ты про химеру? Я поюжился. Жуть вообще. Теперь ищи свищи эту гадину. Говорят, они вне зоны не живут. Я хмыкнул. Ну да, пошли в один из кабинетов, где за столом сидел парень чуть за двадцать, худощавый, с юношеской щетиной на щеках. Ваши люди мне палец выбили, замямлил парень и поднял правую руку, большой палец, на которой неестественно оттопыривался. Звякнули наручники. Вправь сам, сказал, как отрезал я. Тебя как звать? Герой пионер. А вы офицер? Я молча указал на шеврон. Макс. А фамилия у тебя есть, Макс? Зверев. Скажи мне, Макс, ты понимаешь, в какую заваруху ты попал? Проник на территорию блокпоста. Ты ведь сталкер? Я нет. Я пришел из Надеждинска. Один хрен. Я сел на край стола, азартно, с веселой злобой, глядя на него. Ты понимаешь, что гарантировал себе семь лет строгача? Понимаешь? И это, если оружие твое не окажется засвеченным в мокрухе? Этот сон крик моей совести. Она вопит, требует покаяться в содеянном и несодеянном. Поэтому я увидел Максима Зверева, сидящего на блокпосту. Потом профессора Анатолия Шилова, погибшего на том же блокпосту года спустя. И, наконец, Мишку Верещагина, старого друга, когда-то вывезшего меня раненого из зоны на изрешеченном броневике. Все они вошли в мою жизнь и изменили ее. Болотник, мудрый человек, сказал, что у меня просто нервы разболтаны, в конец, и надо отдохнуть. Это в зоне-то? Мне грезился дом проводника Поляка, чья дочь погибла во время атаки мутантов на Надеждинск. В полупустой комнате, где из убранства лишь старый диван, накрытый затхлым пледом, книжный шкаф и стол с двумя стульями, стояло фото в рамке. Улыбающаяся девушка по имени Аня. Подойдя ближе, я увидел, что на снимке не дочка Полякова, а моя бывшая. В руке у нее пистолет. Я, жена Миши Верещагина, зазвучал в мозгу голос. Это все разные люди, разные картинки, разные части пазла. Снится ли мне это? Или я давно уже нахожусь под воздействием мутанта? Снится ли? Перед мысленным взором возникла панельная трехэтажка в центре Надеждинска, крохотная кухонька. За столом, спиной ко мне, сидел человек в форменной зеленой рубахе, низко склонившись над тарелкой борща. Я подошел ближе, удивляясь тому, что могу управлять своими движениями во сне. Раньше всегда думал, что сон, как кино внутри головы. Смотреть смотри, руками не трогай. Вблизи стало ясно, человек, сидящий за столом, мертв. Упал лицом в тарелку с супом. Не понимая, что делаю, дернул мертвеца за плечи, и тот вдруг закашлялся, повалился на пол, переворачивая стул и сметая со стола скатерть с тарелками, чашками, ложками. Сквозь нестерпимый звон бьющейся керамики и соприкасающегося металла я отчетливо различил его голос. «Жура?» спрашивал недавний мертвец. «Ты?» Картинка сменилась, и вот я уже стоял на лестничной клетке. Рядом Саныч. Стояли, курили. Вернее, курил Саныч. Дымил, как паровоз. Одну за другой. С фильтром свои и без фильтра, оставшиеся от отца. Я лишь вдыхал терпкий табачный дым и наблюдал, как нервно подрагивала рука с сигаретой, как рос на кончике тлеющей бумажно-табачной трубки столбик пепла. Рос, рос и рассыпался, когда нервный тремор проходил по телу Саныча в очередной раз. Он перевез отца в Надеждинск сразу, как только устроился на службу в рубеж. Военному сталкеру по закону полагалось ведомственное жилье, страховка и много чего еще. Его отцу, ветерану войны, скромная пенсия и доживание последних лет в коммуналке на окраине Читы. С дядей Сашей, моим тезкой и большим весельчаком познакомились после того, как Саныча перевели в мой отряд. Подтянутый, седоволосый мужичок лет шестидесяти, как мне тогда показалось, принес бутылку коньяка поздравить сына с назначением. Выпили, разговорились. Оказалось, вовсе не шестьдесят дяди Саши, а без малого девяносто три. — Хорошо сохранился, — спрашивал он у лукавой Шурис. — А это все потому, что руками мало работал. Работа была умственная. Пел почти всю жизнь. Почетный гражданин своего города. Это под Читой. — А вообще, какая разница? До живая столетия дядя Саша не мог усидеть на месте. Писал короткие заметки в местную газету «Голос надежды», все больше про военных сталкеров, и снискал среди ребят уважение. Когда мой отряд перебросили для тренировок в Севастополь, и Саныч потянул отца следом, старик лишь скривился, мол, нечего мотаться по югам, хорошо и тут. А через месяц Санычу позвонили, его отец оказался в больнице. Поскользнулся в гололед, ударился головой и впал в кому. Из Севастополя уезжали той же ночью. Я, Саныч и Клапан. Суровый мужик, боевой товарищ, совсем расклеился. Не нажив к сорока годам семьи, единственным родным человеком он всегда видел отца, который наставлял, учил, выслушивал. Иногда мне казалось, что стержень в этом человеке — любовь к отцу. И вот случилась беда. Неделю старика пытались вывезти из комы, но безрезультатно. Приезжал из научного лагеря сам профессор Дугин, седовласый толстяк, что-то выспрашивал у врачей, качал головой. Шансов было мало. Лишь надежда на чудо оставалась, теплилась до последнего. Но чудо не случилось. Дядя Саша умер, не приходя в сознание, на десятые сутки. Мы стояли на лестничной клетке больничного здания, курили и молчали. И мне вдруг подумалось, что дядя Саша, наверное, стал бы отличным сталкером. Он и его однополчане, сражавшиеся под Малоярославцем, форсировавшие вислу и одар, бравшие Берлин. Настоящие, кремень, а таких ножи можно точить, спички зажигать. А вместо них зона вместила в себя другое поколение — лжецов, убийц, наркоманов. Конечно, были в зоне и хорошие люди, но в гораздо меньшем количестве, чем хотелось бы. Через полгода Саныча и его напарника Кондрата взорвали в одном из домов, находящихся в пяти минутах ходьбы от больницы. Почему я это вспомнил? Наверное, потому, что дядя Саша стойко ассоциировался у меня с монголом, человеком, прошедшим две войны, таким же суровым и настоящим. К чему этот сон? Вереница образов, лица знакомых и друзей, живых и мертвых. К чему? И вообще, сон ли это? Нет же, не сон. Я просто надышался белого дыму и теперь брежу. Или умираю. Может, я уже умер, и это ад смотреть цветные яркие сны, множество картинок из прошлого, от которых больно и страшно. Господи, мне страшно. Пришел в себя быстро и болезненно, будто кто-то сжал мне виски, селись раздавить череп. Огляделся. В длинном узком помещении, чем-то напоминающем рабочую бытовку, нас было четверо. Помимо меня, развалившегося на грязном топчине, фрегат, грызун и спам. Они методично обшаривали ящики и шкафы, которыми было уставлено помещение. Насвистывая паранойя, фрегат двигался через комнату, распахивая дверцы шкафов, сваливая на пол кипы бумаг и книги. Макулатуры полно. Не думаю, что это отчетность секты, заметил грызун. Верно мыслишь, леший. Фрегат выудил из сваленных на пол бумаг один из листков, прочел. В связи с этим, считаю необходимым доукомплектовать гарнизон взводом военных сталкеров и несколькими турелями. Так, тут какие-то отчеты военных. Переход на проклятую топь, пояснил спам. Когда-то в здешних краях был лагерь ученых, но потом его вырезали люди Иванова. И вояки не уничтожили бумаги. Я же не говорил, что лагерь был прямо тут. Он севернее, за аномальными полями, а бумаги могли и сектанты припереть. Фрегат хохотнул. Ага, чтобы вечерами почитывать. Или подтираться. Грызун его оптимизм не разделял. Выгреб из шкафа пластиковый скоросшиватель с документами, бегло их пролистал. Вот, слушайте. Для успешного функционирования образца номер четыре требуется наличие мощного аккумулятора. Предполагается использовать... И что? Не понял Фрегат. Какие-то научные бумаги. Фрегат лишь отмахнулся. Сталкер продолжил открывать шкафы один за другим. Наконец, добрался до стоящего в дальнем конце комнаты холодильника, рывком распахнул дверцу. О, а тут у них пиво! Не совсем-то мясоеды, эти ваши ветровцы. Под мяско пиво самое то! Довольно крякнув, Сталкер откупорил бутылку, сделал несколько глотков. Пока ты бухаешь, хорек на улице остывает. А что я? Фрегат удивленно вскинулся. Выжил, потому и праздную. Пока вы тут пыльные каракули разбираете, я кайфую. Он обернулся в мою сторону, хотел что-то сказать, но вдруг поперхнулся и закашлялся. Спам и грызун посмотрели сначала на него, потом на меня. Он очухался, оказывается. Фрегат ткнул в меня початой бутылкой пива. Я чуть не помер от неожиданности. Оборачиваюсь, а он смотрит. Вообще, пацан с того света вернулся. Сталкеры старались не обращать на Фрегата внимания, будто он был школьным хулиганом, пытающимся балагурить, срывая урок. «Ты в норме?» спросил Спам. Я отрицательно замотал головой. «Противная горечь на языке, шум в ушах, иголка, колотящееся сердце. Разве это нормально?» «Закатай рукав», скомандовал сталкер, демонстрируя мне шприц на два кубика, заполненный розоватой жидкостью. «Марганцовка, что ли?» Я попытался улыбнуться, но уголки посиневших губ лишь мелко дрогнули. «Перцовка, блин! Рука в закатывай, жура!» «Я доверяю только трем врачам». Снова нелепая полуживая улыбка. «Булгакову, Розенбауму и Че Гевары». Спам раздраженно засопел. «Я Че Гевары». «Берет дома забыл». «Руку подставляй, не заставляй доктора Чек колоть обезболивающее тебе в задницу». Я медленно словно пьяный кивнул. «Ха-ро-шо». «Иди». «Куда иди?» «Туда». «В задницу». «Или туда и коли себе на здорово». «У нас одного полудурка хватает», он зло указал на фрегата. «Ты еще мне будешь нервы трепать». Я послушно расстегнул куртку, снял свитер и закатал рука в футболке. Хищно-поблескивающая игла воткнулась в предплечье, а когда розоватое содержимое шприца впрыснулось в тело, рука занемела. «Что это было?» спросил, надевая свитер. «Портивоядие своего рода», горько усмехнулся спам. «Дым видел?» пояснил за него грызун. Я ошалело кивнул. «Ну вот, эти чудики решили красиво себя убить. Откупорили армейские запасы боевых газов, добавили артефактов. Короче, через 10 минут ни одного живого там не было». «Зачем они это сделали?» Мне и вправду была непонятна логика сектантов. «Они выигрывали в нелепом бою с группой монгола, но внезапно собрались умереть?» «Кто же разберет?» «Сектанты?» «Тебе сейчас полегчает. Мы нашли у них нужные лекарства». Тут в разговор вмешался спам. «Жура, не торопись вставать. Полежи минут 10-15 хотя бы». Я лишь отмахнулся. «Расскажешь, что произошло?» «Ага, сказку тебе не рассказать», вклинился фрегат, а спам сказал мне. «Тебе повезло, тезка. Невероятно повезло, что ты сам вышел из здания». «Из ангара». «Да, из ангара», он кивнул. «Еще пара вдохов этой отравы, и мы бы тебя не откачали. Но вдвойне тебе повезло, когда здесь он обвел помещение рукой, мы нашли аптечку с антидотами, и каждый подписан. От дурман травы, от сон травы, от белого дыма. Вкололи тебе два кубика. Посмотрели, что будет». Я удивленно воззрелся на сталкера. «А если бы там был яд?» «Ты предпочел бы умереть от токсического шока?» Я молчал. «Тем более у каждого из сектантов тут отдельный шкафчик, а в шкафчиках три антидота. Ветровцы, кажется, планировали химическую атаку. Догадываешься, против кого?» Я не догадывался. Строго говоря, мне было наплевать. Так сильно болела голова, а в горле соднило, будто я вылокал бутыль рома без закуски. «Тут вообще много странностей», — принялся рассуждать словоохотливый грызун. «Собак-тех видел?» «Пседо псов», — поправил его спам, а фрегат лишь закивал от хлебового пива. Так у каждого пса вживлен под кожу маленький кусочек артефакта. Монгол предположил, что таким образом ими пытались управлять. Вивисекторы, в общем. «А где сам Монгол?» — заволновался я. «Отдыхают», — успокоил фрегат. «Решили, что два часа сна им помогут. Тоже наглотались этого дыма. Они и девка, белка эта». Я опустил отяжелевшие веки, и перед мысленным взором замелькали, сменяясь, картины нынешней ночи. Бой с лысым, спасение белки, атака на лагерь сектантов, гибель харька, белый дым, жуткие, болезненные картины. «Пленников нашли?» — спросил я, рывком садясь на дахте. «Спам придержал меня, не давая упасть». «И не искали. Ты еще минут тридцать отдохни, время есть». Я отрицательно мотнул головой. «Не могу. Надо что-то делать». Пошатываясь, поднялся на ноги, сделал шаг. «Второй. Ничего страшного, ощущение легкого будуна присутствует, но не более того». Вышел на середину комнаты, плывущий, раскачивающийся, выдернул из рук фрегата бутылку и с силой шваркнул ее об пол. Брызнули в разные стороны осколки и пивная пена. «Харек сегодня умер», повторил я озвученную спамом мысль. «Умер, чтобы уничтожить секту и спасти заложников. Пока мы никого не спасли, пить ты не будешь». Фрегат не возражал, не ерничал. Теперь он был увлечен содержимым шкафов, выгребал вещи, рассматривал, порой витиеват ругался. «Что там? Мини-компьютеры, документы, вещи, жетоны какие-то». Я подошел, взял из рук фрегата связку стальных жетонов, личные номера военных сталкеров. Здесь их с десяток, а значит, каждый жетон это чья-то жизнь и чья-то смерть. Терзаемый и смутной догадкой принялся рассматривать жетоны и нашел то, что боялся и хотел найти. «Бакс! Клюв!» прошептал я, чувствуя, как предательский дрожит голос. «Знал их?» поинтересовался спам. Я кивнул. «Мои бойцы!» Пропали во время рейда в зону. Я тогда проводил профессора Шилова к скорбящему камню. Вернулся, а их и след простыл. Думал, гадал, что с ними. Сочувствую. Спам хлопнул меня по плечу. «Но такое знание лучше незнания. Есть определенность хотя бы». «Определенность в чем? В том, что моих ребят съели сектанты? Это ведь трофей из убитых и съеденных. Или нет?» «Мы не знаем». Поняв, что я начинаю злиться на него, примирительно сообщил спам. «Может, да, а может, нет. Если встретим кого-то из сектантов, то спросим». «Не спросим». Я что было сил пнул дверцу ближайшего шкафа. «Эти суки струсили и убили себя. Подлые мрази. Даже тут обскакали». К тому моменту, как грызун разбудил инка и монгола, я уже оклемался. Помог артефакт серпа, который достал из своего рюкзака запасливый айболит нашей группы спам. Я повертел теплый камушек в руках пару секунд, чувствуя, как сердце начинает биться в бешеном ритме и кинул обратно в контейнер. «Легче?» спросил участливо спам, захлопывая крышку контейнера. Я согласно кивнул. Столы впрямь намного легче. Главное подольше не закрывать глаза, чтобы не видеть мертвого хорька. От мысли, что следопыт погиб, мне было грустно и страшно. Монгол выглядел плохо. Кожа землистого оттенка, мешки под глазами. Он влажно кашлял и поминутно сплевывал длинную текучую слюну на пол. «У вас в Казани так принято, да? На пол плевать?» попытался поддеть его фрегат, но Хусейнов лишь показал сталкеру кулак. «Понял. Какие все нервные после этого газа!» Нервным был и инквизитор. В извечном своем экзоскелете он протиснулся в узкий дверной проем, оглядел собравшихся и сообщил. «Спам! Дай девочке — Да, надо искать заложников. Она говорила, что ребята в каком-то подвале сидят. Серп плохо влияет на сердечный ритм. Начал было спам, но инка жестом остановил его. Просто сделай. Не помрет. Она молодая, сильная. Нам от нее ясный ум сейчас нужен, чтобы указала, где пленников искать». Еще минут пятнадцать сталкеры, как непрекаянные, бродили по единственному уцелевшему корпусу сектантской а инк и монгол на правах самых опытных осматривали находки. Из разговора с грызуном я узнал, что за несколько минут до появления белого дыма группа была прижата к куцому укрытию в центре двора и пара сектантских гранат решила бы дело. Но потом сталкеры увидели, как из ангара повалил густой белый дым и ринулись внутрь, решив, что сектанты сами себя подожгли по неосторожности. Белка и монгол первыми влетевшие внутрь тут же рухнули без чувства, а инк, буквально выволокший обоих наружу, наглотался и того больше. Когда фрегат, спам и грызун с грехом пополам разобрались, что произошло и двинулись на зачистку второго корпуса, оказалось, что длинное одноэтажное здание пусто. Все ветровцы по непонятной причине собрались в ангаре и отравили себя. Во втором корпусе к радости спама нашлись аптечки с антидотами и много других интересностей. Вышедший на обход территории грызун десятью минутами позже обнаружил меня, лежащего на снегу возле ангара в окружении обгорелых изрубленных пулями собачьих тел. К слову, именно мой спаситель обнаружил, что у всех собак на головах в районе темени имеются странные наросты. Не пожалел времени, сковырнул одну из шишек ножом и на ладонь сталкера выкатился небольшой артефакт высверк. Совсем маленький, но теплый и явно активный. Все страньше и страньше, пожал плечами грызун, помогая мне обшаривать шкафчики в одной из комнат, служившей по всей видимости казармой. В два ряда стояли панцирные кровати. Ничего ценного и полезного, вроде патронов и оружия, найти не удалось, и мы вернулись в фойе, где Инг уже привычно разложил на сектантской плащ-накидке пачки таблеток, перетянутой канцелярской резинкой, несколько флешек и телефонов. Источники информации собираем с собой. Он выжидающе посмотрел в конец коридора. Жетоны тоже берем. Передадим Стеценко, пусть знает, что стало с ребятами. Он тяжело вздохнул. Похоже, весть о гибели военсталкеров от рук сектантов произвела на него не меньше, чем на меня впечатление. Когда в конце коридора показались спам и белка, Инг хлопнул себя по нагрудной пластине бронекостюма и скомандовал. Выдвигаемся. Девочка покажет, где сидят пленники. Будьте осторожны, кругом могут быть растяжки, мутанты или живые сектанты. Идем аккуратно. От одноэтажного корпуса до массивного ангара было метров пятьсот. Дошли, аккуратно проверяя территорию на наличие мин. Впрочем, в глубоком снегу это было весьма проблематично. У ангара заметили окоченевшие собачьи тела и трупы дозорных ветровцев. Может, уберем, предложил грозун, но я лишь сплюнул. Пусть лежат. Собакам собачья смерть. Инг поддержал. Согласен. Пусть гниют. Остальные промолчали. Защитников у покойных не оказалось. Лишь белка с непонятной жадностью вглядывалась в почерневшие заметенные снегом лица сектантов. Охарек вдруг спасил грозун и все встрепенулись. Мы вправду забыли про тело хорька, верного оруженосца инка, санчо панцы зоны. Сначала позаботимся о живых, сказал, как отрезал инк. Показывай, девочка. Белка, которой переговорной гарнитуры не досталось, указала на небольшой одноэтажный кирпичный пристрой, прилепившийся к стене ангара со стороны входа на территорию. На его крыше был виден крупнокалиберный утес, спрятанный за бруствером из мешков с песком. Рядом с дулом смертоносного зверя были видны посиневшие человеческие руки. Тот самый сектант, которого Харек снял в ночном бою. А теперь на рассвете вовсе непонятно, как умудрился. Одно слово, ганфайтер, стрелок от бога. Здесь должны быть, сообщила Белка, указывая на пристрой. Если они не траванулись газом, горько заметил Монгол. Грызун, спам, открывайте. Я взял на изготовку автомат, готовый полоснуть очередью любого, кто окажется в помещении. Аккуратно открыли двери, вошли. Часть пристроя занимал объемистый пузатый бойлер и несколько ржавых труб. В остальном ничего интересного. Узкие окна под потолком, бетонный пол, несколько лампочек, свисающих на шнурах с потолка и начинающих раскачиваться от порывов ворвавшегося снаружи ветра. Но было в пристрое кое-что странное. Посреди помещения в полу располагался массивный стальной люк с винтовым механизмом, а чуть поодаль раструб воздуховода. Я подошел к трубе воздухозаборника и крикнул в оцинкованный раструб «Эй, есть там кто-нибудь?» «Будь, будь, заплясало неожиданное эхо, а потом снизу послышался стук металла о металл. Кто-то отбивал сигнал СОС. В подземной темнице определенно были люди, пленники, которые по логике септантов должны были повторить судьбу Максима Зверева и стать такими же чудовищами. «Открываем», скомандовал монгол. Спам с фрегатом принялись крутить штурвал запорного механизма и, наконец, откинули тяжелую крышку. «Эй, вы там! Кто бы вы ни были!» донеслось снизу. «Помогите!» «Короче, так», ревкнул монгол, подходя к лазу, «не дай бог там кто-то с оружием! Тут же положим всех, ясно? Выбирайтесь по одному!» «Да я тут всего один!» Мы помолчали. «Мне вылазить или нет?» «Вылазь! Ты кто такой?» «Так вылазить или говорить?» «Да говори уже, кто такой, а потом вылазь!» Нервы у всех были на пределе. «Из анархистов я, зовут Батрак! Давно здесь сидишь?» «Да вы заколебали!» «Давно сижу, давно!» И вдруг Инка задал вопрос, которого ждали все. «Белка с тобой сидела?» Я метнул резкий взгляд на девушку. Та вдруг изменилась в лице, взгляд сделался затравленно бешеным. «Со мной, со был выкрикнуть Батрак, но из подземелья послышалось «Какая нахрен Белка? Мужики, дайте вылезти!» Привычная ухмыляющаяся маска на лице фрегата дрогнула. Он ощерился и вдруг вскинул автомат. Стоявшая рядом с ним Белка медленно начала поднимать руку с пистолетом. Этих двоих, стоявших у самого входа в пристрой, отделяло от остальной группы всего несколько метров. На мгновение я подумал, что хватит одной точной очереди, чтобы срезать меня, Спама, Инка, Грызуна и Монгола. Тра-та-та и пять трупов. Стоявший лицом ко входу Монгол все понял и без того вскинутый автомат обратился дулом на фрегата. Я тоже потянулся к оружию. Все это заняло пару секунд. Пару долгих, тягучих, горьких секунд. От быстротечности событий, казалось, заложило уши. Мы оказались вне времени. Мозг работал на пределе, просчитывая возможные варианты развития событий, а тело не поспевало за разумом, потому автомат в моих руках поднимался так медленно, и когда левая рука прижала цевьё снизу, фиксируя калашников для выстрела, в помещении уже раскатисто громыхнуло. Фрегат опередил меня. Еще мгновение, и восстановилось привычное течение времени, я услышал как начал заваливаться на бетонный пол, стоящий спиной к фрегату и белке инк, так и не успевший ничего понять. Рядом с ним рухнул грызун. Мгновение, словно чиркнувшее обороню пуля, было и нет, но вместе с ним оборвались две жизни. Прежде чем фрегат и белка выскочили за дверь, я успел увидеть растерянный взгляд сталкера. Казалось, он совсем не ожидал, что события будут развиваться таким образом, а вот белка догадывалась. Перескочив через тела инка и грызуна, я выскочил на улицу вслед за беглецами, поскользнулся на крыльце пристроя и кубарем покатился по двору, слыша, как над моей головой со свистом пронеслось несколько пуль. Совсем рядом. Видать, зоной впрямь ставят под ножки тем, кого желает уберечь. Следом за мной выскочил монгол. Он вскинул автомат и пустил в беглецов длинную очередь, но не попал. «Спам! Держи лаз под прицелом!» крикнул оставшемуся в пристрое сталкеру монгол и побежал за фрегатом и белкой. Я заковырял следом. Лишь у ворот раскрасневшийся Хусаинов махнул мне рукой. «Возвращаемся! Позже нагоним!» Мысль дождаться утра казалась вполне здравой. Фрегат, будучи отличным стрелком, мог доставить нам немало проблем. К тому же, разве мы могли оставить спама в полном мертвецов и псевдопсов лагеря? Инг и Грызун скорее всего мертвы, но если нет, им нужна будет помощь. Мы вернулись через несколько минут. Злые и растерянные. Инквизитор, огромный и неповоротливый в своем экзоскелете, лежал на полу лицом вниз. На лысом затылке зияло кровавое входное отверстие от пули. Это было так нелепо! Мне всегда казалось, что Инг, лидер леших, переживет любую бойню и умрет дряхлым стариком где-нибудь в Надеждинске. Но теперь он был мертв. А еще Грызун. Тот лежал на спине, глаза обращены к грязному, покрытому пятнами черной плесени потолку. Бронежилет не помог. Пули из автомата Калашникова на таком расстоянии не оставляли шансов. Они пробили бронежилет и, наверное, метались между передней, грудной и задней пластинами, превращая в кашу внутренности сталкера. Грызун что-то шептал, когда мы подошли к нему и склонились над умирающим. Грызун, прости, начал было монгол, мы найдем серп и вылечим тебя. Сука, он, только и шептал сталкер, не слыша нас. Сука. А потом вздрогнул, и его живые глаза поблекли, губы распрямились в голубоватую ниточку. Спам присел на колено возле мертвеца, закрыл сталкеру глаза и с силой садонул кулаком о бетон. Вы убили фрегата? Мы с монголом переглянулись, но ничего не сказали. Стояли молча, грустные, усталые. Спам понял, что мы упустили беглецов и тоже молчал, не зная, как реагировать. Наша смертельно опасная вылазка закончилась бесславной гибелью большей части отряда. А ведь Инг говорил, нужно позвать подмогу. Какими аргументами мы его закидали, что Леший согласился на безумную авантюру. Теперь уже неважно. Эй, ребята, я не хочу вас отвлекать, послышался голос из-за наших спин. Мы обернулись и вечно спокойный монгол едва не выстрелил, но в последний момент убрал палец со спускового крючка. Перед нами стоял полноватый мужичок, лет сорока, невысокий, с приятными чертами лица. Казалось, он хотел улыбнуться, но увидел окровавленные тела, и улыбка, словно подтаявший снег с крыши сарая, сползла с его лица. Мужики, я не знаю, кто вы такие, но я вам очень благодарен. Если бы не вы, этот клетый псионик, вы же его убили, вы же его? Да говорить он не успел. Как-то странно попятился к лазу и тут же солдатиком ушел вниз, не вскрикнув. Люк, закрывающий лаз, захлопнулся сам собой. Сам собой начал закручиваться штурвал. Псионик, тихо и растерянно произнес Монгол. И это было сродни приговору для нас троих. Я увидел, как сталкер потянулся к висящей на разгрузке последней гранате, сдернул ее, кольцо чайки осталось болтаться на жилете. Двумя пальцами Монгол зажал замедлитель, и я понял, что к чему. Лучше взорвать себя вместе с мутантом, чем стать его марионеткой. Спам с автоматом вскинулся, пытаясь отыскать взглядом существо. Где он? Где он, этот мутант? Выскочил на улицу. Нельзя оставаться на месте, рявкнул Монгол, и мы побежали к воротам, где и столкнулись с мутантом лицом к лицу. Он шел нам навстречу. Небольшой, худощавый парнишка лет восемнадцати, в свитере а-ля Бодров, улыбался. Руки он развел в стороны, ладонями вперед, словно готовый к распятию Христос. Молодой парень, татарин. Привет. А вы думали, почему все так легко? Никто из троих не проронил ни слова. Мутант в обличии человека разглядывал нас внимательно и при том постоянно улыбался, словно хотел сказать «Неудачники, вы подчинитесь мне». «Ты не мой сын», зашептал Монгол. «Ты не Рамиль». «Да, да, да. Твой Ромка зомби, который сейчас сидит в доме у болотника. А может, это я твой сын, а там лишь его физическая оболочка? Не думал об этом отец? О том, что герои ждут приключения?» Монгол побледнел, зашептал что-то невразумительное. «Хватит. Идемте внутрь. Я приготовил для вас троих уютный подвальчик». «Это он убил сектантов, Монгол. Он заставил их пустить газ!» — закричал все понявший спам. Мутант мягко улыбнулся и махнул рукой. Повинуясь его страшному жесту, мы двинулись, бросив оружие, теряя контроль над своими телами. В последний момент, чувствуя, как деревенеют голосовые связки, я успел крикнуть Монголу «Граната!» Сталкер отрешенно посмотрел на меня, на руку с зажатой в ней РГДшкой, а потом вдруг зашвырнул гранату за забор. Вот и все. Шансов одолеть мутанта не осталось. Часть вторая. Время вспомнить. Глава шестая. Пятью годами ранее. Казань. «Загулял парнишка», — донеслось из дежурки. Азат Хусаинов виновата потупился, снова заглянул в полукруглое окошко. «Да не мог он!» Полицейский, вальяжно развалившийся на кресле в душной комнатенке, страдальчески закатил глаза. «Сколько ему?» Не дожидаясь ответа, продолжил. «Семнадцать. Я в его возрасте трахался и бухал. Бухал и снова трахался. Молодость!» Азат скрипнул зубами. «Послушайте!» «Вы обязаны принять заявление. Пропустите меня к участковому. Вы обязаны!» Дежурный нехотя поднялся с жалобно скрипящего кресла, вышел в коридор, облокотясь о верхушку турникета, зафиксированную в закрытом положении. «Слушай, дед!» Он с прищуром глянул на Хусаинова. Молодой, холеный, с намечающимся вторым подбородком и оттого похожий на оплывшего по весне снеговика. «У нас и без тебя работы море!» «Ты, дед, топай отсюда!» «Вернется твой сынок!» «Проспится» «И вернется!» Никогда еще Азата не называли дедом. В свои сорок пять смуглый, низкорослый татарин мог сойти за пятидесятилетнего. Но дед это уж слишком. И какого черта этот жиреющий сопляк тыкает ему? Почему решил, что его сын, не вернувшийся вчера домой, напился? Потому что сам дед обрежен в рабочую фуфайку. Так ведь со смены! «Мой сын», отчеканил Хусаинов, делая шаг к турникету, «Не пьет вообще!» Полицейский вновь вскривился. Он не хотел пропускать человека в замызганной рабочей одежде. Участковый, Паша Устинов, с утра сказал ясно и недвусмысленно. «И никаких заявлений не принимаем. Без них висеков до задницы!» «Слушай, дед!» Хусейн в жестом остановил толстяка. «Я пойду и напишу заявление», проговорил он тоном, не терпящим возражений. Дежурный сглотнул. Он хотел и было сказать что-то вроде «Нет, не пройдешь!» Но, натолкнувшись на тяжелый взгляд Азата, отступил. «Сейчас открою, дед!» Через полминуты турникет пискнул, вместо красного огонька на панели зажегся зеленый, и Хусейнов беспрепятственно прошел в здание. Участковый сидит, начал было дежурный, но человек в фуфайке уже шел по коридору. Он знал без подсказок, где сидит участковый. Третья дверь справа. В конце коридора камера, транслирующая изображение на монитор в дежурке. Но толстяк настолько ленив, что вряд ли следит за камерами. Тем лучше для Азата. Хусейнов запустил правую руку в карман, просунул пальцы дальше в прореху. За подкладкой коснулся тяжелого кастета, сделанного несколькими днями ранее у себя в категарке. Зафиксировав кастет на руке, левый открыл дверь. Рывком, без стука, тут же шагнул к сидящему за столом участковому. «Стучаться, тебя не учи!» Кулак с поблескивающим кастетом прилетел точно в живот вскочившему из-за стола человеку. Тот повалился обратно в кресло, ткнулся лицом в разложенные на столе бумаги, захрипел. Азат не торопился. Он спокойно закрыл дверь, прошел к столу, взял с него связку ключей и запер кабинет изнутри. Закончив приготовление, сел напротив участкового, дышащего часто, с хрипами и свистом, словно выброшенная на мелководье рыба. «Продышись, Паша!» зло осклабился Хусаинов. «Носом попробуй! Сейчас отпустит!» Участковый, выпучив глаза, принялся оттягивать ворот форменной рубахи, ослабил узел галстука. «И не вздумай орать!» предупредил Азат, поигрывая кастетом. Хозяин кабинета и не собирался звать на помощь. Он лишь теперь, спустя пару минут после удара, красный как рак, впервые вздохнул полной грудью и со страхом посмотрел на Азата. «Ты знаешь, зачем я пришел?» спокойно пояснил Хусаинов. Он не спрашивал. Констатировал факт. Устинов отрицательно мотнул головой. «Знаешь...» Я разговаривал с матерью Коли Горюнова. Она сказала, что последним, с кем ребята общались, был ты. «Так?» Рука с кастетом коснулась стола, громко клацнув аллокированную поверхность. «Они просили помочь!» Участковый выпрямился в кресле. «Ох, блин!» «Азат, зачем так бить-то?» «Куда они пошли от тебя?» Участковый потупился. «Куда?» Устинов? «Они оружие просили. Наконец выдал участковый. Хотели купить пистолет. А ты...» «А что я?» «Пообещал закрыть их на пятнадцать суток, если еще раз о таком заикнуться». Азат немного помолчал, допустив голову, потом вскинулся, волосы упали на лоб немытыми липкими прядями. «Рамиль дома не ночевал. Значит, они уже могут быть в пути». Глаза Устинова забегали, он облизнул пересохшие губы, метнул короткий взгляд на край стола. Там, под столешницей, чернела тревожная кнопка. Нужно лишь коснуться спасительного пластика. «Сука, только нажми», пресек его план голос Сатарина. «Мне нужно знать, на какой машине они могли поехать. Кто, кроме Рамиля Игорянова, с ними?» «Да не знаю я!» Не то простонал, не то проныл участковый. «Они спрашивали, что нужно с собой брать, какие вещи, еду, ну, про аптечку». «И ты, мразь такая, им об этом рассказал? Взрослый ведь мужик, а ведешь себя как идиот». «Да откуда я знал, что не решаться?» Едва не закричал участковый, незаметно, как ему казалось, переместившись к тревожной кнопке. Но Хусаинов уже поднялся со стула. Его сын с несколькими приятелями-студентами пропали минувшим вечером. Не пришли ночевать. Перебрав вещи в комнате сына, вернувшийся со смены Азат понял, мальчик взял с собой запас теплой одежды, штормовку, подаренный Азатом нож, трофей с Чеченской войны. Значит, и вправду ушел. А они с женой не верили, что сын мог воплотить в жизнь свои подростковые угрозы. «Не лезьте в мою жизнь!» кричал мальчик. «Как хочу, так и живу! Я вообще могу уйти в зону сталкером!» В последнее время Рамиль с друзьями все уши прожужжали родителям о зоне отчуждения и сталкерах. Началось с того, что с рубежа зоны вернулся в Казань брат их тренера по греко-римской борьбе, побывавший там в командировке, и навешал юнцам лапши на уши, дескать, в зоне становятся настоящими мужчинами, надо испытать себя. Как теперь оказалось, подростки готовились. Как минимум двое, Рамиль Хусаинов и Коля Горюнов, собирали рюкзаки. Аустинов заливался Соловьевым. В зоне вы станете крутыми парнями. Тварь! Сам небось отсиживался в Надеждинске, в комендатуре, бумажки перекладывал, а пацанам голову задурил. «Сядь!» Грозно зашипел Хусаинов. «Бери телефон, звони на пост ГАИ, спрашивай, какие машины шли сегодня, требуй записи». «Не дадут они вот так, сразу». «Тогда предлагай варианты. Как узнать, на какой машине поехали?» Участковый глупо хлопал глазами. «Ну, я, я не знаю, надо их перехватывать на рубеже, уже в Надеждинске». «Блин, откуда я знал, что на мои байки поведутся? Я же брату в основном заливал, а он своим греко-римским этим рассказывал». Азат презрительно сплюнул. «Звони на рубеж». Потребовалось не больше пяти минут, чтобы заикающийся Устинов позвонил в закрытый город Надеждинск своему приятелю, сообщил тому, чтобы был готов перехватить машину с мчащими в зону малолетками. Положив трубку, с опаской поглядел на Азата. «Ствол давай». «Какой ствол?» не понял Устинов. «Трофейный. Мне сын говорил, ты привез из зоны пистолет». «Да я так, выпинь ствол сюда, тварь». Азат опустил кастет на лежавшую поверх стола ладонь участкового. Тот открыл рот в беззвучном вопле. «В сейфе. В сейфе. Сейчас». Потянулся к старому, покрашенному белой эмалью сейфу, загремял ключами и выудил оттуда небольшой, аккуратный пистолет Макарова. «Ты же не собираешься сам в Надеждинск ехать?» Хусейнов промолчал. Поднялся с стола пистолет, выщелкнул магазин, передернул затвор. «Где патроны?» «Так не было». «На два магазина отсыпь». «Ты чё, Хусейнов? Как же я отчитываться за них буду?» Скажешь, отстреливался. От поклонников. Хусейнов вновь поиграл кастетам, и это возымело эффект. В его карман ссыпалось два десятка промасленных патронов. «Ты бы не шатался с оружием по отделу», словно советую товарищу, заискивающе произнес участковый. Азат молча прошел к двери, отпер замок и бросил связку ключей Устинову. «Если нажмешь кнопку, я тебя пристрелю». «Веришь?» Бледный, как полотно участковый, выдавил короткое, испуганное «да». Из гулка отзывающегося на шаги, словно брошенного, здания ОВД, Хусейнов вышел без проблем. Привязался у торникета белобрысый дежурный, просивший расписаться в журнале, но татарин лишь отмахнулся. «Не до тебя, сгинь!» И вышел под пронизывающий ветер и нудную морось октября. За ремнем, под свитером, притаился пистолет, ждущий своего часа. Азат думал о сыне. Все время, каждую минуту. Его плоть и кровь, его продолжение, сын был для Хусейновых всем. Ради него жили Азат с супругой. Жизнь парня, выросшего на родине сказочника Ершова, в Ишиме, с юности не имела ничего общего со сказкой. Сначала детдомовское детство, потом служба в армии и два года в патрульно-постовой службе. Детство научило быть сильным, всегда ожидать ударов в спину. Работа в милиции упрочила уверенность, что в спину как раз таки бьют чаще всего. Будущую жену встретил в Тобольске. Его вместе с десятком сослуживцев пнули в старинный город патрулировать улицы во время какого-то грандиозного праздника. Она приехала с подругами из Казани. Не верил Хусейнов в сказки, но тогда, в первый и единственный раз в его жизни, все случилось по-сказочному. О слепительной красоты девушка спросила, как пройти к музею. Он широко улыбнулся, поднял руку, чтобы указать за пределы Кремля, туда, где маячила красным колоссом водонапорная башня. Да так и замер. Подумал, что вот так же замирал, когда после взрыва снаряда над головой свистели осколки. Девушка терпеливо ждала, а он ощупывал ее взглядом. Темные глаза, тонкий прямой нос, влажно поблескивающие губы, острый подбородок. Как та прекрасная Сузге из поэмы известного сказочника, девушка пленила его. Конечно же, он показал ей, как пройти, проводил мимо Софийского собора дальним маршрутом, чтобы продлить ее пребывание рядом хоть на минуту. Познакомились, обменялись телефонами. А уже к зиме Азад бегал по этажам родного ОВД, оформляя перевод в Казань, к любимой. Имя у его принцессы оказалось необычное. Лия. Звучало, как звон весеннего ручейка, как стрек от маленькой печуги. Он катал это слово на языке, расплываясь в улыбке. — Хусейнов, ты че такой веселый? — спрашивал майор, подписывая характеристику. Влюбился, что ли? Азад не отвечал. Он не хотел говорить о любви вслух, громко и открыто, будто боялся, что скажи он об этом, и кто-нибудь непременно украдет его любовь. Потом пронеслись, как один день, два счастливых года. Он просыпался утром, ощущая на своем плече горячее дыхание Ильи, поворачивал голову и долго лежал, любуясь ею. Во сне любимая была еще прекрасней. Но сказка не может длиться вечно. В середине девяностых Хусейнова отправили на Кавказ, где разгоралась страшная война. Лязгая металлическими челюстями, война заглатывала все новых и новых ребят, пережевывала, упаковывала в цинк, а тех, кого выплевывала, навсегда оставляла обожженными своим пламенем. Печать войны эти люди носили в себе. По взгляду можно было прочесть, был ты в горах или не был. Азат был. Там он работал под позывным «Монгол». Вместе с диверсионной группой уходил в тыл к врагу. Там же познакомился с хмурым пареньком Женей, который годы спустя стал известным писателем. Их броня увязла на открытом пятачке и группа ОМОНовцев, то ли из Рязани, то ли из Нижнего, укрывалась от снайпера. Группа монгола пришла на выручку. Снайпера Азат снял из мухи, угодив аккуратно в окно, из которого секунды ранее Бородатый стрелял. Познакомились, пообещали друг другу звонить, после, в другой жизни. Писатель и правда звонил потом. Откуда-то выцарапал номер Азата, сказал, что будет проездом в Казани и надо бы встретиться. К тому времени Хусаинов прошел уже вторую войну. В горах за голову неуловимого монгола Бородатый давали десять тысяч долларов. Никто не разбогател, зато Хусаинову на грудь прилетела медаль за отвагу и орден мужества, а под ноги граната. Контуженный, порубленный осколками, он больше уже не возвращался в горы. Позже узнал, что его группу через неделю заманили в засаду Бородатый и многих убили. Порывался ехать в часть, искать в горах Бергвида, резать его на ремни, но врач коротко прокомментировал. «Ты ходишь только под себя. Пару месяцев еще не оклемаешься. Какая тебе война?» Но оклемался, вернулся в Казань, где ждала Лия. После контузии начались жуткие головные боли, и Хусаинова списали со службы. Был он героем войны, стал никем. Устроился сначала в частное охранное, затем подался кочегаром в магазин на соседней улице. Тогда ты и позвонил Жене. «Хочу про тебя книгу написать, старик», начал он, и монгол горько усмехнулся. «О чем книгу? О том, как каждые два часа подкидывает уголь в жадную горячую топку, как считает копейки, чтобы вместе с беременной женой существовать. Тебя же в горах каждая мразь боялась. Услышат монгол и бегут». «Верно, но то в горах». Так и не встретились. И вот теперь, годы спустя, Азат отыскал в старом блокноте номер писателя. «Тут ли у него телефон сейчас?» «Позвонил». Ответил женский голос. «Приятный, мягкий, с нотками удивления». «Да? Кто это?» «Здра...» Азат прокашлялся. «Здрасте. Можно мне Евгения услышать?» Женщина в трубке с минуту молчала, Азату даже показалось, что связь оборвалась, но потом снова прошелестела. «А вы его знакомы?» «Друг», облегченно выдохнул Хусаинов. «Служили вместе, в горах». «Ну...» женщина замялась. «Он сейчас не в Москве, и номер другой. Но я могу ему позвонить. Скажите ваш номер». Азат продиктовал номер мобильника. «22-71», послышалось из трубки. «Ага, записала. Как вас представить?» «Скажите, Монгол звонил. Он поймет». «Хорошо». Женщина пару секунд помедлила. «Я ему скину ваш номер, а он перезвонит, когда сможет. Хорошо?» «Да, хорошо». И отключился. Он брел по сырому, выставшему городу, тыкался в подворотне, останавливался под козырьками остановок. Женя позвонил через полтора часа. «Хусаинов, ты!» радостно воскликнул он. «Как же я тебя рад слышать, старик!» «Дед!» С улыбкой прошептал Асад, вспомнив, как его недавно назвал дежурный в ОВД, а вслух добавил. «Женя, это я. Нужна твоя помощь. Дело важное и срочное». «Насколько важное?» посерьезнил собеседник. «Как будто у меня броня завязла и снайпер выцеливает. У меня сын пропал. В зону пошел, в аномальную. Мне туда надо. Срочно». «Так». Писатель что-то прикидывал в уме. «Слушай, ты сейчас в Казани?» «Да». «Сколько тебе надо времени, чтобы собраться?» «Голому одеться». «Готов я уже. Только заскочу домой, сумку возьму». «В общем, давай так. Сейчас я позвоню своему приятелю. Он тебя подхватит в Новосавиновском районе. У моста этого... Как его? Тысячелетие?» «Да, точно. В общем, давай домой, собирай вещи и на место. Он будет тебя ждать». «Я сейчас в одной мятежной республике». Невесело усмехнулся. «К утру буду в Москве. Вы по М7 как раз доедете к утру. Встретимся, все обсудим». Хусаинов глубоко вздохнул. «Спасибо, Жень. Ты настоящий». К горлу подкатил ком. Вспомнились ребята из его группы. Веселые, молодые. Он потом приходил к матери одного из погибших, казанского милиционера. Того звали Рамиль. Сквозь слезы говорил его родителям, что парень был золотой, что его Азата прикрывал не раз. Обещал назвать первенца в честь героя. Обещание сдержал. «Старик», — строго проговорил писатель, «ты не представляешь, как я тебе рад». Без малого три часа ушло у Азата на сборы. Жена уже не плакала. Все выплакало за годы Крывавых Кавказских войн. Лишь смотрела устало и отрешенно. «Родной, привези его домой живым», — шептала она. Хусаинов переставал скидывать вещи в рюкзак, подходил к ней, сидящей на краешке кровати. Обнимал, целовал в теме, вдыхая запах ее взявшихся сединой волос. Как рано его красавица Лия начала сидеть. «К утру буду в Москве», — успокаивая жену, — говорил он. «Там знакомый, воевали вместе. Он придумает, как быть. Через неделю, максимум через две, будем дома». Возле моста «Миллениум» Азата подобрал приятель писателя. Худощавый, лысый, с цепким хищным взглядом. Старенькая иномарка хрюкнула, останавливаясь у тротуара. «Ты монгол?» — спросил водитель. Азат кивнул. «Запрыгивай». По вечерней Казани ехали молча. Город будто давил на грудь, не давал сделать вздох, не отпускал. Лишь когда огни города замелькали в зеркалах обратного обзора, водитель заговорил, протягивая узкую жилистую ладонь. «Меня Денисом зовут. Можно просто Бубин». Хусейнов пожал протянутую руку. «Азат. Можно просто Монгол». «Мне же не обрисовала ситуацию. Расскажи подробнее, что случилось. Может, по пути еще что надумаем?» «У меня сын с семи лет ходит на греко-римскую борьбу». «Хорошее дело», — водитель одобрительно закивал. «А тут из командировки вернулся брат тренера, участковый местный. Начал пацанам рассказывать, как в зоне хорошо, и что только там можно стать настоящим мужиком, а не под юбкой у мамаши. Говнюк он», — констатировал Бубин. «А тут мы с сыном поругались. Он поступил на бюджет как раз и первую же контрольную прогулял. Из вуза позвонили, мол, прогуливает. Моему взбучку. Он обиделся. Сказал, что сам знает, как жить. И вообще в зону уйдет сталкером». «Знакомо», — Бубин с прищуром глянув в зеркало обратного обзора, прижался к обочине, пропуская темную легковушку. На улице уже совсем стемнело. В свете фар маячила впереди легковушка, где-то далеко впереди светили огни встречной машины. «Они к этому уроду участковому пришли. Мой сын и еще несколько ребят из секции. Мол, хотим в сталкеры. Собирались у него оружие купить». «Оружие?» — не понял Бубин. «Откуда у того оружие?» «Да дети они еще». Решили, раз человек при погонах, то у него в шкафу арсенал на продажу. Насмотрелись фильмов про ментов. «Понятно. И что в итоге?» «В итоге они какую-то машину нашли и рванули туда своим ходом». Бубин помолчал, потом сказал. «Знаешь, Монгол, ты особо не переживай. Там на рубеже такие посты охраны, что и мышь не проскочит. Сцапают и вернут домой». Азад закивал, хоть и не был согласен с водителем. Кивал, чтобы отогнать дурные мысли. «Да, все будет хорошо. Да, их остановят. Да, их вернут». Но приобретенный в горах почти животное чутье не давало покоя. «Притормози-ка», — вдруг хрипло произнес Хусаинов. «Отлить?» — поднимающе поинтересовался водитель. «Нет. Мне вон там машина не нравится. Прижимается. Яма на яме, вот и едет так. Все равно притормози». Иномарка снизила скорость и замерла на обочине. Черная легковушка, маячившая впереди, тоже притормозила. Бубин и Монгол переглянулись. Во взгляде Хусаинова читалось. «Ну, что я тебе говорил?» Не произнося ни слова, Азад вытащил из-за пояса пистолет. Благо дома он успел переодеться, сняв неудобную фуфайку, и зарядил полученный от участкового Макаров. «Думаешь за нами?» — спросил водитель. Наличие у Хусаинова пистолета его ничуть не взволновало. «Совпадений не бывает», — проговорил Азад тихо, словно боясь спугнуть удачу. Открылась водительская дверца черной легковушки. Из машины выбрался парень лет двадцати в попугайской яркой куртке и камуфлежных штанах с бесчисленными карманами. Оружия у него не оказалось, и Азад аккуратно убрал пистолет под сидение. Парень явно желал поговорить. Опустив стекло с пассажирской стороны, Хусаинов ждал. Холодный ветер бросал ему в лицо злую леденящую морось. «Вы Хусаинов, да?» — поравнявшись с машины, спросил человек в свитере. «Допустим». Парень переминался с ноги на ногу, явно смущаясь, что тощий лысый водитель внимательно наблюдает за каждым его движением. Азад открыл дверцу, вылез из салона, незаметно положив на сидение пистолет, который Бубин тут же смахнул к себе в карман. В случае чего Женькин приятель применит оружие. «Говори!» — быстро бросил Хусаинов в поток ледяного ветра. «Я знаю, куда поехал ваш сын», — затаратурил парень. «Мы вместе занимались в секции, только я в старший возрастной, а он в средней, у Евгения Петровича. Дальше. Он поехал в зону, он и еще четверо пацанов». Хусаинов поморщился. «Пятеро малолеток в зоне». Черт возьми, он был в горах и знал, как непросто там выжить, а уж зона, по рассказам знающих людей, была в тысячу раз опаснее и смертоноснее. До первой аномалии, до первого хищника, они бравые сталкеры. Потом мясо. «Как ты меня нашел?» «Следил». Парень глупо захлопал длинными ресницами. «Я хотел их отговорить». «Ясно. Кто с моим сыном еще?» «Горюнов, Погодин, Уланов. Самого старшего я не знаю, он вообще мужик взрослый. Сколько им лет?» «Лет тридцать». Монгол беззвучно выматерился. Еще всяких психов и педофилов не хватало. «И откуда этот тридцатилетний взялся?» «Его Ваня Погодин нашел. Он когда в армии служил, этот у них кумроты был, тоже захотел в зоне подзаработать. Они на его машине и уехали». «Какая машина?» «Лада, девяносто девятая. Номер не помню. Серая такая». «Ага. Получается, мой Рамиль и этот Горюнов самый младший. Погодин, служивший, хозяин машины, тоже с опытом. А Уланов это кто?» «Мелкий совсем. Ему лет шестнадцать». «Да, бля, что же они лезут на смерть, когда у самих еще яйца лысые?» Напуганный парень отрицательно мотал головой. «Не знаю». «Дуй отсюда, дитя». Собеседник кивнул и припустил к своему автомобилю. Монгол еще с минуту постоял на ветру, сжимая в кармане кастет, потом сел в машину. «Поехали». Бубин послушно выдавил педаль акселератора, и машина, взвизгнув, сорвалась с места. «Их там, кроме моего сына, пятеро. Один совсем шпендик шестнадцатилетний, другой сопляк лет семнадцати, двое постарше служившие. Служившие — это хорошо, глупости не наделают». «А то, что в зону детей потащили, это, бля, не глупость? Там одному, сука, тридцатник». «Успокойся». Бубин похлопал азата по плечу. «Всякое бывает». «Этот, который старший среди них, может всех через блокпост протянуть, договориться с кем-нибудь, умаслит, по дружбе его пропустят, к примеру. Надо гнать туда быстро». «Вот сколько им до зоны добираться? Суток двое? То есть, если они прошлой ночью выехали, то у нас меньше суток осталось, чтобы их догнать». «Не паникуй, Монгол», — водитель отмахнулся. «Наш Женька может все разрулить. Он на Донбасс недавно ездил. Книжку пишет даже. Хочет по весне в зону ехать, про нее книгу писать. У него там знакомых уже полнадеждинска». «Пол чего?» «Надеждинска. Город такой на рубеже зоны. Так что не волнуйся. Приедем в Москву, Женя позвонит кому надо. Они нашу машинку и примут». «Девятка серая». Зачем-то сказал Азат и мысленно добавил. «Держись, сынок. Держись подальше от зоны». В Москве оказались засветло. На окраинной заправке, мерцающей синим неоном, встретились с Женей. Писатель был бодр. После крайней встречи с монголом заматерел, оброс щетиной и обзавелся лысиной. Посидели в кафе, которое работники заправки не хотели открывать в такую рань, но, увидев известного писателя, тут же накормили, напоили всех троих. Женька сфотографировался со смешливой толстушкой-официанткой, потом с поваренком, который принес вчерашний суп и пироги с капустой. Расписался в книге отзывов, подписавшись своим звучным русскоговорящим псевдонимом, оканчивающимся на долгая эра. Решено было звонить на рубеж некоему Вениаминову, который, по рассказам писателя, был мировой мужик. Правда, этот мировой мужик трубку не брал. Тогда позвонили в комендатуру Надеждинского, попросили к телефону Сапунова или Верещагина. Ранним утром нашелся лишь Сапунов. Писатель обрисовал ему ситуацию, продиктовал имена беглых детей, марку автомобиля. «Все», — наконец объявил он, прикрыв лежащий на столе смартфон широкой ладонью. «Их поймают». Сапунов — начальник особого отдела тамошней комендатуры. Я у него недавно интервью брал. «В комсомолке читали?» Оба, Бубин и Монгол, отрицательно замотали головами. «Неважно. В общем, он там всех на уши поставит. Так что, старик, не волнуйся». Азат выслушал писателя, подтянул к себе салфетку, принялся нервно складывать ее. «Мне на рубеж надо. Можешь устроить». Писатель замер с полуоткрытым ртом. «Нахрена? Они остановят машину, привезут твоего пацана». «Я сам должен убедиться, что все так. Не спрашивай, зачем мне туда. Просто помоги». «Хорошо». Он сгробастал смартфон, снова набрал какой-то номер, произнес в трубку. «Поляк, приветствую. Как жизнь молодая? Как Анюта?» «Ага». «Ну да, бывает. Погода ведь сырая. Я сам носом шмыгаю почти неделю». «И тебе того же, старик. И тебе». «Слушай, у меня тут такое дело. У сослуживца в твои края сын сбежал. Семнадцать лет. Вместе с подростками и двумя бывшими вояками. Я Сапунова предупредил, он их там задержит. Но товарищ хотел бы сам встретить сына». «Да, в Москве». «А когда?» «В общем, я ему твой номер оставлю. Он, как будет в Надеждинске, наберет». «Все, спасибо, старик. Бывай. Анютка пусть поправляется». Немного помолчав, обратился к Ухсаинову. «В общем, старик, все решилось. Если сейчас выехать, будешь в Надеждинске к ночи. Бубин тебе машину даст, под завязку заправим. Так ведь, Денис?» Бубин кивнул. «Там все просто. В навигатор тебе вобьем координаты. Будешь, как Тесей, по нити Ариадны шуровать». «Да я с ним поеду. Довезу, на блокпостах договорюсь», подал голос Бубин. «После ночи за рулем ничего». «Нормально». И улыбнулся. Искренне и живо. Долго кружили по Подмосковью, выбирая нужную трассу. Наконец, вышли на маршрут и погнали, закладывая за сотню километров в час. Хотели обогнать время. Дважды останавливались на заправках, все таких же, жгущих, слепящий синим неоном. Города вдоль дороги мельчали, перерастали в поселки. Пропали заправочные станции, рекламные щиты, потянулись заболоченные низины с пепельно-серой землей, но мимо все проносились в оба конца машины. Одни ехали из мертвых земель, другие — наоборот. Хусайнову запомнилась нива, на крыше которой была примотана ярко-розовая детская ванночка. «Сорок километров осталось», — пояснил Бубин. Я, когда впервые ехал тут, по спине мураши бегали, с кулак размером. Страшно, блин. Было и впрямь страшно. После залитых дождями Казани и просушенной ветрами Москвы, черный, словно обугленный лес и свинцовые тучи, которым не было конца, зрелище пугающее. Дорога здесь, правда, оказалась широкой, сначала асфальтовое полотно, идеальное, будто на платной автостраде в Европе, затем бетонка, километров десять. Недоумевающему монголу Бубин пояснил. Это для военных. Они временами гоняют сюда броню. Там, за лесом, он махнул куда-то вправо, есть ветка железнодорожная. Говорят, где-то в депо стоит бронепоезд, напичканный всякими ярсами, буратинами и прочим стреляющим, чтобы в случае чего подогнать его вплотную к зоне и сжахнуть. Тут и у монгола мурашки пошли по спине. Стоило представить, как гигантский бронепоезд мчится по рельсам, а с его платформ стартуют на полном ходу крылатые ракеты, работают реактивные системы залпового огня. Все вокруг поезда в дыму и огне, а он продолжает сеять смерть. Еще через двадцать минут вдоль дороги появились столбы с камерами видеонаблюдения, какие-то непонятные дорожные знаки зеленой расцветки с изображенными стрелками, точками, завитками. А это что? Не удержался от вопрос азат. Не знаю, пожал плечами водитель. Какие-то военные обозначения. Вдоль дороги замелькали маленькие домики-срубы с огородами и скелетами теплиц. Люди жили и здесь, сажали и собирали урожай, воспитывали детей. У Жеки тут знакомец живет, подал голос Бубин, который не мог молчать, глядя на гнетущую картину за окном. Поляков, фамилия. Живет тут со своей дочерью. Женька ему говорит, ты дурак, увези ее отсюда, уезжай куда-нибудь подальше. А он отвечает, меня зона не отпускает. Азат не отвечал. Проскочили первый блокпост, машину даже не досматривали, лишь подняли шлагбаум, махнули рукой, мол, проезжай, и опустили полосатую палку, как только автомобиль проехал. Я думал, тут будет строже, сказал Монго. Будет, уверенно заявил Бубин. На втором посту будут проверять документы. Но ты не волнуйся, у меня все при себе. Он и не волновался за машину, документы, лишь за сына. Когда остановились на очередном посту, двое бойцов в камуфляже лениво пролистали протянутые бубном бумаги, махнули «Проезжайте быстрее», и, ежась от холода, ушли обратно в вагончик дежурки. Сиротлива стояла за бруствором из мешков с песком, прикрытый целлофанным пулеметом. Надо было спросить, проезжала ли 99-й Ладос с казанскими номерами, спохватился Азат, когда блокпост остался далеко позади. Им не положено о таком говорить. Город оказался на удивление крупным, несколько многоэтажек в центре. Азат насчитал восемь пятиэтажек с десяток трехэтажек и одну недостроенную высотку-свечу этажей в десять. Я думал, это закрытый город. Поначалу да, было так. А теперь строятся предприятия, люди приезжают отовсюду. Город работает на снабжении всего рубежа. Хлеб там, масло, колбасу производят. Все местное. Зарплаты по большей чем в Москве или у тебя в Казани. Надбавка какая-то там идет, стопроцентная за вредность. А в центре что строится? Высотка? Не знаю. Спроси потом у поляка или у Женьки, когда вернемся. Он в наш прошлый приезд туда забирался с фотоаппаратом, щелкал с высоты. Говорит, гнетущее чувство. Еще бы. По улицам, как ни в чем не бывало, прохаживались мамаши с колясками, бродили туда-сюда мужики в бушлатах. Город жил своей жизнью. А Хусаинов думал, что здесь людей будет мало и все пришибленные, зашоренные. Мелькнуло справа по центральной улице здание с вывеской «Пьяный мутант». Затем небольшой сквер с памятником Ленину, что Хусаинова весьма удивило. Тормознули у панельной двухэтажки. Это здесь. Дважды надавив на клаксон, Бобин заглушил двигатель и они с Азатом выбрались из нагретого салона. На улице было на удивление тепло. Исчез куда-то пронизывающий ветер, который, словно безродный дворняга, всюду слонялся за Хусаиновым по Казани и пригородам Москвы. Сюда ветер побоялся соваться. Заскулил и слинял. Встречать приехавших вышла худенькая светловолосая девчушка лет шестнадцати, не старше. «Привет, Анка-пулеметчица», весело поприветствовал ее Бобин. Лишь теперь, что называется, сложив дважды два, Азат понял, что именно в компании Бубна наведывался в зону писатель Женя. «Батя дома?» Девочка приветливо улыбнулась и поманила приехавших в подъезд. «Домофон так и не поставили», ворчал Бобин, придерживая хлебкую филенку, пока Хусейнов и девчушка проходили внутрь. «Папка говорит, что без надобности. Злые люди проводника не тронут». Бубин что-то заворчал себе под нос. Хусейнов расслышал лишь озабоченных насильников. По обшарпанной лестнице поднялись на второй этаж. Правая дверь была чуть приоткрыта, внутри играла тихая музыка. Хрепловато вытягивал Высоцкий. «Мне попались привередливые!» Девчонка шмыгнула в квартиру, приезжая следом. Широкий коридор практически сразу разветвлялся, обрастая дверьми. Прямо тяжелая, железная, справа две или три менее массивных деревянных двери. Из всей обстановки прихожей запомнился лишь небольшой фотопортрет юной пулеметчицы, забранной в рамку и висящей на стене сразу напротив входа, на манер иконы. Девочка была сфотографирована в светлом ситцевом платье с черными полосками. Белокурая, она напоминала березку. Довершала образ зеленой ленты в волосах. Хороший снимок. Хусейнов в юности увлекался фотографией и имел представление, как нужно снимать. Здесь потрудился на славу хороший фотограф. Нравится фотография, послышался откуда-то слева мягкий голос. Из неприметной комнаты вышел в коридор хозяин квартиры. Это я снимал. Здесь, за городом. Вон там, справа от Анечки, видно аномалию Энерго. У Хусейнова по спине пробежал холодок. Стал бы он фотографировать своего сына на фоне аномалии. Да никогда в жизни. Он бы даже жить в этом городке не решился. Зачем портить своему ребенку детство? Красивый снимок, выдавил азат, стараясь не обидеть хозяина. Взгляд художника. Папа и картины пишет, и стихи. Девочка лучилась радостью. Она встала рядом с картиной, так что обе, она и девочка-березка, сейчас глядели на Хусаинова, и от этого идиллического двойного взгляда делалось не по себе. Только он в основном про зону пишет. Может, читали? Мне виден шпиль заброшенной церквушки. Хусаинов неопределенно пожал плечами. Строка казалась знакомой. Женя пару месяцев назад Куняеву подборку поляка давал. В нашем современнике печатали. Ну и поют любители всей этой зоновской мистики. Азату было неважно. Он приехал не слушать стихи и не знакомиться с поэтом-художником-поляком, который снимает свою дочь на фоне аномалий. Он приехал за сыном. Насчет меня вам звонил Евгений, писатель из Москвы. Да, я помню. Легендарный монгол. Он мне про вас все уши прожужжал. Поляк, невысокий, полноватый, двинулся от металлической двери, повернул ручку и приглашающе махнул рукой. Дескать, проходите. Говорил, вы бы стали отменным сталкером. У вас это от природы. Азат молча играл жаловаками. Ему все меньше нравился этот странный тип, который забалтывал, а значит, отнимал самое драгоценное — время. Все вошли в просторную комнату, и монгол с бубном на полминуты, не меньше, замерли, как вкопанные, шокированные увиденным. На самой длинной стене, напротив входа, была нарисована огромная карта зоны с тысячами мелких обозначений. Поверх карты были наклеены флажки, листки бумаги, пластиковые игрушечные солдатики, машинки с киндер-сюрприза. Картина безумного художника, не иначе. Это зона, довольно ухмыляясь, поляк прошел к карте. Не считая этого, во всю стену эпичного полотна и стола с ворохом бумаг, комната была абсолютно пуста. У меня ушло на создание этой карты больше пяти лет. Вместе с проводником артистом мы излазили всю зону вдоль и поперек. Были в Немане у атомной электростанции. Черт возьми, она так похожа на чернобыльскую. Просто копия. Вторая попытка зоны к рождению и на этот раз удачная. В общем, мы бывали везде. Зная, как пройти через рубеж, любой может проникнуть в зону беспрепятственно. Например, вот тут, у девятого блокпоста есть маленький лаз под стеной. Через него порой выбираются сталкеры, которым не терпится гульнуть в баре пьяный мутант. К чему все это? Перебил рассказ поляка-монгол. Помогите мне остановить сына и вернуть мальчика домой. Без рассказов о зоне. Мне хватило ада на своем веку, чтобы снова слушать о нем. Поляк согласно кивнул. Ладно, можно и без долгих рассказов. Но, чтобы вы поняли, ваш сын уже на территории зоны. Прошел через этот лаз с группой сталкеров часа за полтора до вашего прихода. Остановить его я не мог, потому что через рубеж их переводил другой проводник. Он мне рассказал обо всем, и я... Кто проводил его через рубеж? рявкнул Монгол. Почему мне нельзя было предупредить всех, что парня нужно задержать? Кто его провел? Я. Тихо пискнула за спиной Хусейнова девочка Аня. Разъяренный, растерянный Хусейнов обернулся к ней. Такой маленькой, такой хрупкой, такой... И что теперь? Из него будто вытащили батарейки. Руки повесили плетьми, плечи опустились. Все молчали. Наконец, поляк заговорил быстро и яростно. Ничего еще не потеряно. Мы отстоим от них на полтора часа. Если выдвинуться сейчас, нагоним в лагере новичков у Харитона. Аня заморгала, чуть не плача, прошептала, «Папочка, там же ночь уже, в зону ночью нельзя, ты же меня учил. Да фы дождемся утра». Поляк отрицательно мотнул седой головой. «У тебя есть оружие, монгол?» Вместо ответа Хусейнов отогнул полу куртки, и все увидели заткнутый за ремень пистолет Макарова. «Ладно, автомат я тебе выдам. Рюкзак, припасы. Сможешь идти ночью?» Монгол кивнул, а Аня запричитала вновь, «Папочка, пап, не надо, он не знает зоны, а зона не знает его. Ты же сам говорил, что ночью зона убивает тех, кого не знает. Папочка, он же тебя в аномалию с собой утянет». Анка-пулеметчица, не стрекачи, как сорока, ей-богу. Поляк кисло улыбнулся. «Денис, присмотри за моей дочуркой, а мы сходим на счету был каждый час. Азад понимал это, как никогда. Невидимые часики тикали, вечность подъедала отпущенный Рамилю срок. Кинув рюкзак в запас продовольствия, получив от поляка АК-74 и несколько гранат, Монгол двинулся за проводником к лесополосе. Благо, жил поляк на Ачибе, и двух людей с автоматами никто не заметил». «Слушай меня внимательно», шепотом инструктировал Монгола седовласый спутник. «Если я остановлюсь, то и ты стой». «Ну, в горах ты бывал, так что сориентируешься. Если увидим аномалию, я ее буду датчиком обмерять или по дуге обходить. А ты иди за мной след в след. Ясно? Будь готов стрелять, если появятся собаки или кабаны. В военных не стреляй, они меня знают. Если крикну пароль, все будет нормально. А вот мародеров и прочей мерзости опасайся. Даст зона, вернемся живыми и невредимыми». До леса добрались без приключений. Залегли, ожидая, пока пройдет патруль. Трое облаченных в бронекостюмах бойцов с автоматами неспешно прошлись вдоль контрольно-следовой полосы, останавливаясь у каждого пролета высоченного пятиметрового забора, проверяя что-то миниатюрным датчиком. «На заборе камеры», пояснил поляк. «Они так проверяют видеоцелезапись. А нас не засекут, когда пойдем?» «А кто это видео отсматривает?» Вопросом на вопрос отозвался поляк и улыбнулся. «Им главное, чтобы оттуда ничего не лезло, а по эту сторону можно хоть коров пасти». «Недавно, кстати, корова забрела на контрольно-следовую, навалила им лепех, так они пока спохватились». «Не переживай, проскочим». Когда солдаты ушли, Хусаинов с проводником преодолели безлесую полосу, тянущуюся вдоль всего забора, и замерли, тяжело дыша, прислонившись спинами к бетонной стене, за которой пульсировала жила зона. Она ждала их. «Дальше, со свистом втягивая воздух, рассказывал поляк, километров в пяти установлены турели автоматические. Так если бы твой сынок там решил пробраться, та-та-та, и нет вашего Чапая». Пересказав бородатый анекдот на свой лад, вовсе не повеселивший монгола, проводник принялся разгребать землю у подножия одной из опор стены. Наконец, из-под слоя дерна показался деревянный щит. «Помоги его сдвинуть!» прохлепел все такой же веселый поляк. Его явно забавляло происходящее. Подсобив проводнику, монгол сдвинул на стил, и из открывшегося лаза пахнуло холодной сыростью подземелье. «Как могила!» опять сострел поляк, и от такой остроты у Хусаинова свело желудок. Спрыгнули вниз, закрыли за собой щит. Почему очередной проход патруля не закончится обнаружением лаза, поляк не объяснил, поведал лишь, что всем пофиг. Логичное объяснение. Здесь, за стеной, дул пронизывающий ветер, запутывался в волосах, ластился к щеке. «Вот ты где, мой потеряшка ветер!» заждался. Ночь, сырая и холодная, как подземный лаз, как разверстая могила, встретила двух, в общем-то, несталкеров и повела в неизвестность. К лагерю новичков вышли часа через четыре. Дважды обходили аномалии, один раз выбежал из кустов хромой пес, полаял и убежал звать сородичей. Когда впереди в долине меж холмами заблестели огоньки и костров, Хусаинов успокоился. До встречи с сыном оставалось совсем немного. Поляк объяснил, что ни один вменяемый человек не пойдет дальше лагеря новичков ночью. «Точно тебе говорю, они на ночевку остановились, нагоним, не переживай». В село входили довольные, что добрались, предвкушая, что встретят здесь тех, за кем явились. «Твоя дочь тоже проводник по зоне?» спросил монгол. «Этот вопрос давно его мучил». «Нет, конечно». Поляк улыбнулся. «Она просто показывает сталкерам, где находится лаз, берет с них небольшую плату, на учебу в вузе откладывает, хочет учиться в Москве». «Значит, уедет отсюда?» «Уедет», подтвердил поляк. «Ей не место на этой богом проклятой земле». Хоть в чем-то их взгляды совпадали. На окраине села встретил дозорный, попросил назваться, но, узнав поляка, беспрепятственно пропустил. Повсюду горели костры, у которых сидели люди с гитарами. Молодые и в возрасте парни, и, что удивило монгола, несколько девушек. Не девушек даже, девиц. Нескладных и некрасивых, в мешковатых комбезах, с оружием, в зубах зажаты папиросы, с губ срывается мат. Разумеется, такой судьбы для своей дочери поляк не хотел. Никто бы не хотел. Все собравшиеся у костров оборачивались любопытными взглядами, провожая пришедших. «Там бункер», — поляк указал на противоположный край села, «в нем квартирует торговец. Если твой пацан тут, то он наверняка заходил к старику Харитону». А зато хотел скрикнуть «Рамиль!», но он понимал, что орать ночью посреди спящего хутора верх глупости. В бункер к торговцу вели три пролета, тридцать девять бетонных ступеней. Он их сосчитал, лишь бы унять тревогу. Пересчитал количество лампочек и проводов в толстой металлической оплетке. Сердце колотилось, как бешеное. Медленно отворилась дверь, ведущая в бункер, пахнула потом и табачным дымом, будто в этом мрачном подземелье только тем и занимались, что курили и потели от духоты. Их встретил грузный мужик в линялой грязной футболке, пошаркал навстречу, протянул толстую потную ладонь. «Харитон!» проговорил он, при этом ха будто выкрикнул. «Монгол!» представился Хусаинов. Поляк кивнул хозяину бункера. «Руки не подают в зоне, Харитон!» укоризненно заметил проводник, но хозяин бункера лишь отвернулся. Потом от него не пахло, разило, а сато показалось, что все в этом бункере пропиталось кислыми испарениями грузного тела. Баклан передал привет, не оборачиваясь, проговорил он в пустоту. «Слышь, поляк!» Баклан передал. «Я слышу!» «Они с асом нашли тот артефакт, про который ты им рассказал. Не знаю, что там за артефакт, но радостью у обоих полные портки. Мы не отказались продавать, даже не показали». Проводник усмехнулся. «Мы к тебе, Харитон, по делу пришли. Сюда несколько часов назад должна была группа зайти, старшему лет тридцать, с ним совсем сопляки». «Ко мне никто не заходил», пожал плечами торговец. «Может, со штифтом, кто базарил?» «Спросите у него, он у костра где-то трется». «У какого из?» «У любого из!» и захохотал. Они мчались сюда, выгрызая из ночи куски горячего, сочного времени, но натолкнулись на холодное, может, со штифтом базарил. Выйдя на улицу, принялись искать взглядом того, кто мог именоваться штифтом. «Вон там», «Вон там», наконец разглядел его поляк и указал на рослого детину с гитары, сидящего на перевернутом ящике возле крайнего гастра. Старовяк тянул хрипло и фальшиво. «Торговец гад готов платить по факту, а вот аванс не даст, как не проси. И потому иду за артефактом, что в кишковертке третий год висит». Подошли, поздоровались, не протягивая руки. Сталкер отложил гитару, выслушал. «Да, приходила такая группа. Да, были тут и купили кое-какое барахло у Харитона. А что не сказал об их визите, так то коммерческая тайна. Куда ушли? А кто бы знал. Остался один их парень в этом лагере, а остальные двинулись дальше, вглубь зоны». Выматерившись от безысходности, двинулись искать у костров оставшегося. Лет двадцать тому было, по словам штифта. «Ориентир», — тянул за их спинами здоровяк, «теряется в тумане еще не оперившегося дня. А артефакт он все сильнее манит, как многих, очень многих, до меня». Оставшегося из группы Рамиля нашли в одном из домов. Тот обнимался с меловидной белобрысой девушкой. Жестом попросив несостоявшуюся любовницу удалиться, Хусаинов и поляк в четыре руки утрамбовали любвеобильного паренька в угол и допросили, выведав у испуганного юнца, что зовут его Иван Погодин и что он остался в лагере, чтобы не участвовать. «В чем не участвовать?» — хрипел монгол, сдавливая горло парня. Нехорошая догадка уже зрела в уме, но Хусаинов боялся озвучить ее самому себе. «Он мальчиков любит. Мальчиков!» — вдруг совсем тонко взвизгнул Погодин. «За это из армии поперли». Азат побагровел. Изменился в лице поляк. «Так ты что? Моего сына подговорил в компании с гомиком в зону идти. Отвечай, мразь!» Он сказал, все согласятся любить его. Хусаинова всего трясло. Он схватил парня за грудки, пару раз с силой шваркнул о стену. «Куда они пошли?» «На АТП. Там у них типа база». «У кого?» — Хусаинов уже не говорил, кричал. На шум сбежались сталкеры, и поляк, вставший в дверях, что-то им объяснял. «У... у... у... у Белянчика и других», — выл Иван. «Они обещали денег. Если помогу, бабу мне сняли». В комнату вместе с поляком вошли трое молодых ребят. Видимо, суть проблемы им проводник изложил, потому что все трое были мрачные. Тот, что шел первым, поигрывал ножом. «Получается, они подростков везут за сотни километров, чтобы...» Поляк задохнулся от ярости. «Это в первый раз. И вообще им отмычки нужны», — совсем тихо пояснил Иван. «И трахать кого-то надо». Кулак Хусаинова с кастетом ударился плеку точно между глаз. Затрещали ломающиеся кости, и бездыханное тело кулем свалилось на пол. «Где это сраный АТП?» — только и спросил трясущийся от ярости Азат. «Я покажу», — вызвался парень, крутивший в руках нож. Двое других согласно закивали. Группа собралась быстро. Двое опытных сталкеров в тяжелой броне, один из бойцов штифта и трое давешних парней выдвинулись вместе с Хусаиновым на АТП. «Каких только мразей на свете нет!» — шипел себе под нос Азат. «Я этих гомиков-педофилов на лоскуты порежу! Я их гранатами нафарширую!» Остальные молчали. Многое повидавшие в зоне опытные сталкеры, и те не знали, что сказать. Бандитов на территории пятихаток водилось немало, но чтобы кто-то переводил через рубеж мальчиков-подростков, чтобы использовать в качестве отмычек и сексуальных игрушек, такого не было никогда. «Они сильные мальчики. Справятся!» — крутилась в голове у Азата, но другая мысль тут же перебивала первую. «А против взрослых мужиков, против этих озабоченных тварей, что могут сделать трое подростков?» «Ничего не могут». Несколько минут назад он одним ударом убил человека. Но о мрази, которая поставляла бандитам подростков, для утех даже думать не хотелось. Все сталкеры поняли и приняли его поступок. Несколькими годами ранее Азат читал в газете про мужика, который до смерти забил педофила, надругавшегося над его ребенком, и теперь все лучше его понимал. Желание убивать жгло изнутри. Когда впереди, где двигались головным дозором трое опытных сталкеров, загрохотали выстрелы, Хусаинов пригнулся и перебежками двинулся правее за изломанные бетонные плиты. «Назад!» — шикнул на него молодой с ножом, по дороге представившийся спрутом. «Там аномалия!» Польба у здания АТП развернулась нешуточная. Пять или шесть разномастных стволов били, не переставая. Потом один за другим начали замолкать. Когда Хусаинов вбежал на территорию АТП с веселой надписью «Труженик» на фронтоне, все было кончено. Четверть двухсотых у противника, сообщил Хусаинову боец штифта. И заложника нашли. Азад не помнил, как бежал по лестнице на второй этаж здания, как кинулся к ребенку, которого уже обступили сталкеры. Мальчик, худой, испуганный, в одних плавках, громко всхлепывал. Это был не Рамиль, другой ребенок, светловолосый, голубоглазый подросток. Азад сгробастал его, обнял, как собственного сына. «Тише, малыш, тише, все уже закончилось. Не плачь, сынок». И заплакал сам. Потом они обыскивали трупы. Хусаинов и молодой сталкер Спрут. Молча выворачивая карманы. Один мертвец в армейской форме без нашивок, трое в простеньких комбезах. «А не его того, да?» Наконец спросил Спрут. Монгол кивнул. «Все четверо. Суки». Мальчика, нервно вздрагивающего и поскуливающего, к тому времени уже закутали в плащ ОЗК и увели в деревню, к костру. На АТП оставались лишь поляк, монгол и Спрут. «А что с остальными ребятами?» Монгол лишь пожал плечами. Спал он, как убитый. Мужик лет сорока, который пришел за полночь и сделал укол снотворного истерзанному ребенку, вколол несколько кубиков и Хусаинову. На рассвете АЗАТ разбудил поляк. «Вставай, монгол, мальчик пришел в себя». АЗАТ вскочил с лежанки, которую ему отвели минувшей ночью, накинул куртку и вышел из дома. Над зоной растекался густой, как манная каша, туман. Зябко-ежесь потрепал по холке старого знакомого. Бездомный, но ласковый ветер зоны. Мальчика поселили в бункере торговца. Толстяк встретил монгола с купым кивком, проводил через оружейку в дальнюю комнату бункера. У постели мальчика уже сидел спрут. «Шприц ему вколол снотворное», — поприветствовав Хусаинова, начал рассказ сталкер. «Я всю ночь тут просидел. Думал, очнется. А он в себя пришел на полчаса и опять вырубился. Фамилию свою назвал. Уланов. Боря Уланов. Успел спросить про остальных детей. Пацан говорит, что не сбежали, когда поняли, что к чему. Двое ребят. Горюнов и Хусейнов какой-то». «Хусаинов», — облегченно выдохнул назад. «Мой сын». «И что думаете делать теперь? Пойдете дальше в зону искать?» Словно зная ответ, парень произнес. «Мы с ребятами тут подумали. Если вы пойдете вглубь зоны за сыном, то и мы с вами. Лучше ведь в пятером, чем одному. К тому же мы зону немного знаем. Шприц, это доктор наш, вообще в пепле служил, так что опыта хватит. А двое других? Медведь и Лич, ребята крепкие и стрелять умеют. Лич воевал, сами знаете где. «И сам знаю с кем», — закончил фразу монгол. Он уже знал, что позавтракав, выдвинется на поиски сына. Где искать, бог весть. Только бы не пришлось, как в песне, спрашивать у Ясеня, у Тополя, у ветра, скулящего снаружи. Ветер не ответит. Глава седьмая Утром в зоне пасмурно и сыро. Туман, густой, будто сгущенное молоко, разливается за околицы лагеря новичков, маленького хутора, расположенного неподалеку от границы, рубежа. Сюда приходят люди, решившие стать сталкерами. Те, у кого еще нет опыта, нормального оружия, снаряжения. Приходят, записываются у местного командира по кличке Штифт. Идут к торговцу, который продает им оружие и амуницию. Порой дает в долг, подкидывает работенку. На этом все. Иди, сталкер, воюй, добывай артефакты. Кто-то называет это приключением. Монгол никогда не понимал глупцов, которые именуют подобные испытания приключениями. Было время, когда его сын Рамиль активно читал фантастику. Временами Азад брал обожаемые сыном книги и читал пафосные аннотации. Герой переживает незабываемые приключения. Он смотрел на обложку книги, видел на ней страдальчески искривленное лицо персонажа. Вопрос возникал сам собой. Если герою так плохо, если путь по страницам книги сродни пытке, почему страдания называют приключениями? Но Ромка читал, ему нравилось. Сам же Хусаинов-старший прекрасно помнил свое чеченское прошлое. Грязь, холод, автомат в руках, вздрагивающий при каждом выстреле. Это было приключение? Нет же, это беда, как она есть. Самое чудовищное, что случилось в моего жизни. Но не приключение, нет. И вот, чтобы пережить приключение, сотни молодых ребят, от зеленых школьников до служивших, но так и не поумневших парней, рвутся в зону. Что они ищут? Молодые, глупые. Начитавшись книжек, насмотревшись новостей и роликов на ютубе о том, как герои-сталкеры лихо убивают мутантов, выдергивают из аномалий дорогие артефакты и в одночасье становятся миллионерами, они идут на поиски лучшей жизни. Большинство из романтически настроенных искателей приключений, возомнивших себя конквистадорами в панцире железном, погибают в первой же неделе. Из оставшихся лишь единицы становятся сталкерами и клянут свою юношескую дурость за страшный выбор. Один из тысячи возвращается, облученный, больной, израненный, изгрызенный мутантами, пожженный аномалиями, возвращается, чтобы пить в баре и плакать по ночам в подушку. Вот его приключения. Азад, занятый финансовыми проблемами, и не заметил, как у сына появилась небольшая книга с кислотно-зеленой обложкой и кричащим заголовком «Зона, как она есть». Написал этот опус неизвестный журналист. Он якобы беседовал со сталкерами и военными, записывал их воспоминания о пребывании в зоне, а после собрал все воедино и опубликовал. Если бы о зоне написал Женька, зло и натуралистично, никто не пошел бы в аномальные пустоши. Но хитрый журналист занимался мифотворчеством. Он превращал «Зону» в притягательную, овеянную легендами местность, в сказку для впавших в детство взрослых мужиков. Талантливо и ярко описал сталкеров крутыми бойцами, зарабатывающими миллионы. Словом, наврал с три короба. Десятки парней выкладывали в соцсети фотографию книжной обложки с хэштегом «Я иду в Зону» и отправлялись умирать. Ведомые благостной сказкой. Хусейнов-старший не знал, что такое хэштег мало что слышал об авторе подросткового бестселлера и о самой кислотной книге про Зону. Беда не приходит одна, и монголов в ту пору интересовали вовсе не литературные предпочтения сына, а вполне прозаические поиски работы. Списанный по ранению, он долгое время работал в частной военной компании «Резец», юридически относящейся к одной из банановых республик. Так продолжалось до тех пор, пока руководитель компании, некто Валерий Стеценко, прозванный полковником, не ввязался в военную авантюру на Ближнем Востоке. Длинные уши террористического халифата выросли из каждого второго заказа, и бывший на хорошем счету азад решил отойти от дел. Стеценко расценил подобный демарш ценного сотрудника как предательство и пригрозил сообщить любому потенциальному работодателю, чтобы и на порог прохвоста Хусаинова не пускали. Монгол пытался устроиться в частную охранную фирму, но руководитель конторы, в прошлом боевой офицер, честно признался, что его настоятельно просили не брать на работу Хусаинова. «Прости, мужик», — пожал он плечами, «Стеценко не откажешь». Азад понял, что обещание полковника Стеценко замолвить словечко каждому не было пустыми словами. Офицер и впрямь перекрыл ему все пути к заработку. «С голоду сдохнешь, а работу тебе никто не даст», — вспомнились ему слова офицера. Жена, работавшая учительницей, приносила домой не только мизерную зарплату, но и кипы ученических тетрадок. Вооружившись красной авторучкой, она просиживала над школьными зачинениями до утра. Измученная, потерянная, совершенно не понимающая, как вести себя с современными детьми, наглыми и безнравственными, она все чаще срывалась на мужа и сына. Ее зарплата уходила на коммуналку, и денег в семье практически не оставалось. Проблемы накапливались, снежным комом катились по судьбам Хусаиновых. Потом Азад нашел работу, но это было позже, когда семейное древо уже разломилось. Жена пилила мужа за нехватку денег, сын пытался подзаработать, и однажды Азад едва успел выдернуть Рамиля из дурной компании. «С ними заработать можно», — визжал как резанный его непутевый сынок. Но от врастания в подростковую банду он своего отпрыска уберег, от зоны не смог. После очередной ссоры с деньгами и уличными шайками никак не связаны, Ромка собрал вещи и исчез. Монгул стоял на крыльце дома, глядя, как туман захлестывает околицу села, проникает в мишереек забора, съедает весь забор, идет дальше, дальше. Скоро рассвет, а значит, нужно поднимать группу и идти вглубь зоны за сыном. Отряд спасения собрался сам собой. Четверо сталкеров, Спрут, Шприц, Медведь и Лич, не сговариваясь, решили помочь Хусаинову. Вчера вечером он видел их впервые, но был уверен, что ребята — соль земли и обязательно помогут. Кутаясь в прорезиненный плащ, из дома вышел поляк. — Ты хоть поспал? — спросил он, переминаясь с ноги на ногу. — Успокоительного вчера вкатили. Поляк, понимающий, кивнул. — Это хорошо. А то с непривычки всякое могло быть. Хусаинов не стал рассказывать про свое армейское прошлое, где опыта набрался на десятерых. Он вообще не любил лишних бесед из-за душевных исповедей. — Что твоему другу передать? Монгол с минуту помедлил, поднялся с крыльца, разминая затекшие ноги. Принялся суетливо шарить по карманам, что совершенно не вязалось с образом хладнокровного вояки. — Я тут написал адрес. Пусть найдет в Казани мою жену и скажет, что через несколько дней найду Рамиля и верну домой. А вчерашним ничего не говори. Поляк принял от собеседника свернутый в четверо тетрадный листок. Обнялись на прощание. — Я в доме рюкзак оставил с кое-какими пожитками, словно бы, между прочим, сообщил поляк. — Лекарства, компас. Тебе нужнее. Монгол благодарно закивал. — Через несколько дней верну, когда обратно выберемся. Поляк лишь хмыкнул и направился по тропе навстречу туману. — В раю разочтемся, — бросил он, не оборачиваясь, и ушел. Знал бы Монгол тогда, на сколько лет затянется его путь домой, каким долгим и трудным станет. Мерзлые подземелья Немана, заливаемые дождями леса и болота, каждый уголок зоны ждал его, и лишь сам Монгол противился неясному влечению. Боялся признать, что в зоне вспомнил себя, прежнего. Тот, прежний Хусаинов, откликался на позывной «Монгол», держал за руку умирающего товарища на взлетке в Моздоке, а после, одурев от боли и потерь, вновь бросался в бой. Вчерашняя трагедия с другом сына была сродни порезу, из которого теперь сочилась кровь, капала в мутные воды безвременья, где лязгала челюстями хищная рыба под названием «Зона». Она почуяла кровь и схватила Монгола. Намертво. Спрут показался на крыльце дома через несколько минут после поляка. Взглянул вслед проводнику, растворяющемуся в глухой белизне, спросил. — Уходит? — Как видишь. Хусаинов вновь сел на скрипучей доске крыльца. — Мог бы и с нами рвануть. — У него своя дорога, — вступился Монгол. — Вернется в Надеждинск, передаст информацию для моей родни в Казань. — Ясно. Нам-то пора уже собираться. Пойду ребят поднимать. Чем раньше выйдем, тем быстрее нагоним твоего сына. Я только к торговцу заскочу, и можем выдвигаться. — Зачем к торговцу? Глаза спрута округлились. — Эта мразь сказала, что Ромка к нему не заходил. Но ведь он заходил. Торговец солгал. — Может, что-то скрывает? — Послушай, спрут замялся. — Торговец, он такой человек. Понимаешь, он очень влиятельный здесь. Некоторые сталкеры, живущие в лагере, по сути, его охрана. Штифт, например. Если ты пойдешь против торговца Харитона, значит, и против них. — Что ж поделать? Монгол пожал плечами. — А об оружии подумал? Начнешь конфликтовать, и никто не продаст оружие, снарягу, еду. Поэтому стисни зубы и прими все как есть. Таких, как Харитон, нельзя раздражать. — Да умеешь. Монгол решительно поднялся с крыльца и быстро зашагал по росной траве к бункеру. — Ой, блин! — спрут побежал следом. — Слушай, слушай, как там тебя? Монгол, не делай этого. Стоит тебе повздорить с торговцем, и можно считать, что твой путь закончится здесь. Хусаинов не слушал. Он шел к бункеру, спокойный с виду, но внутренне, кипящий от ярости. Дверь оказалась заперта, что представлялось странным. Вчера вечером, почти ночью, она была на распашку. Постучался. Спрут уже нагонял. — Кто? — ахнулась за дверью, будто с просонья заворочался огромный зверь. — Хусаинов! Монгол! — Какой нахрен Монгол? Застучала, зазвенела, дверь начала приоткрываться. Монгол не дождался, рванул ее на себя, влетел в бункер. Человек, открывший тяжелую створку, оказался вовсе не торговцем. Это был тот самый сталкер-штифт. — Какого хрена тебе надо? — спросонья охранник Харитона ничего не понимал. — С торговцем поговорить. — Спит он. Не до тебя. Монгол не стал слушать. Отстранил штифта, пошел дальше, вглубь бункера. — Э, мужик! — долетело сзади. Хусаинов обернулся. Штифт схватил его за плечо, потянул назад, пытаясь вытолкнуть за дверь. Не тут-то было. Молниеносным движением бункера со своего плеча и двумя короткими ударами под дых и по шее уложил того на бетон. Спрут взвыл. — Да что ты делаешь, олень? Ты же нам всем смертный приговор выпьешь. Замолчи! — рявкнул Монгол так яростно, что Спрут отшатнулся. — Слушай меня. Я сейчас иду к торговцу, а ты караулишь этого. Он очнется не скоро, но мало ли. Заходи в бункер и запри за собой дверь. Выдернув из кобуры на ремне штифта пистолет, Монгол двинулся по коридору вниз по лестнице. Там была еще одна дверь, уже не запертая, приоткрытая. Распахнул ее, вошел в помещение надвое разделенной решеткой. Тут вчера ждал его торговец, солгавший о встрече с Ромкой. Следующее помещение направо. Хлипкая филенка распахнулась, обнажая лоснящийся тишиной полумрак. — Эй! — крикнул Монгол. На звук кто-то заворочился в глубине комнаты, на свет выкатился заспанный, одетый в засаленный халат торговец. — Черт возьми! Он даже в зоне носил халат и тапочки на толстых, поросших черным волосом ногах. — Ты кто такой? Где штифт? — Че вообще происходит? — обрушился на Монгола шквал полусонных вопросов. — На какой сначала? — Че? — На какой вопрос сначала отвечать? Харитон все еще ничего не соображал. — Ты кто? — тупо протянул он, растирая ладонями затекшее лицо. — Монгол! Рука с пистолетом взметнулась, дуло прижалось к колбу торговца, словно пистолет целовал холодными губами лоб потенциального покойника. Оружие было странным. Это оказался вовсе не пороховой грач, а переделка под короткие иглы инъекторы. Что там в инъекторах, бог весть. Но Харитон вряд ли спросонет, понял, чем тычут ему в лобешник. — Слушай меня! Мой сын, Рамиль Хусаинов, со своими друзьями приходил сюда. С ними был мужик лет тридцати, сильный, подкачанный, и несколько пацанов. Они приходили к тебе закупаться снарягой и оружием. Что ты им продал? Куда они могли пойти потом? Куда? За спиной Монгола замаячил ошалевший от картины допроса спрут. — Эй, спрут! — взвизгнул завидевший сталкера Харитон. — Вали его, спрут! Сталкер не двинулся с места, будто врос в бетон. — Да я тебя! — переключился на Хусейнова торговец. — Потом порву на... — Молчать! — зашипел Монгол и еще плотнее прижал к колбу Харитона пистолет. — Что они покупали? — В снарягу. Окончательно проснувшись, толстяк глупо хлопал поросячьими ресницами. — Какую? — Ну, что ты хочешь услышать? Что продал самые говенные по самой высокой цене? — Да, я продал. — Почему не сказал, что они были здесь? — А кто ты такой, чтобы я говорил тебе об этом? — Я же сказал, что ищу сына. Ты мог сказать что угодно. Один татарин ищет другого татарина. Мало ли кто-то ему. — Значит, самую плохую снарягу по самой высокой цене? — Это бизнес, деточка. Бизнес. — нагло улыбнулся торговец. Он уже понял, что в руках Монгола не боевое оружие и пытался переломить ситуацию психологического прессинга. — Эти пацаны, — Хусейнов рассверепел, — мертвы. — Знаю. Штифт мне сказал вчера вечером. — Мертвы почти все, словно не слушая Харитона, продолжал Монгол. — Больные мрази избили и изнасиловали мальчика, друга моего сына. Он уже не будет прежним никогда. И лишь Рамиль сумел убежать. Чудом. Только поэтому ты сейчас жив. Окажись он там, среди них, живой или... Он замялся, стиснул зубы. Но он сбежал. Ты с ним общался. Ты все здесь знаешь. Куда он мог пойти? Ты должен мне сказать. Упирая на ты, раз за разом повторял Монгол. — Я... Я не знаю. Мог пойти к железнодорожной насыпи или в лес. Но в лес глупо, без оружия. Наверное, к насыпи. Кто-то в лагере должен был ему сказать. — Эй, парень, иди к железно. Понятно. А где насыпь? — Туда, дальше. — Слушай меня. Глаза Монголы еще сильнее сузились. Ты забудешь все, что здесь произошло. Спрут и другие ни при чем. Они не имеют ко мне никакого отношения. — Ты солгал, торговец. И за это расплачиваешься. Понимаешь это? — Да, понимаю. Если ты еще раз что-то подобное выкинешь, пойдешь за мной или решишь мстить этим ребятам, вся зона, каждый сталкер узнает, какая ты мразь, как ты предаешь, продаешь говеное оружие, как обманываешь. Это страшнее смерти, согласись. — Все, все, сталкер, ни о чем не скажу, — поспешно затараторил торговец. — Только уходи. — Я уйду. Монгол опустил пистолет. Но мне нужна снаряга. — Чего? — Толстяк выдохнул, словно паровоз, готовящийся отправиться в путь. — Да как у тебя наглости хватает вообще? — Снаряга. Нужна. Мне. Сейчас же. Живо. Толстяк отстранился, засеменил в соседний зал, как был, в халате и тапочках. Одна тапка слетела с ноги, но Харитон прошлепал по бетону, словно не замечая этого. — Что тебе нужно из снаряги? — Калаш 74-й, цинк про запас, рюкзак, еда, аптечки. Монгол шел следом из комнаты в комнату, проходя между стеллажей с оружием и боеприпасами. — Еще детектор аномалий и КПК, осторожно добавил Спрут. Торговец с яростью рубанул молодого сталкера острым взглядом. — Что-то еще? — поинтересовался Хусаинов у парня. — Вроде все, пистолет у тебя уже есть. — Кобуру к пистолету и пару гранат. — Гранат мало, замотал головой Харитон. — Вот их и возьму. — Ведь все равно мало. РГД пару штук и явку одну можно. — Так у меня всего по две штуки осталось. Они дорого стоят. — Беру. — Ты не думай, я не обворовываю тебя. Если все закончится удачно, вернусь сюда с сыном и отдам деньги за все с процентами. Клянусь честью офицера. — Веришь мне? — А как я могу не верить человеку, который мне к башке приставил пистолет? — ехидно заметил Харитон. — Приходится верить. — Ну вот и славно. Давай снарягу. — Через пятнадцать минут они были в лагере, и татарин сноровисто облачился в новенький бронекостюм. Сталкер как сталкер, разве что излишне длинные волосы отличали его от типичного обитателя пятихаток. Те же, кто прожил в зоне пару месяцев, знают, что справиться с овшами и грязью можно, лишь обкорнав себя по самый череп. Коротко стриженный, с запавшими щеками, спрут суетливо семенил за монголом. — Ты делаешь плохие вещи, словно внешняя совесть напоминал он. Хусейнов не отвечал, даже не слушал. Из лагеря группа вышла спустя час. Спрут в двух словах обрисовал спутникам ситуацию с Харитоном. Медведь и Ильич приняли это за шутку, начали посмеиваться, а когда поняли, что приятель говорил серьезно, принялись с опаской поглядывать на монгола. Не псих ли он? Сама мысль, что кто-то мог отобрать деньги у торговца, казалась невероятной. — Ты ему ничего не сломал? — бурчал Шприц. — Да нет пока. Если хочешь, можешь вернуться. Вдруг лагерь остается без врача. Тут есть кому позаботиться о раненых. Натаскал я одного паренька. Уколом кличут. — А ты зря эту кашу заварил. Харитон такого не прощает. — Я же ему сказал, что верну все, когда... Да не важно, что ты ему сказал. Харитон головенкой покивал, а через пять минут пустит своих ребят по нашему следу. — Ладно, Спрут эти места как свои пять пальцев знает. Но пятихатки — это ведь не вся зона. Ты же понимаешь? Тебе нужна будет помощь проводника, если потребуется идти дальше. Но ни один проводник не согласится, если Харитон расскажет о твоих фокусах. Некоторые еще и прикопать вызовутся. — А что? Все поголовно трусы? Шприц лишь отмахнулся, а Спрут принялся объяснять словно малому ребенку. — Просто никто не хочет проблем. В зоне и так на каждом шагу смерть. Со спины удара ожидать — та еще радость. Есть, правда, двое ребят, которые с Харитоном в контрах. Они могут согласиться провести. Правда, один побухивает знатно, синячит так, что порой не поднимешь, а другой — в годах, ему уже за семьдесят. — Потом это все. — Резко оборвал молодого сталкера Шприц. Он, как показалось, Хусаинову только что взял на себя роль командира группы и лишнюю говорильню решил пресекать на корню. — Мы решили тебя помочь после того, как увидели этого паренька, пояснил врач. — Как он, кстати? — Да нормально. Шприц раздраженно отмахнулся. — Насколько нормально может быть после такого? — Вот мы и пошли за тобой, чтобы твоего сына так же не пришлось обкалывать, чтобы не свихнулся от сотворенного с ним. Сталкерская солидарность. Но вписываться за тебя мы не собираемся. Понимаешь, о чем я? — Понимаю. Хусаинов сплюнул себе под ноги. — У вас тут своя жизнь. Я не хочу, чтобы вы ее портили из-за меня. Найду сына, и мы уйдем из зоны навсегда. У меня есть кое-какие деньжата. Думаю, смогу расплатиться с Харитоном. Постараюсь потом сговориться. — Да ты уже все испортил, что можно было испортить, бросил Шприц. — Как ребенок. Сговориться, сговориться. — Идемте, мужики. Надо поскорее парня нагнать. — Спрут, ты головным дозором. Лич, замыкающим пойдешь? — Добро. Долговязый с автоматом наперевес чуть поотстал, а Спрут двинулся вперед через заросли. — Иди след в след, монгол, скомандовал Шприц. Иначе кранты. Хусаинов послушно двинулся за ним. Справа, страхой новичка, шел напружиненный бородатый детина, медведь. — На войне можно сговориться даже с тем, кого ты бил, — зашептал монгол громко и яростно. — Ведь на войне есть ты и враг. А здесь враг, зона. Значит, против зоны мы союзники. С остальными можем сговориться. — Да не враг нам зона, — пробасил медведь. — Она скорее мать. — Как мать, как мать, как мать, заплясало эхо зоны. Краски смазались, деревья и кустарник поблекли и оплыли, серыми тенями растаяли фигуры спутников. Монгол подумал было, что они влетели в аномалию, истории о которых смаковали у костра в лагере новичков. Он кинулся в сторону и больно приложился головой обо что-то твердое. Мир вокруг вспыхнул белым, пропало небо, земля. Хусаинов выставил перед собой руки и обнаружил, что на ладонях у него запекшаяся кровь, мозоли и ссадины. Когда успел? Где-то в районе затылка родился и начал нарастать странный болезненный гул. Окровавленные ладони прижались к ушам. Монгол закричал, но не услышал своего голоса. В последний раз мир вокруг вздрогнул и пропал. Исчезло ощущение рассветной прохлады, дурманящей запахи трав, вместо этого пахнуло плесенью, а через мгновение тошнотворной сладостью мертвичины. Хусаинова, словно пьяного, начало мотать из стороны в сторону. Он хватался за землю, но под пальцами хрустел раскрошившийся бетон и куски кафельной плитки. Потом его, оглохшего и ослепшего, долго рвало, а лицо обдавало щепучей желчью. Знакомый голос раздался внезапно, прерывая мучения монгола, перекрывая нестерпимый звон. «Первые шаги по зоне. Помнишь, что было потом?» Хусаинов попытался ответить, но изо рта вырвалась лишь ниточка тягучей слюны, повисла на губе. «Ты отвратителен, сталкер», продолжал монотонно вещать все тот же голос. Словно Бродский читал свои стихи, мурлыкающе, убаюкивающе, монотонно и страшно. «Что было у насыпи? Ты помнишь?» Хусаинов принялся мотать головой, будто желая вытрясти через уши монотонный голос, раздающийся под аккомпанемент тонкого звона. «Тогда ты почти нагнал меня». «Кто ты?» едва сумел спросить монгол, и его снова скрутило в приступе тошноты. «Кто я?» тон говорившего сделался насмешливым. «Разве ты не узнал мой голос, папочка?» «Теперь ты узнал» и вспомнил. Воспоминания хлынули в сознании монгола обжигающим потоком. Он вспомнил события пятилетней давности, первые шаги по зоне, перестрелку о железнодорожной насыпи, вспомнил все последующие месяцы тяжких поисков сына, знакомства со спамом, военного сталкера Журавлева, мутанта-каннибала Максима Зверева, секту «Ветер», вспомнил, как они втроем попались в ловушку мутанта, как псионик пытался влезть в его мозг, воскрешая в памяти сталкера самые болезненные воспоминания. Но ему не удалось. «Ты не мой сын!» яростно зашипел монгол и приподнялся с бетонного пола. Теперь он отчетливо видел подвал, тускло освещенный люминесцентными лампами и зеленоватыми сполохами угнездившийся в углу аномалии. У противоположной стены сидел, опустив голову, сталкер Спам, верный друг и соратник, а рядом военсталкер Александр Журавлев, Жура. Бедолага выглядел абсолютно счастливым. На его тонких, совсем мальчишеских губах играла счастливая улыбка, под прикрытыми веками часто-часто двигались глазные яблоки. Я все помню, тварь! Чувствуя в себе силы сопротивляться, прохрепел сталкер и поднял глаза на мутанта. Псионик стоял посреди подвала, почти неразличимый в полутьме. Мерцающий по углам лампы и свет от аномалии вырывали из тьмы силуэт облаченного в сталкерский комбинезон человека, но не более того. Как ты разговариваешь со слезами в голосе спросил мутант, «Разве ты не рад меня видеть, папа?» Монгола трясло от ярости. Он прекрасно знал, что его сын два года тому назад попал под воздействие аномалии и мутировал до неузнаваемости. Сейчас Рамиль под именем Мора живет у легендарного лекаря Болотника и по развитию ничем не отличается от пятилетнего ребенка. «Думаешь, это не я?» словно прочтя мысли сталкера обиженно спросил мутант, «Твое право, ведь в последний раз ты видел меня несколько недель назад у Болотника, но месяц, большой срок, согласись». Мутант шагнул на свет и Хусаинов вскрикнул. Это был его Рамиль, его Ромка, худощавый, невысокого роста, бледный как полотно, с вытянутыми мочками ушей и деформированным носом. Его мутировавший сын. «Рамиль», только и проговорил монгол, утонув в рыданиях. Мутант молча подошел к нему, присел на корточке рядом, провел шершавый, орговевший рукой по спутанным волосам отца. «Я с тобой, папа», зашептал он на ухо смятому обессиленному человеку. «Помнишь нашу встречу у нас, насыпи. Ты сказал, что мы справимся вместе, так доверься мне». «Чего ты хочешь?» «Правды. Открой мне свой разум, позволь узнать, что стало с артефактом, который вы трое взяли с тела Максима Зверева». Монгол встрепенулся, а сознание происходящего обожгло его. Дернувшись, он скинул с себя руку мутанта, вывернулся и теперь отчетливо видел, что перед ним вовсе не сын Ромка, а уродливый псионик, псионик, пытавшийся влезть к нему в мозг, прикинувшись сыном. «Не вышла, тварь!» И сталкер засмеялся сквозь слезы. «Он ничего не расскажет мутанту. Никогда!» «Скажи, где артефакт, сталкер!» рявкнул мутант, хватая Монгола за волосы и запрокидывая ему голову. «Иначе я найду и убью твоего сына, твоего друга Женю и всех, кого ты знал!» Монгол не переставал хохотать. Ему вспомнилось, как сладко пахли травы у железнодорожной насыпи, куда пять лет назад подошла группа спасения. Жужжали пчелы, вдалеке над алой ссадины рассветного востока взмыли в небо две птицы и полетели навстречу дню. «Тут что-то не так!» Хусейнов остановился, как вкопанный и потянул шприца за плечо. Вместо того, чтобы раздраженно выматериться, тот подал знак идущему головным дозором спруту и группа остановилась. Монгол не мог с уверенностью сказать, что было не так в окружающей местности. «Две птицы, летящие на восток? Убийственно-притерный аромат цветов? Сам факт существования зоны?» «Чуйка сработала!» Наконец сформулировал он свои опасения. «Нехороший холодок, как будто что-то впереди ждет. Такое бывало в горах. Был уверен, что сталкеры примутся ругать, заявят, дескать, зоны, это тебе не горы, но все четверо смотрели на него настороженно и понимающе. Сталкерское чутье!» Наконец прервал молчание медведь. «Это когда ты чувствуешь зону, аномалию, мутанта!» «Да какое у него сталкерское чутье!» возразил шприц. «Спрут! Впереди было чисто?» Парень кивнул. Аномалий датчик не засек, мутантов тоже не было, чистота и порядок. Шприц разом притихших товарищей, ждущих от него, старшего по возрасту и самого опытного, хоть какой-то внятной команды. «Спрут! Проверь все болтами! Мы с Личем обойдем со стороны аномального поля, посмотрим!» «А я с монголом тут подожду!» Поняв расклад, сообщил медведь. Сталкеры ушли, а здоровяк, садя стропы, устроился в густом кустарнике с автоматом на изготовку. Монгол залег рядом. Одежда тут же набрякла от утренней росы, отяжелела. «Я давно хотел спросить», начал вдруг медведь, нервно облизнув губы. «Спрут рассказывал, у тебя в Москве жена осталась». «В Казани», поправил Монгол. «Так вот, что ты ей сказал, когда пошел в зону?» «Правду, что сын пропал, и я остаюсь его искать». «Мог бы солгать, сказать, что сын не в зоне, а с друзьями загулял. Для ее же благо». «Жизнь слишком коротка, чтобы лгать близким и слушать их ложь». Медведь пожал плечами. Ожила рация. В шумном эфире послышался голос спрута. «Внимание, у нас тут сектанты легиона, четверо или пятеро. Дежурят возле прохода через насыпь. Как поняли? Прием». «Понял вас», отрапортовал Медведь. «Возвращайтесь, будем думать, что делать. Прием». «Надо искать дорогу в обход», прорвался сквозь фоновые шипения голос шприца. «Возвращаемся, конец связи». Медведь искосо взглянул на Хусаинова. «Нет, этот смурной татарин не собирался искать обходной путь. Одержимый своей благородной целью, он не согласится идти в обход, уклоняться от боя. Только на пролом». «Придется прорываться с боем». Сквозь зубы прошелестел Монгол. «Сплю, не постучи по дереву», насторожился Медведь, которого не на шутку пугала перспектива стычки с сектантами. «Я бы и рад стать суеверным», усмехнулся Монгол. «Но вот беда. Только захочу постучать по дереву, а там то оргстекло, то гипсокартон». «Двадцать первый век». Медведь пришурился. «Говоришь, как будто не по зоне ходишь, а в офисе сидишь». «Завязывай с этим, мужик. Теперь ты сталкер. Хочешь того или нет?» «Не хочу», по слогам произнес Хусаинов и, помолчав, спросил. «У тебя есть семья?» «Жена и дочка. Маша». «Ну, поэтому меня и зовут Медведем. А у ребят, которые с нами в группе?» «Вроде у Спрута жена, но...» Хусаинов жестом остановил напарника. «У тебя есть время, чтобы уйти. У тебя и у остальных. Вызови их по рации. Скажи, что дальше Монгол пойдет один». «Ты-то о чем?» «О жизни. Уходи и живи. Воспитывай дочь. Спрут пусть к жене едет». Медведь отрицательно замотал головой. «Эй, нет, Монгол. Мы все в одной лодке». «Нет никакой лодки. Сейчас я пойду к насыпи. Будет бой. И одному Богу известно, кто выживет. Я или сектанты». «Значит, чем нас больше, тем выше шансы». Хусаинов лишь страдальчески скривился. Минут через пятнадцать ему предстояло слеснуться с отпетыми головорезами, о которых по зоне и окрестностям ходит холодящая кровь легенды. «Выживет ли смешливый паренек Спрут? А здоровяк Медведь? А лич и шприц? Что станет с ними?» «Погибнут», — шептал внутренний голос. «Все погибнут. Ты погубишь каждого, кто последует за тобой». Недолго думая, Монгол рубанул медведя ребром ладони по шее, и здоровяк уткнулся лицом в траву. Очухается минут через двадцать-тридцать. Но к этому времени легион понесет потери, а Монгол, если все сложится удачно, будет на другой стороне насыпи, где найдет сына. Сталкер проверил оружие, детектор аномалий, сдернул с пояса медведя увесистый мешочек с болтами. «Простите, мужики, но дальше я один», — и двинулся по тропе. Детектор несколько раз сигнализировал о близости аномалий, которые Монгол играючи обходил. У него и впрямь обнаружилось сталкерское чутье. Аномалии Хусаинов чувствовал. Полученные в горах раны при приближении к гравитационным бестиям начинали ныть. «Отойдешь подальше?» — отпустит. Живой детектор, словом. Спустя двадцать минут, когда у насыпи загрохотали выстрелы, четверо сталкеров ринулись на подмогу Монголу, понимая, что безнадежно отстали. Опоздали на один бой и, возможно, на одну жизнь. В пяти минутах ходьбы от злосчастной насыпи увидели первого покойника. Сектант лежал на спине, раскинув руки, костюм на груди был залит кровью. Короткая очередь, выпущенная Монголом с близкого расстояния, пробила бронепластины, вогнула их внутрь. А впереди, за мокрыми от утренней росы зарослями, все еще грохотали короткие очереди и одиночные выстрелы. Сталкеры мчались через лес на звук. Вскоре в ноздри им ударил запах паленого мяса, отчего лич, первым выбежавший на поляну, застыл, как вкопанный. Получив духоподъемного пенделя, покатился по траве. Как раз вовремя, потому что в деревья за его спиной впечатались несколько пуль. Вторым выбежал медведь, присел на дно колено, прикрывая шприца из прута. Мигнула вспышка одинокого выстрела, замаячила неясный тень на холме, и сталкеры ответили из четырех стволов. Мертвец покатился вниз, распластался у ног ошалелого лича. А потом все стихло. — Монгол! — хрипло позвал шприц. Он уже увидел возле разворошенного костра два тела. Один из покойников лежал аккурат в тлеющем кострище. — Тут чисто, — послышался голос татарина. — Вытащите труп из костра. Сталкеры переглянулись. Им доводилось видеть всякое, но чтобы один человек атаковал группу сектантов и играючи расправился с ними? — Как? — только испросил шприц, оттаскивая подпаленного мертвеца подальше от костра. — Мягким местом обкосяк, — буркнул Хусаинов, появляясь из зарослей. — Сколько их было, когда вы на разведку выбирались? — Пятеро, — отчеканил спрут. — Будем считать. — Вот один, которого вы сняли. Он зараза меня прижал с холма. Если бы не мазал раз за разом, точно пришил бы. — Вот два. Он ткнул моском берца один из лежащих трупов. Третий у нас подгорел чуток. Четвертый пошел посрать и встретился со мной. — Ну да, все правильно. Возле насыпи еще один, трехсотый. — Монгол, ты просто... — восхищенно всплеснул руками спрут. — Ты феномен! Кроме Хема ни один сталкер так не может. Парня трясло от страха и адреналина. Зубы стучали. — Идем со мной, покажу трофей. Махнул рукой Монгол и пошел, проламываясь сквозь кустарник. Сталкеры двинулись следом и через минуту вышли к железнодорожной насыпи высотой метров десять. Пологий склон зарос кустарником и мелкими деревцами. Наверху, кажущийся игрушечным на таком расстоянии товарняк, пять или шесть вагонов. Именно здесь все молодые парни, пришедшие в зону, перебирались через насыпь. Поднимались наверх, стараясь не попасться на глаза военному патрулю, частенько ошивающемуся в окрестностях и лавируя между аномалиями. Там ребята проползали под вторым с конца состава вагоном, обязательно под ним, потому что под прочими все заросло кровавой колючкой, растением, способным прожечь любую одежду и сильно изранить человека. Оказавшись на противоположной стороне, сталкеры спускались к заброшенной ферме и продолжали свой путь. На словах все просто. На деле же, каждую неделю кто-нибудь погибал здесь от пуль военных, от шипов колючки или от рук бандитов и сектантов, которые любили устраивать засады на лопоухих сталкеров. Пленник монгола, мужик лет сорока, с лицом запойного алкаша, сидел у подножия насыпи в траве. Руки его были стянуты за спиной автоматным ремнем. Монгол настолько хитро закрутил ремень, что бедолага не мог и пошевелиться. Парень лет семнадцати, без лишних предисловий, начал монгол свой допрос. Татарин. Проходил здесь. Сектант тут посмотрел на пленителя, ничего не говоря. Если не скажешь, я тебе яйца отрежу, спокойно предупредил монгол. Сначала правая, потом левая. А если скажу? Тогда наоборот. Сначала левая, потом правая. И жутко улыбнулся. Если расскажешь, я тебя отпущу. Слово сталкера. Ну? Был такой, закивал сектант. Еще ночью мы схватили его, но он сбежал. Давно? Да когда вы на нас напали? Лицо монгола вытянулось от удивления. И получаса не прошло. Сектант кивнул. Куда он побежал? Пленник молчал. За него ответил шприц. Тут дорога одна, через насыпь. Монгол вскочил на ноги, потеряв к пленнику всякий интерес. Сдернул с плеча автомат и побежал вверх по склону. Монгол! Рявкнул шприц так, что даже невозмутимый татарин вздрогнул. Ну, чу орешь? Обернулся Хусаинов, полезший было на вершину. Зона шума не любит. Мы идем с тобой, сталкер. Хусаинов усмехнулся. Да что у вас за присказка такая? Не сталкер я. Поклялся же этому. Дал слово сталкера. Татарин, не ответив, быстро зашагал вверх по склону. Детектор аномалий пищал, раны по всему телу ныли. Каждая минута, да что там, секунда была на счету. По мере приближения к вершине насыпи, Монгол все сильнее погружался в туман. Тот становился гуще, обволакивал. Посмотрел налево и увидел теряющиеся в тумане хвостовые вагоны поезда. Направо лишь два вагона, а дальше белизна. Подобравшись к прорехе в ограждении из-за ржавой колючей проволоки, Хусейнов заглянул под ближайший вагон. Оттуда дул холодный, пахнущий медью ветер. Вслед за азатом на насыпь спешно взобрался шприц. Огляделся, указал под вагон. Давай туда, под другие не суйся, там не пролезть. Хусейнов медлил. Чутье, еще ни разу его не подводившее, требовало ни в коем случае не лезть под вагон. Он вынул из мешочка болт, кинул в просвет, и тут мгновенно упал на шпалы капелькой расплавленного металла. Аномалия, похолодев, сообщил шприц. Висит между рельсами и днищем. Нужно искать обходной путь. А как в таком случае прошел мой сын? Не знаю. По крышам вагонов. Откуда ты знаешь, что он сделал именно так? Потому что я бы так сделал. Монгол ухватился за ржавые детали вагона, принялся взбираться. С тяжеленным рюкзаком и автоматом подъем давался непросто. Однако через пару минут он взобрался на крышу вагона, гулко отзывающуюся на касание ног. Там, на площадке из ржавого металла, лежал смартфон, часто-часто вздрагивающий. Входящий вызов. Монгол лег на крышу вагона, оказавшуюся на удивление теплой. Где-то под ним, в вагоне, пульсировала свежая аномалия. Он чувствовал это. Вот и индикатор батареи смартфона, лежащего сейчас совсем рядом, показывал. Идет зарядка. Быстро схватив смартфон, Хусейнов поднес трубку к уху и выдохнул. Кто это? Спрашивая, он уже знал ответ. Отец! Голос Рамили Хусейнова, звонкий, ломающийся, мальчишеский, прозвучал в динамике и больно резанул по сердцу Монгола. Да, это я. Хусейнов с трудом подавил желание немедленно вскочить и броситься бежать по крышам вагонов. Отец, не ходи за мной, уже спокойнее попросил Рамиль. Я за тобой пришел, чтобы не надо, отец. Да что ты, сынок, все уже кончилось, все позади. Мы должны вернуться домой. Там мама, она нас ждет. Я остаюсь, резко, безапелляционно заявил парень. Спасибо, что пришел за мной и все такое, что выручил сейчас. Я бы не выбрался из плена. Но не пытайся идти за мной. На крыше четвертого вагона аномалия, ты не пройдешь. Даже сектанты не прошли. А я прошел. Как? Только и спросил Монгол. Сталкерская удача. Тут же нашелся Рамиль. Слышал о таком? Слышал. А это значит, отец, что зона меня выбрала в свои любимчики? Я сталкер, прирожденный. Это просто удача. Не сталкерская, а самая обыкновенная. Слепая человеческая удача. Это не так. Рамиль не сдавался. Я чувствую зону. Ты в зоне всего двое суток. Этого достаточно. Капризно воскликнул парень. Я семнадцать лет не мог ужиться во внешнем мире. Учился. Пытался стать таким же, как все. Не смог. Не вписался в рамки. Девушки, друзья, развлечения. Все было. Но было таким пресным и ненужным. Я чувствовал, что мир вокруг — иллюзия. Монгол не знал, что ответить. Вся нормативная лексика высыпалась из памяти. Остался лишь мат. Я должен был оказаться на самой черте и за чертой, перед выбором между жизнью и смертью. И я сделал выбор. Какой нахрен выбор? Хусейнов-старший с трудом подбирал слова. Ты был счастливым ребенком. У тебя были любящие родители. Мы с мамой. У тебя были друзья и учеба. Но ты все профукал и ушел играть в сталкера. С минуту Рамиль молчал. Потом зашипел. Вот видишь, ты не понимаешь меня. И никогда не понимал. А ты задумывался хоть раз, для чего живешь. Задумывался, что становишься частью тупой биомассы, которая жрет, срет и спит. Это жизнь. А что тут? Тут? Тут вечный выбор. Либо ты слаб и ломаешься, либо пересиливаешь обстоятельства и живешь дальше. Зачем тебе такой выбор? Ради денег? Да, сын, мы никогда не жили богато, но деньги ни при чем. Хотя и они мне нужны. Знаешь, что мне сказала Альвина? Кто такая Альвина? Рамиль взбеленился. Ты даже не знаешь имени моей девушки. Бывшей, но девушки. Она сказала, что я типичный неудачник. Что мужчиной мальчика делает либо война, либо зона. Вот оно что. Какая-то глупая малолетка начала вкручивать в мозги парню идею о рождении мужчины в бою. И Рамиль купился. И она права. Парень едва не визжал. Война делает из мальчика настоящего воина. Выбор. И я стану воином. Вот увидишь. Вся эта шелуха исчезнет. Останется лишь настоящая. Лучше бы ты меня спросил, что делает с людьми война. Хрипло и спокойно отозвался монгол. Я бы показал тебе следы от пулевых. Место, куда мне осколок прилетел. Это мне дала война. Рамиль молчал. Слушай, сын, попытался разрядить обстановку Хусайнов. Я понимаю. Семнадцать лет. Гормоны играют. Хочешь понравиться девочке. Хочешь быть в ее глазах крутым сталкером. Но пройдет время, и ты станешь жалеть о своем поступке. Мама ждет дома и волнуется. Я волнуюсь. Тогда возвращайся домой и успокой маму. Я не вернусь, пока не разберусь в себе. Монгол собрался с мыслями и решился произнести то, о чем старался не говорить и не думать. Твои друзья мертвы. Мальчик, твой друг, изнасилован отморозками и, кажется, сходит с ума. Я, кочегар из Казани, двадцать минут назад убил четверых. Убил, сынок! Убил, чтобы спасти тебя! Дело не в девушке! — выкрикнул Рамиль. Я хочу стать хоть кем-то! Кем-то, кем-то. Снова эхо в мозгу. Мысли рассыпаются. Не надо. Пожалуйста. Зашептал Монгол, чувствуя, как мутант выдергивает его из этого светлого, несмотря ни на что, светлого воспоминания. Хочешь еще раз увидеть сына? Хочешь, чтобы этот момент продлился? Да. Хочу. Но его не будет! Голос мутанта стал хриплым и злым. Тогда ты общался с ним, как с человеком, в последний раз. В последний раз мог с ним поговорить. Но ты ведь многого ему не сказал, верно? О многом не спросил. Упертый подросток пошел вглубь аномальных земель. Рамилю казалось, что сама зона ведет его. А Монгол плакал. Слезы солеными горячими ручейками текли по лицу. Он вспоминал сына, того, прежнего Рамиля, который разбивал коленки, катаясь на велосипеде, курил с друзьями в подворотне, где и был застегнут отцом. Тот Рамиль был хорошим, добрым мальчиком. У железнодорожной насыпи Рамиль был напуганным, запутавшимся в собственных мечтаниях, но все же прежним. — Когда же спустя два года они встретились вновь? — Когда вы встретились вновь, — словно вынимая мысли из головы Монгола и продолжая ее на ходу, заключил мутант, он уже дошел до скорбящего камня и стал адептом зоны. — Помнишь ту встречу? — Нет, я не буду ее вспоминать. — Будешь. — Ты вспомнишь. И вновь перед глазами пляшет разноцветие красок. Из безумной, почти врубелевской палитры вырываются отдельные цвета. Красный — кровь, зеленый шумящий лес вдали, белый — бледное лицо Рамиля. Они встретились два года спустя. Отец и сын. Монгол к тому времени окончательно обосновался в зоне и все свои силы тратил на поиски Рамиля. Но зона будто прятала парня от отца. Два года на этом мизерном в сущности клочке земной плоти он не мог отыскать своего сына. Мучился, порывался вернуться к жене, в Казань. С Лией он больше не увиделся. Супруга умерла за два месяца до памятной встречи у проклятой Топи. Бедная, наивная женщина была уверена, что муж сгинул, уйдя вслед за сыном. Никаких вестей от него не было. Монгол не хотел тревожить супругу по пустякам, а она ждала долгие месяцы. Однажды в сталкерский лагерь группировки Пепел, где квартировала группа Монгола Спрут, Шприц, Медведь и Лич, пришло несколько странного вида людей. Сталкеры-проводники и человек из-за рубежа. «Монгол здесь?» — спросил гость, едва заметно заикаясь. Послали за Хусаиновым, и тот, заспанный с гноящимся шрамом через все лицо, вышел к прибывшим. «Здравствуй, старик!» — поприветствовал гость. Монгол бросился навстречу давнему знакомцу, писателю Женьки. Они обнялись. Потом они долго сидели в баре «Рентген». Женька рассказывала про свою новую книгу о зоне. «Представляешь, — говорил он, — по всем магазинам книга этого Шарова, зона, как она есть. Замануха такая, что страшно читать. Молодые ребята сотнями в зону рубутся. Я одному психологу этот томик дал почитать, так он говорит, что это чуть ли не программирование нейролингвистическое. «Ты в это веришь?» «Не верю, но молодняк лезет за рубеж. Когда я свою книгу писал, у нее тираж был в восемь раз меньше, чем у Шаровской. И как успехи?» «Ну, как тебе сказать, старик? Либералы клюются, мол, продолжает тему Новороссии. Русский Крым, русская зона». Он вдруг достал из рюкзака потрепанный номер воронежского журнала «Подъем», пролистал до середины, где между страницами виднелась закладка, конфетный фантик «Коровка», свернутый вчетверо. «Вот, послушай, это Поляков написал. Новое». Анкопулеметчица отправила в журнал, опубликовали. Конечно, наш великий критик был против того, чтобы стихи с матом публиковали, но... И принялся читать. «Город Надеждинск, в котором надежды нет. Грязные улицы, стаи собак бродячих. Зона рычит в километре, а на стене у пулемета дозорный всю ночь маячит. Вот и слоняюсь, окраину разбудив, скалятся псы, я курю и гляжу на стену. Кто-то в хламину играет болтной мотив, кто-то иглой в отупении ищет вену. Город Надеждинск, в котором надежды ноль. Пристань истерзанных, битых, судьбой гонимых. В стены домов въелась черная быль и боль. «Э, ну-ка, стой, мля!» Иду без ответа мимо. В правой руке, что в кармане, таится нож. Лучшие средства от местных, любого сорта. Сколько я встретил сегодня испитых рож, больше пугают лишь хитрые, злые морды. Город расплесканной пеной, кровавый срез мира, в котором за деньги хоть в ад готовы. Вот и торговец, что мне продавал обрез. Завтра сказал, подходи, побазарим снова. Утром отдам, что имею на блокпосту, и без проблем посайгачу, куда мне нужно. В спину вояка крикнет, «Пошел в звезду! Сдохни там, сталкер!» Блокпост захохочет дружно. Город нелепых мечтаний и громких слов, сказанных кем-то в запале, не очень умным. Деньги нужны. Ради них я на все готов. В зону. А где же еще взять такую сумму? Ночь под фонарным столбом беспокойно спит. Ждать до рассвета, пожалуй, мне нет резона. Выпью сейчас привезенный во фляжке спирт, и никогда, никогда я не сунусь в зону. «Как тебе?» — спросил он, когда монгол довольно хмыкнул. «Жизненно. Особенно про торговца. Это он шляпника описал. Один в один. Обрезами торгует, через рубеж переводит за деньги. Ну и про нож, хорошо. Тут целая подборка. Я тебе оставлю журнал. Почитаешь потом». «Анка там как?» «По осени едет поступать в Москву. Я договорился. А ты в Надеждинске разве не бываешь?» Монгол поморщился. «Ясно. Тот обаклан, когда к поляку приезжал, о тебе спросил, а он пропал, монгол. Ты с женой-то общаешься?» Хусайнов потупился. «Что? Вообще никак? Она же тебя ждет, старик!» Монгол залпом опрокинул стопку, занюхал грязным засаленным рукавом. «Пока сына не верну, домой не поеду. Я ей в глаза смотреть не могу. Баран упрямый!» Женька вскинулся. «Я с ней две недели назад разговаривал. Плачет. Она ждет тебя домой. Слышишь? Азат!» Хусайнов молчал. «Баран, я...» Зло процедил Женька. «Взрослый мужик. Ведешь себя, как пацан». Вот все и прояснилось. «Каков отец, твердолобый и упертый, таков и сын». «Позвони ей!» Женя положил на стол свою книгу, на обложке которой был изображен покосившийся деревянный крест с респираторной маской на гнилой поперечине и надпись «В ад и обратно». «Захар причастный». «Я тебе тут прямо в книге написал номера. Свой, твой домашний, Дениса номер, поляка. На всякий случай». «Без Ромки никуда!» — рявкнул Азат. Друг пожал плечами, положил на стол с топкой журналы и книги и вышел из бара. Монгол рассеянно взял верхний том. Это оказался журнал «Подъем». Принялся листать, ища знакомое имя. Мирошниченко, Перминов, Лютый. А вот и он. Открылась страница с закладкой, с фотографией на монгола глядел улыбчиво мужичок в пиджаке, при галстуке. Поляка было не узнать. Ниже значилось. Поляков Валерий Егорович. Родился в городе Воронеже. До выхода на пенсию служил в специальных подразделениях Республики Беларусь. В настоящее время проживает в городе Надеждинске. Пишет стихи и прозу о зоне отчуждения. Монгол подтянул к себе рюмку Женьки, которую товарищ так и не пригубил. Выдохнул, выпил. Только после этого принялся читать первое же стихотворение. Точка А становится точкой Б. Если долго идти по болотной жиже, через мрачный лес, по худой тропе, точка Б всегда означает выжить. В опустевшем баре, подсев к тебе, полоумный сталкер взмахнет руками. Он расскажет, якобы в точке Б, главный куш всей жизни, скорбящий камень. У кричащей топи, дурман трава. И гнилой туман, как живой, по факту. Точка А становится точкой А-а-а-а-а-а для пришедших в поисках артефактов. Но бывает, точка горит на лбу, а спустя мгновение ты слышишь выстрел. Правда, эта тема у нас табу. Болтунов судьба прибирает быстро. — Ставишь точку «Б» на излете дня, рвешься прочь, надежду спастись, питая. Ты бежишь, но зона дает понять, что не точка поставлена, запятая. — Как же ты прав, поляк. Нельзя поставить точку. Зона держит. И самого Монгола, и его непутевого сына. Жене Хурсаинов позвонил через неделю. Номер он помнил наизусть, зря Женя записывал его, портя страницы своей книги. Потянулись гудки, за ними всхлипнуло и послышал со знакомый голос. — Да, слушаю. — Здравствуй. Проговорил Монгол и понял, что голосовые связки закаменили. Слова выходят тихо и сипло. — Азат! — Да, это я. В трубке молчание, затем горькое рыдание. — Я вернусь. Обязательно вернусь. Только найду сына и сразу же обратно. И положил трубку. Потом, двумя месяцами позже, звонил еще пару раз. В первой никто не ответил, во второй раз в трубке послышался незнакомый голос. — Квартира Хусаиновых? — Это Азат. — Здравствуйте, дядя Азат. Холодно и грустно отозвался незнакомый голос. — Это Рафик. Монгол узнал голос племянника, и внутри все похолодело. Тетя Лея умерла. Долгие гудки, долгие паузы между ударами сердца. Монгол отшвырнул телефон, побежал на улицу, чтобы кричать в ясное звездное небо о том, как он ненавидит зону, войну, как боится оружия. Ему хотелось, подобно Григорию Мелехову, найти лужу поглубже и бросить в нее автомат, а потом домой. Но оставался сын. Где-то на просторах зоны они должны были встретиться. Еще три месяца прошло, прежде чем случилась страшная встреча. — Вот ты и вспомнил! Тон псионика приобрел знакомые нотки. Сначала это был голос Рафика, потом Лии. — Расскажи, что ты сделал с нашим сыном. Рамиль к тому времени стал одним из людей-хозяев. Подлые чудовища подчинили разум парня своей воле, сделав из него послушную марионетку. Азад шел за сыном, отставая на один единственный шаг. Порой казалось, что вот сейчас он схватит Рамиля за ворот штормовки, подтянет назад, к себе. Но тот все время ускользал. Сначала они едва разминулись в двухэтажном панельном здании у озера. Там погиб Лич, когда внезапно за спинами идущих к зданию сталкеров загудел аномальный вихрь, сжигая все живое и мертвое. Они забежали внутрь. Монгол, Шприц, Спрут и Медведь. Тощий Лич не успел. Его слезнуло пламенем, лишь повеяло паленой плотью. Был человек и нет. В подвале Монгол обнаружил легендарный скорбящий камень. Даже если бы захотел, не вспомнил бы, как они бегали по этажам, попав под воздействие то ли жуткой аномалии, то ли артефакта. Всюду чудились монстры, кровожадные мутанты. Блуждая по подвалам, отперли дверь, ведущую наружу, и вдруг увидели вбегающего оттуда, извне, человека в армейском камуфляже. «Тут опасно!» — крикнул Монгол, предостерегая незнакомца. «Не надо!» «Армада! Ада! Ада!» — переначало его слова подлое эхо, а человек в армейском вдруг растворился в воздухе, словно его и не было. Но не было и Рамиля. Лишь на стене подвала, возле скорбящего камня, обломком кирпича было нацарапано. «Уходи, отец!» Монгол и ушел. Лишь взял с собой небольшой артефакт, с ноготь размером, который многим позже спрятал в корпусе массивных наручных часов. По артефакту взяли себе шприц, чтобы изучить, спрут для продажи и медведь со странной присказкой «Вдруг это лекарство маршрутке поможет?» А потом за сталкерами развернулась настоящая охота. Люди хозяев настигали спутников Монгола по одному, убивали и забирали себе камни. Эти маленькие теплые артефакты они намеревались использовать для прохода через аномальные поля к скорбящему камню. Но ключи не подходили к двери. Нужен был артефакт покрупнее. Такой оказался у безумца каннибала Максима Зверева. Но позже, многим позже. Тогда же хозяева стремились заполучить все слезы камня. Один артефакт им принес послушный Рамиль, сменивший прозвище Моро на Адепта. Вторым камнем был трофей спрута. Сталкера ранили, отобрали камень. Шприцу и медведю повезло меньше. Их обоих зарезали в подворотне города Надеждинска, забрав артефакты. Когда спустя многие месяцы Монгол читал в баре стихи поляка про нож и местных, он вспоминал эти страшные события и готов был заплакать. Его команда, друзья, были убиты ради безделушек. Свой же артефакт Монгол, смолодушничев, передал спасенному от мутантов новичку, сталкеру Спаму, вручив тому часы. Ничего не подозревающий паренек, немногим старше Рамиля, принял подарок и лишь год спустя понял, какой ценностью обладает. Потом была проклятая топь. Впрочем, события в построенном хозяевами лагере гладиаторов Монгола мало волновали теперь, когда он сидел в сыром подвале и готовился принять смерть от мутанта-псионика. «Ты боишься умереть?» — спросил мутант, не скрывая своего удивления. При следующей встрече его сын уже не был прежним, словно из тела вынули душу Рамиля, а вместо нее вставили нечто чудовищное. Вот чего боялся Монгол, что его Рамиль стал мутантом. Он и для себя такую участь видел как худший итог жизни. «Ты не станешь мутантом», — успокоил его псионик. «Все не так просто. А вот Рамиль...» Он мутировал дважды. В первый раз, когда взял артефакт слезы камня, в его теле начались изменения, как и в теле Максима Зверева. У спама тоже был артефакт. «Значит, зона выбрала его, Рамиля». «Для чего?» «Ты знаешь», — промурлыкал мутант, «чтобы дойти до скорбящего камня и управлять им». «Но там, у озера, вы со спамом остановили его. Убили его. Превратили в мутанта». Глава восьмая. Семью месяцами ранее. Могильник. Тишина. Такое ощущение, что вот-вот грянет гром, и гнойные небеса разразятся ливнем. Но это тишина другого рода. Затишье перед боем. На позиции раздался в наушнике голос напарника. Я поудобнее устроился на вышарканном до бела сидении автобуса, высунул ствол винтовки в окно. Свалка замерла. Все живое и мертвое на этой проклятой земле затаилось в ожидании схватки. Слышно было, как колотится сердце, как капли пота, стекая с кончика носом, барабанят по гнилой обивке. — Видишь его? — вновь забеспокоился напарник. — Жура, у меня датчик жизненных форм что-то барахлит. Я опустил винтовку, выдернул из-за пояса пистолет и встал в проходе. По обе стороны тянулись ржавые остовые кресел, кое-где накрытые листами фанеры. Шагнул вперед, стараясь не шуметь. Пас чуть слышно крякнул, качнулся из стороны в сторону, будто потревоженная волной лодка, и все вновь стихло. — Где ты сейчас? — проговорил я, пытаясь хоть как-то нарушить гнетущую тишину. — Любить твой душу, Кастер, отвечай! Левая рука метнулась наискость к гарнитуре переговорника. — У Блоков, напротив тебя. — Но его нет. В голосе Кастера чувствовалось напряжение. Да и меня, честно говоря, трясло. После того, что с нами произошло, немудрено. — Саня, он на крыше! — внесапно взвизгнул напарник, и я почувствовал, как автобус качнулся. До меня долетел звук выстрела. Отняв руку от уха, крепко сжал рукоять пистолета и обернулся. Именно в этот момент вентиляционный люк в конце автобусного салона провалился вовнутрь, и сверху спрыгнула полупрозрачная фигура. Я выстрелил. Едва различимый на фоне оконных проемов, мимикрим уклонился, и пули ушли в пустоту. Взревев, мутант перескочил через сваленные в конце автобуса сиденья, и я сумел таки разглядеть его поблескивающие глаза. — К двери! — мелькнула мысль, и в этот момент последовал удар. Нечеловеческий сильный противник ударил здоровенной лапищей, и я отлетел в противоположный конец салона, больно ударившись затылком о рулевую колонку. Мгновение, и мимикрим возник снова, отрезая мне путь к двери. Брякнул под его лапами выроненный мной грач, и мутант утробно заурчал. «Винтовка!» «Вот бы добраться до винтовки!» «Метнуться вправо, перепрыгнув через сиденье, схватить СВД и накормить тварь свинцом!» «Любить твою душу!» вымученно улыбнулся, глядя на мимикрима. Мутант, тяжело дыша, стоял передо мной, облокотившись о складные створки автобусных дверей. Едва различимые очертания грудной клетки часто вздымались. Видно, умаялся, на славу погоняв нас по барахолке. «Еще бы! Если бы ко мне в дом заявились люди с оружием и убили семью, я бы гнал двуногих тварей до самой преисподней. Но ведь не мог так рассуждать мутант. Чертов мимикрим, на семейство которого мы с Кастром получили заказ. Получили и выполнили. Все как договаривались. Вычистили хутор на окраине армейских баз от безмозглых тварей. Потом забрали причитающуюся награду и двинули в сторону могильника. И как этот мутант нас вычислил? По запаху, что ли? Мне в лицо пахнуло мускусом. Вот ведь черт! Последний из мимикримов, которого не было в деревне в момент расправы, вернулся, увидел тела сородичей и рванул за их убийцами. Вроде бы и небольшой мутант. Но сильный. Мимикрим вновь заурчал, и из подрагивающего тумана проступил его силуэт. Коричневая твердая кожа, запавшие глаза, бусинки, провалы вместо носа и ушей и щупальца. Щупальца длиной в полметра. Слышал я, что у слонов с возрастом бивни становится все больше, и у них зверь с большими бивнями определенно вожак. Мимикрим этот точно не вожак, но бета-самец стаи, наверняка. Вон как глазенки сверкают. Засадить бы им нож в наглую физиономию. Мутант шагнул вперед. Захрустел проржавевший пол автобуса, и зверь по колену увяз в металлической трухе. Это был мой шанс. Поднявшись на ноги, я метнулся в водительскую дверь, упал на траву. Вскочил и тут же побежал прочь от автобуса. Я услышал, как залязгал за моей спиной накренившийся автобус, а в следующий момент на крышу одного из уазов приземлился недавний противник. Прыгал он так, что олимпийский чемпион позавидовал бы. Я попятился, упал. «Ну где ты, Кастер? Почему не стреляешь?» Рука машинально коснулась уха, но переговорника не было. «Вот черт! Молодец, Шуравлев, молодец! Сам себя лишил связи с напарником!» Мимикрим прыгнул вновь. Мускулистое тело теперь преграждало мне путь к спасению. Оставалось лишь одно укрытие — автобус, от которого я так стремился быть подальше. Ну что ж, выбора нет. Скользя по сырой от росы траве, развернулся в сторону база и побежал. Сто метров. Двести. За спиной ухнула переворачиваемая бочка. Мимикрим несся следом, загребая здоровенными лапищами стоящие на пути канистры, бочки и ящики. Тем самым он наверняка пытался напугать свою жертву. И, надо сказать, у него это получалось мастерски. Наконец я добежал. Схватился за поручни и запрыгнул в автобус. Прямо с подножки метнулся туда, где рядом с провалившимся полом виднелся мой грач. Схватил пистолет и прыгнул к винтовке, но добежать не успел. За моей спиной ухнул передний мост автобуса под тяжестью Мимикрима. Полупрозрачная абразина вновь оказалась в салоне паза. Чёртово дежавю! Мимикрим шагнул ко мне, утробно урча, и попытался отшвырнуть надоедливого человека в сторону. Не тут-то было. Развернувшись, я трижды выстрелил мутанту между глаз, и когда хватка зверя ослабла, побежал в сторону сорванного им люка. Нужно было выбраться наружу и заставить Мимикрима последовать за мной. А там Кастер не промажет. Кастер как-то недобро кольнуло сердце. Сомнения закрались в душу. А вдруг Кастер уже мёртв? Вдруг я остался один на один с мутантом, имея при себе лишь пистолет с двенадцатью патронами в магазине? Хрустнули выламываемые сиденья. Я с трудом уклонился от пролетевшего мимо фанерного листа и встретился взглядом со своим оппонентом. Мимикрим, разведя лапы в разные стороны, стоял...